Глава девятая. Глубины Терры. Наследие Никеи. Происхождение примархов. До хранилища Генотеха было рукой подать. Коракс попытался вспомнить что-то о внутренней защите, но в воспоминаниях императора ничего подобного не нашел. Пройдя лабиринт, Кораксу просто следовало открыть дверь хранилища и взять трофей. Готовь сервиторов, приказал примарх Нексину. Мы пройдем лабиринт через две минуты. Всего они потеряли 23 гвардейца Ворона, 17 остались в лабиринте, ожидая пока их заберут. Еще 13 получили ранения, но были способны двигаться дальше. Кустодис лишились троих воинов. Коракс запомнил их имена, но сейчас было не время скорбеть об их гибели, а лабиринт еще не взломан. Приказы продолжали слетать с губ Коракса непрерывным потоком, передвигая фрагменты головоломки туда, где они были необходимы. Он старался не думать о своих воинах, как о живых существах из плоти и крови. С тех пор, как Коракс отправил армию заключенных сражаться со стражами Ликеи, он отдавал себе отчет, что из-за его приказов будут гибнуть люди. Пусть противник, которого примарх старался обыграть сейчас и не осознавал себя, хотя в определенном смысле Коракс столкнулся здесь с хитростью самого императора, жертвы были все так же неизбежны. Миллионы, даже миллиарды последователей императора погибнут, если гвардия Ворона потерпит здесь поражение и не сможет остановить продвижение Хоруса к Терри. Поэтому, когда издалека доносился грохот болтеров резким звоном раздающийся повок сети, Коракс не позволял себе отвлекаться. Он думал лишь о поступающих докладах и приказах. Его Астартес поклялись отдать свои жизни на службе ему и императору, а считать, что это сражение было чем-то иным, примарху казалось тщеславным. Ведущие подразделения уже преодолели две трети системы коридоров. Большая часть лабиринта находилась под их контролем. Координаты и маршруты отделений заставили механизмы лабиринта принимать невыполнимые решения. Что приводило к поломке двигателей, остановке поршней и заклиниванию механизма. Самая сложная часть была позади. Теперь Коракс четко видел вероятные конфигурации, оставшиеся на последнем отрезке пути. Победа над лабиринтом стала уже только вопросом времени. Тем не менее, примарх не был самоуверен. А лабиринт вполне мог изменить конфигурацию и бросить вызов, с которым Коракс доселе не сталкивался и которого не мог предвидеть. Жизнь храбрых гвардейцев Ворона и воинов Легио Кустодис все еще зависели от него. Он направил несколько отделений к поворотной платформе, которая открывала путь во внутреннюю часть горы. Отдав необходимые распоряжения, Коракс связался с Аркатом. — Кустодий, ты должен провести своих людей в комнату справа от тебя, — произнес он. — Возможен массированный обстрел. Будьте готовы. — Кустодис всегда готовы, примарх, — ответил Аркат. — Судя по принятым мною докладам, ты направляешь мою группу в самые опасные места. Ты желаешь нашей смерти, чтобы избавиться от посторонних глаз? — Я не собираюсь этого делать, — беззлобно ответил Коракс. — Если бы я хотел избавиться от тебя, то уже давно бы так и сделал. Твои воины сражаются там, где сложнее всего, потому что они лучшие из тех, кто находятся под моим началом. Вы превосходите моих легионеров, и по этой причине я поручаю вам самые тяжелые задачи. — Гвардия Ворона в неоплатном долгу за оказанную вами помощь, которую я нахожу неизмеримо ценной, и сделавший это испытание намного легче для всех нас. Какое-то время Кустодий молчал, ошеломленный словами примарх. — Очень хорошо, — наконец отозвался он. — Сделаем, как вы сказали. Внимание Коракса привлек вой гидравлики, когда к нему подошел Нексен со своими сервиторами. — Хранилище открыто? — спросил Магос. — Почти, — подтвердил Коракс. Он просчитал кратчайший путь через лабиринт к передовой группе и указал нужный проход. — Сюда, следуйте за мной. Стоявший недалеко от Коракса Альфарий, внимательно слушал разговор примарха с Аркатом, Агапита и техножрецом. Воины осматривали двери хранилища, преграждавшие дальнейший путь. Они были круглые, пяти метров в диаметре, сделанные из тусклого металла, которого Альфарий никогда прежде не видел. Массивные петли были высотой с космического десантника. На дверях не наблюдалось ни единого признака запорного механизма, ни рунной панели, ни сканера, ни хотя бы замочной скважины. Рядом дымились остатки четырех орудийных турелей, которые поднялись из пола, едва подошли передовые отряды. Альфарий внимательно слушал, как командиры обсуждают дальнейшие действия. Агапита выступал за мелто-заряды, но примарх сомневался, что они пробьют преграду. Магас настаивал, что путь внутрь им могли бы пробурить сервиторы. Из укращенного лабиринта появлялись все новые отряды. Некоторые несли с собой павших воинов. Коракс заверил гвардейцев Ворона, что бой окончен. В какой-то момент лабиринт охватили титанические судороги. По туннелям и залам прокатился скрежет металла. Воздух наполнил дым от горящего масла. Это продлилось всего пару секунд, но альфа-легионер решил было, что на них сейчас обрушится весь комплекс. Когда все стихло, Коракс спокойно заявил, что лабиринт дал сбой и не в состоянии ответить на их дальнейшие действия. Он отрядил поисковые группы за оставшимися в коридорах живыми и павшими собратьями. Но альфария вместе с его отделением и большей частью экспедиции направил ко входу в хранилище. Здесь альфарий и наткнулся на командиров, застрявших у последнего препятствия. Их спор зашел в тупик. На бурение уйдет много часов, а может дней, если оно вообще реально, говорил Агапита. Другого пути нет. Прикрыв глаза, Коракс на миг о чем-то задумался, прежде чем ответил. Здесь психический замок, сказал примарх. Его плечи поникли от разочарования. Его может активировать только разум императора. Тогда нам следует довериться физическим средствам, заявил Орландиас. Магас указал на двух тяжелых сервиторов, возвышающихся над остальной группой. Я подготовлю своих слуг. Есть и другой путь, выпрямившись, промолвил Коракс, вновь исполнившись уверенности. Он сперва посмотрел на Арката, затем его взор остановился на альфарии. Мрачный взгляд примарха несколько встревожил альфа-легионера, но тот не подал виду. — Бальцар Куртуре, служит в твоем отделении. — Да, лорд, — ответил альфарий и бросил взгляд на названного легионера, который стоял в нескольких метрах. — Когда-то он был членом библиариума, — продолжил Коракс. Альфарий не подозревал, что бальцар — псайкер. Слова примарха ошеломили его, но он знал, что Коракс не мог ошибаться. Альфа-легионер кивнул. — Да, лорд, — был, — сказал альфарий, не понимая, к чему ведет примарх, и приказал бальцару подойти к командирам. — Это неразумно, — отозвался Аркад, и, подняв алибарду, встал между примархом и приближающимся легионером. — Разве вы не помните слова? — Горе тому, кто позабудет мое предупреждение, либо нарушит данное мне слово. Он станет мне врагом, и я обрушу ему на голову столько несчастья, что до скончания веков будет он проклинать день, когда отвратился от моего света. — Да, — так сказал император. — Никейский и дик, — кивнул Коракс. — Я прекрасно помню эти слова кустодии. Я своими ушами слышал речь императора. — Тогда ты понимаешь их значение. Колдовство под запретом. — Я не допущу этого, — произнес Аркад. Коракс в задумчивости поджал губы, а после мягко положил руку на плечо кустодии и отодвинул того в сторону. Затем он посмотрел на стоящего перед ним легионера. — Бальсар, ты владеешь силами разума? — спросил примар. — Я был библиарием, лорд. — Это так, — ответил боевой брат. — Я не пользовался своими силами с тех пор, как библиариум по вашему приказу был расформирован, и поклялся больше не применять их. — Кому ты дал клятву, Бальсар? — Вам, лорд Коракс, — ответил легионер. — А если я освобожу тебя от данной клятвы, ты сможешь ими воспользоваться? — Мой лорд, я также поклялся не применять свои способности во имя императора, — дрожащим голосом произнес Бальсар. — Вы приказываете мне нарушить клятву? Слова задели Коракса, и он раздраженно скривился. Это продлилось лишь пару секунд, после чего лицо примарха вновь стало спокойным, а темные глаза сузились. — Не бывать этому! — ряпнул Аркад, прежде чем Коракс успел хоть что-нибудь сказать. Вокруг него собрались остальные кустодис, призванные неведомым Альфариус способом. — Эдик Никеи не рушим! Не обращая внимания ни на кого, Коракс вновь обратился к Бальсару. — Ты никогда не испытывал темных соблазнов, суровым и пренебрежительным тоном, — спросил примарх. — Чувствуешь ли ты их сейчас? — Нет, мой лорд, я никогда не испытывал искушений, ни темных, ни каких-либо еще, — сухо ответил Бальсар. — Моя жизнь самым печальным образом была лишена всяческих искушений с тех пор, как я покинул Терру. — Я не допущу колдовства, только не на Терри, — произнес Аркад. Лезвие Алибарды полыхнуло сияющим полем, одновременно с оружием других кустодиев. В ответ несколько десятков гвардейцев ворона стремительно подняли болтеры. Помедлив пару секунд, Альфарий также прицелился в кустодия. — Ты говоришь о том, чего не понимаешь, — сказал Коракс, и выражение его лица было мрачным. — Император хранит Терру от сверхъестественных сил. — Думаешь, он позволил бы подобное на своем мире? — Я не вправе знать мысли императора. — А лишь слежу за исполнением его воли, — ответил Аркад. Он окинул взглядом окруживших его легионеров, а затем посмотрел на Коракса. — Колдовство под запретом. — Так ты считаешь императора колдуном, кустодий? Или, может быть, его регента, Сигелита? — Эдикт не распространяется на моих командиров, а лишь на Астартес, — заметил Аркад. — Кустодийс и гвардейцы Ворона молча смотрели друг на друга, крепче сжимая пальцы на спусковых крючках. Альфарий взглянул на Коракса, пытаясь предугадать следующий ход примарки. Если кустодий погибнут, ситуация может сложиться хуже некуда. Будет проведено расследование, которое может привести не только к приостановке изъятия содержимого из хранилища, но также и к разоблачению шпионов Альфа-легиона. Не исключено, что Альфарий и сам погибнет в бою, так как он оказался слишком близко к кустодису. Невозможно было понять, о чем думает Аркад. Его лицо оставалось скрытым за золотой личиной шлема. Гвардейцы Ворона также казались безликими, но судя по тому, как они держали оружие, воины были готовы пустить его в ход. Только лицо Коракса оставалось открытым. Примарх казался печальным, но не отводил взгляда от Аркада. Коракс был безоружен, хотя Альфарий не сомневался, что Примарх и вполне мог справиться с Аркадом и голыми руками. Ему вдруг стало интересно, какие темные соблазны одолевали сейчас Примарха. Чтобы сразить Аркада, достаточно единственного удара. А гвардейцы Ворона уже успели окружить кустодиев, хотя воины в золотых доспехах, умирая, способны забрать с собой многих легионеров. «Отец, не оставляй нас!» – прошептал Коракс, не желая, чтобы его слышали остальные. В словах, выцаженных сквозь стиснутые зубы, чувствовалось острое страдание. Вдруг Альфарий что-то ощутил – движение или чье-то присутствие на границе сознания. На долю секунды он словно услышал отдаленные крики и вопли. Ему показалось, будто он попал в самое пекло ужасного сражения, и тело отреагировало так, словно он боролся за собственную жизнь. Оба сердца стремительно застучали, ток крови усилился. Коридор заполнили смутные очертания. Гнетущая волна силы, которая словно тиски сжала череп Альфария. Судя по ошеломленным бормотаниям остальных, не он один почувствовал нечто подобное. В двери что-то глухо щелкнуло. Все взоры обратились к створкам, металл которых стал лучиться мерцающим от силы золотым светом. Дверь распахнулась, и едва золотистое свечение угасло, внутри зажегся свет, озарив вестибюль с белыми стенами. Дальше была видна еще одна, меньшая дверь, из серебристого металла, покрытая легкой изморозью. Закружились облачка пара, когда изнутри дохнул холодный стерильный воздух. Собравшиеся воины в абсолютной тишине с недоверием смотрели на открывшийся проход. Смежив веки, Коракс коротко кивнул и зашевелил губами, хотя он говорил слишком тихо, чтобы его мог кто-то расслышать. Альфарий взглянул на Бальсара и заметил, как перед линзами его шлема танцуют золотые искорки энергии. От Примарха это также не укрылось, поэтому он быстро встал между бывшим библиарием и Аркатом, чтобы Кустодий ничего не заметил. «Похоже, император решил вмешаться», — произнес Примарх, пристально глядя на Кустодия. Аркат и его воины оставались на стороже. Коракс жестом велел гвардейцам ворона опустить оружие, и те неохотно подчинились. Примарх отвернулся от Арката, и через мгновение Кустодий приказал своим людям поступить так же. «Стоять!» — вдруг крикнул Коракс, и все вновь схватились за оружие. Нексен, стоявший позади Примарха, сделал шаг к двери. Магас остановился и взглянул на нахмурившегося Коракса. «Прошу прощения, лорд Коракс!» — глубоко поклонившись, произнес марсианин. «Идите первым, я последую за вами». Альфарий задержался на мгновение, в то время как Коракс с остальными направились к хранилищу. Когда мимо него попытался пройти Бальсар, Альфа-легионер остановил его. «Это ведь была неволя императора», — произнес Альфарий. «Не понимаю, о чем ты?» — ответил легионер. «Мне запрещено пользоваться своими силами. Меня никто не освобождал от клятвы». Но все же не унимался Альфарий. Маловероятно было, что император решил лично вмешаться именно сейчас, ни разу не выдав своего присутствия за время путешествия через смертельные ловушки. Наверняка здесь постарался Бальсар. На самом деле, никакой это не император, да? Бальсар промолчал, и Альфарию не осталось ничего, кроме как последовать за примархом и командирами. Он не знал, соврал ли ему Бальсар, хотя в его голосе не чувствовалось и намека на ложь. Ему было неуютно от мысли, что псайкеры могут опять пользоваться своими способностями. И в равной степени тревожно, из-за того, что император все время наблюдал за ними, и по просьбе Коракса помог ему. Никакая ложь не спасет Альфария, если в его разуме захочет покопаться бывшей библиарии. Невзирая на все предосторожности, предпринятые псайкерами Альфа-легиона, для защиты от обычной проверки, угроза психического обнаружения присутствовала всегда. Но мысль о том, что подобный воин служит с ним в одном отделении, сильно встревожила Альфария. Если библиарии вернутся, его задание намного усложнится. Ему придется следить не только за действиями и словами, но и за мыслями. Главное хранилище представляло собой округлую комнату с высеченным в скале куполообразным потолком. Оттуда вело несколько выходов, но едва Коракс переступил порог, его внимание приковало к себе содержимое центрального зала. Он ничего не мог отыскать в памяти насчет защиты внутреннего санктума, если не считать мелькнувшего воспоминания о последней мере предосторожности. Любое воздействие на внешнюю дверь привело бы к подрыву термоядерного заряда, заложенного под хранилищем. Возможно, именно благодаря этому воспоминанию примарх не решился резать дверь, хотя печальные последствия такого действия стали понятны ему только сейчас. Впрочем, он тут же позабыл о едва недопущенном промахе, когда его опасения сменились удовлетворением, любопытством и благоговением. Здесь находилась лаборатория императора, где на самом деле был создан империум. Это было место рождения примархов. Все внутри оставалось неприкосновенным. Климатические регуляторы и стазисные поля поддерживали объект в первозданном состоянии. Воздух был чист, каждая поверхность начищена до блеска. В центре комнаты возвышалось огромное, пока отключенное устройство, усеянное кабелями и трубками, похожее на оборудование, которое Коракс видел возле золотого трона императора. Оно уходило под самый потолок, испещенное сотнями застекленных проемов, в которых были видны циферблаты и колбы, трубки с цветными жидкостями и сенсорные интерфейсы. Кустодис и гвардейцы Ворона под командованием Арката и Агапита рассредоточились и взяли под охрану остальные двери. Воспоминания императора, касающиеся того, что находилось за ними, были расплывчики. Но Коракс смутно припоминал огромные генераторы, холодильные камеры, банки данных и множество залов с кагитаторами. Вокруг центрального устройства змеились толстые кабели, которые тянулись по выложенному плиткой полу к двадцати другим машинам, стоявшим вокруг него. Коракс узнал их с первого взгляда. Это инкубаторы примарков. Внутри он не увидел амниотических жидкостей. Стеклянные колпаки были подняты. Там, где когда-то мигали лампочки, колебались тонкие иглы, пищали и гудели наблюдательные системы, теперь царила безмятежность и тишина. Магас Орландиас тяжело задышал и что-то забармотал, с широко раскрытыми глазами, переходя от одной машины к другой. Коракс улыбнулся, наблюдая за детской радостью, с которой техножрец изучал то одно, то другое устройство, останавливаясь, чтобы почтительно возложить руку на металлическую поверхность, или замирая и просто рассматривая очередное чудо. На боковой стенке каждого инкубатора был нарисован порядковый номер. Коракс быстро отыскал девятнадцать, свою камеру. Едва приблизившись к ней, он понял, что-то не так. Инкубатор не был цел, его капсула отсутствовала, словно могила без гроба. Остался только корпус и внешний защитный купол. На дне скорлупы лежала груда от соединенных кабелей трубок. Он вспомнил о потрескавшейся и разбитой машине, которую обнаружили под ледником. Многие годы, долгие, наполненные одиночеством годы, он думал о ней и ее назначении. Лишь после прибытия на освобождение императора, примар узнал, кто он на самом деле и почему пробудился на этой странной пустынной луне. Коракс отчетливо помнил ту встречу. Он возложил руки на инкубатор, и воспоминания вернулись к нему. «Сканер засек объект, движущийся к главному доку», доложил Агапита из-за одного из сканирующих устройств. На юном борце за свободу были черные гитаны стража. Куртку, довершавшую наряд, он выбросил, едва партизаны проникли в башню. На его груди рубцевался кривой порез, а левая рука висела на перевязи. Судя по траектории, он идет на посадку, но определить, что это за корабль, невозможно. Главная башня все еще была сильно повреждена после отгремевшего здесь боя. Сторонники Корвуса заняли пустующие посты, но оборудование работало на последнем издыхании, а люди, которым никогда не приходилось иметь дело ни с чем подобным, управляли им скорее по наитию. То, что разбитый сканер смог обнаружить хоть что-то, уже можно было считать большой удачей. Тела работающих здесь прежде людей вынесли. На решетчатом полу и пультах еще виднелись пятна крови. Уборка после свершившейся революции занимала далеко не первое место в списке приоритетных задач Корвуса. Пока на Киаваре оставались противники восстания. Множество экранов и клавиатур было разбито орудийным огнем. Из пробитых в крупных устройствах дыр торчала проводка. Но работа некоторой части техники, после того, как над ней потрудились технически одаренные последователи Корвуса, была с горем пополам восстановлена. Защитные установки, которые усеивали невероятно огромный шпиль главной башни стражей, находились в рабочем состоянии. По приказу Корвуса, революционеры захватили их в целости и сохранности. «Привести орудийные системы в боевую готовность», объявил Бранд, сидевший за пультом управления огнем. Как и брат, он был ранен. На щеке расцвела ссадина. Светлая щетина была пропитана кровью. В башне раздался грохот вращающихся огромных установок, направивших электромагнитные катапульты на приближающееся судно. Бранд бросил ожидающий взгляд на лидера повстанцев. И взъерошенные волосы упали на его юное лицо. «Открыть огонь!» – спросил Бранд. «Нет!» – ответил Корвус. Он стоял возле бронированного окна в рубке управления, всматриваясь во мрак. Над луной поднимался Киава, нависая над шахтами и под крановыми путями за далеким горизонтом. Отсюда планета казалась такой же, как всегда. Но Корвус знал, что под кровавокрасным пологом облаков царит хаос. Ему казалось, будто он до сих пор видит вспышки ядерных взрывов-зарядов, которые его люди сбросили по гравитационному колодцу на лежащую внизу станцию. Но это была лишь игра его воображения. Судя по всему, гильдии оказались сломлены. Все их контратаки на Луну безжалостно отразили. И оставшись без ресурсов Ликея, они начали грызться между собой, бросив друг против друга все силы городов-фабрик. Некоторые молили о перемирии, опасаясь новых ядерных обстрелов с орбиты. Но Корвус не обращал на них внимания. «Пусть они перебьют себя сами», – думал он, разглядывая мир, который превратил в рабов не одно поколение людей. Его отражение в толстом стекле накладывалось на восходящую сферу Киавара. Корвус был уже взрослым и ростом превышал любого взрослого мужчину. Он едва умещался в рубке управления на вершине Черной башни. Те, кого Корвус освободил, звали его теперь Спасителем. Он чувствовал их трепет перед его неослабевающим ростом. С момента первой встречи с заключенными Ликея минуло десять лет. Но только теперь он позволил себе сполна насладиться торжеством. Победа осталась за ним. Бывшие правители были низвергнуты. Судно все еще приближается, – нервным голосом напомнил Агапита. «Бранд, насколько точен прицел?» «Не волнуйся, брат, орудийные системы ведут его», – ответил Бранд. «Корвус, у нас осталось пара минут, чтобы открыть огонь, прежде чем судно окажется слишком близко». «Мы не будем стрелять», – сказал Корвус, обернувшись к товарищам. «Возможно, это дипломатическая миссия Скиавара. К нам летит простой шаттл. В нем поместится не больше десятка человек, которые не представляют для нас серьезной угрозы. Пусть рота восьмого крыла встретит меня в главном доке». Но было в шаттле и кое-что еще, что заинтересовало Корвуса. Пока судно выглядело, как далекая золотистая искорка. Но лидера революционеров не оставляло ощущения, что внутри его находились важные пассажиры. Это чувство давило на него. Не как предостережение, а как нечто иное, чего он не мог объяснить. Корвус не сомневался, что эти пассажиры не имели дурных намерений. Хотя не знал, откуда в нем взялась подобная убежденность. «Дайте знать, если что-то изменится», — сказал он, похлопав по громоздкому приемнику на поясе. Пригнувшись, Корвус миновал по кореженную дверь и вышел в коридор. Снаружи дверь сторожили несколько бывших заключенных с дробовиками на готове. Ненужная предосторожность, но его последователи настояли на ней. Добровольные телохранители без приказа направились следом за командиром. И вместе с ним зашли в клетку главного лифта Черной башни. Лифт с грохотом опустился на несколько десятков этажей, прежде чем достиг коридора, который вел к посадочному трапу главного порта. Не обращая внимания на спутников, Корвус торопливо зашагал по переходу, миновав по пути несколько групп рабочих, припаивавших металлические плиты поверх заплаток на стенах, на скорую руку поставленных после захвата башни. Кругом разлетались голубые искорки, пока Корвус целеустремленно шел к порту. На главной палубе его уже ждал Гопион, один из его старших лейтенантов, вместе с сотней бойцов из роты восьмого крыла. Над ними на фоне беззвездного неба потрескивал желтый энергетический купол. «Быстро вы!» – отметил Корвус, взглянув на лейтенанта. «А мы были неподалеку!» – с тенью улыбки на губах ответил Гопион. На левой половине его лица красовался огромный синяк, глаз отек, лоб пересекал порез. Полуседые волосы он носил коротко остриженными, но борода свисала едва ли не до пояса. На нем была серая тюремная спецовка, впрочем, отмеченная пятью штифтами на воротнике, которые сняли с формы офицеров безопасности. На некоторых все еще была кровь. «Такое неожиданное совпадение!» – сказал Корвус, бросив любопытный взгляд на Гопиона. Тот лишь пожал плечами и выкрикнул несколько приказов своим людям, потребовав сформировать защитное оцепление вокруг посадочной площадки. «Они действовали как солдаты», – подумалось Корвусу, пока он наблюдал за бывшими заключенными, занимавшими позиции на ферракритовой площадке. Еще пару лет назад они были бандитами и философами, ворами и пропагандистами. Теперь они превратились в его армию, хорошо обученную и отлично мотивированную. Он знал, что сыграл в прошедших событиях немалую роль, но в свою очередь Корвусу следовало благодарить того, кто наделил его подобным даром. Люди повиновались ему в бестене сомнения, он обладал врожденным пониманием боя. Направить атаку или разработать стратегию было для Корвуса столь же простым делом, как умение дышать. Кто-то из бойцов принялся указывать вверх, что-то при этом крича. За границей силового барьера возникло судно. Двойные плазменные следы ярко сияли на фоне темного неба. Когда шаттл пересек преграду, Корвус заметил, что он имел форму огромной хищной птицы золотистого цвета, с вытянутыми назад крыльями, словно у пикирующего ястреба. Какой-то миг он висел в воздухе. Мощь плазменных двигателей ослабла, когда пилот, чтобы приземлиться, переключился на антигравитационные турбины. Шаттл медленно сел в центре площадки, на внутреннем круге, отмеченном красной краской. Корвус заглянул в кабину, но с удивлением обнаружил, что внутри никого нет. Вид пустого корабля вызвал в нем сомнения. Возможно, он был начинен взрывчаткой. Отчаянный акт мелкой мести одного из мастеров гильдии. «Оружие к бою!» выкрикнул гопион. Бойцы как один подняли пистолеты, дробовики и лазерные винтовки, в свое время подобранные у мертвых стражей и вынутые из оружейных хранилищ. В корпусе шаттла под правым крылом открылся люк, прямо напротив корпуса. Изнутри палился свет, и из корабля с лязгом выдвинулся трав. В лучах возникла тень, и, прождав пару мгновений у входа, шагнула наружу. Люди возбужденно зашептались между собой. Оружие задрожало в трясущихся руках. Некоторые бойцы с лязгом стали ронять его на землю. Казалось, люди по собственной воле падали на колени, откладывая в сторону винтовки и склоняя головы. Некоторые бросались вниз, что-то почтительно бармача. Корвус посмотрел на гопиона. Лейтенант тоже опустился на колени. В его глазах стояли слезы. Избитое лицо светилось от радости. «Такой могущественный!» восхищенно прошептал гопион. «Какая красота! Какое могущество!» Корок в смятении перевел глаза на человека, который спускался по трапу. Тот показался ему ничем не примечательным, даже больше, настолько невзрачным, что Корвус не заметил в нем ни единой отличительной черты. Он был среднего роста, с темными волосами и смуглой кожей. Телосложение он имел не крупное, но и не худощавое, а совершенно нормально к пропорции. Не намного более плотное, чем у склонившихся перед ним изможденных людей. Он был облачен свободной одеждой из белого льна и без украшений, если не считать золотой цепи с кулоном в форме орла с распростертыми крыльями, сжимавшего в когтях молнию. Глаза человека были столь же невыразительными, как и все остальное в нем. Не синие, не зеленые, не карие, а скорее смесь всех цветов одновременно. Но было в этих глазах нечто, проникшее в самую душу Корвуса и коснувшееся его внутреннего Я. В них присутствовала мудрость и доброта, старость, смиренная, но одновременно приводящая в замешательство. И в то же время Корвус стал свидетелем явления полубога, излучающего золотое сияние и облаченного в белые одеяния, пылавшие внутренним светом. Он увидел строгое лицо с золотыми глазами, которые пронзили его до самой сути. Странник возвышался над преклонившими колени людьми, шагая по ковру из негасимого пламени. Корвус не мог совместить воедино эти два изображения. К нему приближался богоподобный, грандиозный властитель, но внутри его мерцал крошечный, невзрачный человечек. Наконец, когда разум Корвуса уже был не в состоянии сопротивляться чарам, он увидел новоприбывшего так же, как и его последователи и мгновенно ощутил неудержимое желание склониться перед пришельцем. Корвус попытался побороть это стремление. Он сражался за то, чтобы его люди больше ни перед тем не стояли на коленях. Способ, которым этот человек влиял на его людей, встревожил Корвуса. Прищурившись, он продолжал смотреть на него, не в состоянии определить, какое изображение было истинным, а какое всего лишь иллюзией, пока гость неспешно шагал по ферракритовой площадке. «Кто ты?» — наконец спросил Корвус. «Что ты сделал с моими людьми?» Человек бросил взгляд на повстанцев, которые с обожанием взирали на него, и Корвусу показалось, будто он удивился. Его светлые волосы огненной волной разметались по плечам, когда он повернул голову. Корвуса захлестнула еще одна волна благоговения, и вновь командиру партизан пришлось постараться, чтобы не рухнуть на колени. «Побочное действие!» — паромолвил человек, вновь сосредоточив внимание на Корвусе. Он уставился на лидера повстанцев пронзительным взглядом. Его глаза теперь все время были золотыми, будто бездонные кладези света. Кожа лучилась силой, словно плоть его состояла из углей, спрятанных за тонкой бумагой. Корвус ощутил мимолетный трепет в груди и сжимающуюся в тугой узел тревогу. Но это была лишь малая толика того, что испытывали его воины при виде их гостей. «Я, император человечества, я сотворил тебя!» После этих слов с глаз Корвуса словно упала пелена. Он увидел императора таким, как когда-то, наблюдавшим за растущим младенцем по ту сторону инкубатора. Тогда его лицо искажали изгибы стекла, но черты угадывались безошибочно. Лидер повстанцев долго размышлял над лицом из своих первых воспоминаний, удивляясь, кому оно могло принадлежать. Теперь смутные образы превратились в четкое знание. Корвус вспомнил шум и свет, а также громогласные голоса вокруг. Вспомнил прилив силы и чувства дезориентации, когда противоестественные силы похитили его из колыбели. Теперь он безошибочно признал лицо своего отца, единственного человека, достойного нерушимой верности. Корвус почтительно опустился на колено, поняв, что гость сказал правду. Перед ним был повелитель человечества. «Как ты зовешь это место?» спросил император. «Когда-то оно звалось Ликеем», ответил Корвус. «Теперь известно, как освобождение». «Хорошее имя», промолвил император. «Пожалуйста, встань, сын мой. Нам нужно о многом поговорить». Так они и сделали. Корвус оставил людей и провел императора в свои покои, на старый пост стражей на средних уровнях черной башни. Он попросил принести еду и питье для своего гостя, стыдясь скудности пищи, которую мог предложить отцу. Император лишь отмахнулся от его беспокойства и присел на грубо всколоченную койку, служившую креслом для массивного командира повстанцев. «Ты узнаешь меня?» спросил император. Выражение его лица было непроницаемым, но Корвусу почудился в голосе отца намек на удивление. Какая бы сила не воздействовала на партизан, на Корвуса она оказывала не столь сильный эффект, поэтому человек перед ним явно был таким же, как и в его старых воспоминаниях. «Ты такой же, как в моем сне», ответил он. «Как интересно», сказал император, после чего качнул головой и улыбнулся. Они говорили о многом, хотя Корвуса распирала от вопросов об императоре, о себе самом и об остальной галактике. Оказалось, что по большей части рассказывал он сам, отвечая на постоянные вопросы императора о событиях на освобождении и те аварии. Корвус поведал ему обо всем, что знал из истории звездной системы и о войне за свободу, которую вел в последние годы. Не переставая говорить, Корвус мерял шагами комнату, возбужденной и наполненной энергией. Император сидел на койке и иногда кивал, скорее понимающий, чем с одобрением. По правде говоря, он не пытался осуждать или одобрять его действия. Император внимательно слушал все, о чем рассказывал ему Корвус, временами задавая уместные вопросы о мельчайших деталях, желая узнать, чем живет его сын. Одного я не могу понять. Наконец, Корвус озвучил то, что терзало его с момента первого пробуждения. Как я здесь оказался? Настроение императора испортилось, его лицо опечалилось. Впервые он отхлебнул воды из стакана, который принесли еще несколько часов назад. Взгляд его стал обеспокоенным. Существует иная вселенная, произнес он. Она находится подли нашей. Является частью ее, но в то же время отдельной. Она зовется Варпом. Я знаю о нем, сказал Корвус. Мне не приходилось видеть его, но я слышал, что корабли с его помощью могут путешествовать к далеким звездам. Еще говорят, что в некоторых машинах из Киавара заключена энергия Варпа. Это вселенная безграничной мощи, и, как ты и сказал, в нее можно попасть при помощи кораблей или разумов людей, которых мы называем псайкерами, продолжил император. Как и наша галактика, Варп обитаем, в нем живут существа, не из плоти, но из мысли. Иногда они жаждут наших жизней, желая полакомиться душами смертных. Тебя и твоих братьев отобрали у меня обитатели Варпа до того, как вы успели вырасти. Братья? Корвуса немало взволновала эта перспектива. Он тут же отложил все вопросы, которые появились у него после ответа императора. У Корвуса было немало друзей среди заключенных Ликея, но он понимал, что отличается от них, а когда люди стали называть его спасителем, исчезла последняя надежда на нормальные отношения. То, что существовали такие же как он, люди, вдохнуло в Корвуса новые силы. Да, у тебя есть братья, с улыбкой сказал император. Вас мое лучшее творение. Семнадцать, непонимающе переспросил Корвус. Я помню, что был номером девятнадцатым. Как так может быть? Император поник, преисполнившись глубокой скорби. При следующих словах он отвел взгляд от Корвуса. Двое других, сказал он, это отдельный разговор. Где сейчас мои братья? Они с тобой? Тебя и других примархов похитили силы варпа, разбросав по всей галактике на противоестественных волнах. Вот как ты оказался под ледником на этой луне. Да, едва взглянув на тебя, я увидел, что выпало на твою долю, узнал о твоей жизни. Слух о тебе о величественном создании, которое возглавляло восстание, разлетелся дальше, чем ты можешь себе представить. И именно он привлек мое внимание. Твоих братьев, тех, которых я нашел, также раскидало по отдаленным мирам. Как и ты, все они великие воины и лидеры. Это мой дар вам. Вы самые лучшие полководцы, обладающие несравненным разумом и физическими способностями. Я сотворил вас из собственной генетической структуры, как своих сыновей и командиров в Великом Крестовом походе. Что это за поход? Скольких моих братьев император. У меня есть огромные армии воинов Астартес. Так же, как ты создан из меня, они плоть от плоти твоей. Примархи военачальники этих армий, которые отвоевывают галактику для человечества. Долгая ночь, эра раздора окончились. Во мраке тлеют остатки империй древности. Слабые угольки человечества почти утонули в бездонной мгле. Великий Крестовый Поход раздует пламя, дабы искоренить суеверие, принеся с собой просвещение вместо невежества. С твоей помощью я объединю человечество, и оно будет править звездами. Так много предстояло понять, но Корву знал, что все сказанное правда. Не только слова императора казались преисполнены смыслом, но также сама описанная им концепция затронула куда более глубокие чувства внутри его. То, что он примарх, созданный, чтобы сражаться и командовать, объясняло многое, чего Корвус никогда в себе не понимал. На уровне самой своей сущности, закодированной в каждой клеточке тела, Корвус осознал свое истинное предназначение. «Я присягаю тебе в верности», произнес он, преклоняя колено перед императором. Корвус встретил взгляд императора, и его охватила радость, которой он не ощущал, даже после величайшей своей победы. «Я твой сын, твой примарх, и я повинуюсь твоей воле». «Хорошо», сказал император, «армия ждет тебя. Твои воины зовутся гвардией ворона. Они герои, отличившиеся во многих компаниях. Когда будешь готов, ты примешь командование своим легионом». «Разве я уже не готов?» спросил Корвус, воспрянув было духом, но вновь разочарованный словами императора. «Пока нет, сын мой», ответил император, «но вскоре ты присоединишься к братьям и займешь место подли меня во главе гвардии ворона. А пока расскажи мне о Киаваре, каковы твои намерения?» «Принести мир на планету и ее луну, а также исцелить раны прошлого», сказал Корвус, «Победа, прекращение войны, разоружение врага, всего этого можно достичь с помощью оружия и упорства. Мир это уже нечто совершенно иное». Корвус нахмурился, но медленно кивнул. Император сделал еще один глоток, не отрывая взгляда от сына. «Поведай мне еще, расскажи о ранах, какие ты и твои сторонники нанесли этой планете и о мире, который ты хочешь создать с моей помощью». Среди легионеров, находившихся во внутреннем хранилище, витало ощутимое возбуждение. Альфарию многое пришлось повидать за время службы своему легиону. Образы необыкновенных миров, которые он не забудет до самой смерти, и еще более необычных врагов, но обыденность окружающей обстановки только придавала ей загадочности. Это была обитель науки, лаборатория, в которой император начал воплощать в жизнь свое видение галактики. Альфари незаметно обошел круг инкубаторов, пока не остановился возле номера 20. Последние, недооцененные, его примархи родились в этой конструкции из металла и стекла. Она казалась такой же, как все остальные. По ней и не скажешь, что внутри росли близнецы. Возможно, император не намеревался создать и омегона и альфария. То, что они росли вместе, во многом повлияло на их странные узы и, наверное, на более худощавое телосложение по сравнению с остальными братьями примархами. Знали ли примагинеторы альфа-легиона, куда отправили своего агента? Определенно нет, подумал альфарий. Кто мог знать, что это место до сих пор существует? Все внутри пребывало в том же состоянии, как было оставлено десятилетия, даже столетия назад. Альфари вдруг стало интересно, почему это место сохранили, для каких целей. До него доносилось восхищенное бормотание Магоса Орландиаза, получившего доступ к информационному терминалу в центральной колонии. Из кисти техножреца выползли провода и подключились к нескольким разъемам, под мерцающей гололитической руной панелью. По широкому экрану побежали массивы символов. В глазах Магоса отражался зеленый свет. Это, это восхитительно, выдохнул техноадеф. Здесь так много всего, так много. Что ты нашел, спросил Коракс, заглянув Магосу через плечо. Я бы сказал все, генетические файлы на вас и ваших братьев. Больше века я изучал сплайсинг генов и манипуляцию ими, но понимаю здесь лишь малую часть данных. Магос взглянул на Коракса своими странными глазами. На анализ и расшифровку одних только базовых факторов уйдут годы. У нас нет в запасе такого количества времени, сказал Коракс. «Хорос готовится к наступлению «Мне нужно что-то, чтобы восстановить гвардию ворона, а не плодить бесконечные тезисы и теории для твоих марсианских друзей». «Конечно, конечно», – возможно ли это? Но если да, то полнокровный легион станет серьезной угрозой планам воителя. Альфа-легионера подобный вариант приводил в замешательство. Гвардия ворона уже находилась на грани уничтожения. Зачем нужно было позволять им спастись и пытаться ухватиться за эту соломинку? Внезапно Альфарий понял, что в действие пришел куда более изощренный план, нежели просто уничтожение его приемного легиона. Просчитав вероятности, он сделал неизбежный вывод. То, что намеревался сотворить Коракс, хотел совершить и Альфа-легион. Если агент сможет добыть и передать секреты генотеха своему примарху, Альфа-легион обретет главенствующее положение среди тех, кто восстал против императора. Подобный план был не лишен смысла и вполне объяснял причину, по которой Альфа-легион перешел на сторону Хоруса. Воитель нанес первый удар по императору, но в конечном итоге из теней появится Альфа-легион, дабы занять принадлежащее ему по праву место. Возглас Магоса прервал ход его мыслей. Только взгляните! Нахмурившись, Коракс наклонился ближе и проследил за манипуляциями Орландиаза. Тут мы видим производные цепочки, очаги ответвлений из материала примарха, которые император использовал при создании первых Астардос. Слова Магоса услышали все присутствующие. Кустодии и легионеры обернулись к техноадепту, пока тот продолжал говорить скорее самому себе, чем остальным. «Это же настоящий шедевр инженерии», восхищался Орландиаз. «Столь изящная красота закодирована в этом строении и наполнена бесконечными возможностями». «Говори яснее», поторопил Коракс, «что ты обнаружил?» «Доказательство истинного величия императора, свидетельство того, что он амнисия», во все услышание объявил Магос. «Новая жизнь из старой жизни, изъятые, очищенные и улучшенные миллионы лет эволюции, это ключ». «Ключ к чему?» «Перестань говорить загадками, Магос», нетерпеливо отозвался Агапита. «Что тут такого важного?» «Нужно отыскать стазисную камеру», заявил Орландиаз, отвернувшись от экрана. Увидев собравшихся вокруг него людей, он вздрогнул, словно совершенно позабыл о них. Техноадепт оглянулся, прежде чем обратиться к Кораксу. «Множество лет уйдет, чтобы найти то, что могло бы сразу вам помочь, лорд Коракс. Тем не менее, где-то здесь в хранилище есть стазисный контейнер, в котором содержится нужный нам секрет». Слова Магоса пробудили очередную вспышку воспоминаний в голове Коракса. Он увидел пылающий серебристым светом цилиндр, заключенный в сетку из золотой проволоки. В мыслях, словно из ниоткуда, возникла нужная последовательность, и Примарх тут же ввел код на голографии. С каждой набранной руной на центральном пульте один за другим вспыхивали десятки огоньков. Когда Коракс нажал последнюю руну, огоньки загорелись все разом. На экране возникли новые сообщения о деактивации режима безопасности и открытии доступа к содержимому пульта. С шипением улетучивающихся газов на центральной колонне проступили линии, которые затем преобразовались в створки, открывшиеся наружу и скользнувшие в ниши. Изнутри палился серебряный свет, как и помнил Коракс. Оттуда выехала замысловатая проволочная колыбель. Внутри сетки находился узкий цилиндр полуметровой высоты. Суспензорные устройства удерживали его над сеткой, поэтому казалось, словно он парил на свету. Внутри его подрагивала и сине-зеленая жидкость, освобожденная из объятий стазисного поля. «Вот настоящий секрет хранилища», промолвил Коракс. Вокруг него собрались гвардейцы ворона, адепты механикум и кустодист. Никто не мог оторвать взгляда от разворачивающегося действия. «Вот дар императора!» «Что это?» прошептал Агапита. «Источник нашего существования, командор, живой генетический материал, из которого создали примархов». Коракс не обладал опытом мага-сагенетера, но по своим навыкам и воспоминаниям императора он знал достаточно, чтобы понять всю важность открытия. Много лет назад император объяснил ему, как он использовал генетический материал примархов для создания первых Астартес. Гвардейцы ворона были генетическими сыновьями Коракса, так же, как все остальные легионы Астартес являлись потомками своих примархов. Каждый из двадцати был лично создан императором. Каждый имел свои сильные и слабые стороны. Сейчас гвардия ворона заполучила тот слепок, из которого произошли все двадцать примархов. Он был чистым, за неимением лучшего слова, неизмененный последними экспериментами императора. Идеальный образец, из которого можно было извлечь генетическое семя для будущих гвардейцев ворона, или же для создания совершенно нового поколения примархов. Вы ведь не хотите увезти этот образец с терры? Вдруг спросил Аркад. Я не магас, но даже мне понятно, что секрет генетического кода примархов ни в коем случае нельзя выносить из хранилища. Что если он окажется в руках Хоруса? Сам император направил меня сюда, ответил примарх. Я не нуждаюсь ни в твоем предупреждении, ни в соизволении. Император желает, чтобы я вернулся на освобождение и с помощью этой технологии восстановил свой легион. Это так, лорд? спросил Агапита. В образце содержатся ключи к будущему гвардии ворона? Да, с улыбкой ответил Коракс. Чистый источник генетического семени, даже больше. Если мы с магасом разгадаем его секреты, то сможем соединить его потенциал с генетическим кодом гвардии ворона. Человеку, будущему легионеру, приходится ждать юности, прежде чем начать имплантацию. Представьте себе поколение гвардии ворона, в котором объединены ускоренное возрастание примарха и способности легионера Астартес. То, на что в обычных условиях ушли бы поколения, теперь можно совершить за пару месяцев. Что насчет обучения, отозвал Саркад. Как объяснить им природу просвещения? Легионер ведь не просто улучшенное тело. Его разум закален так же, как плоть. Процесс нельзя торопить, их обучение столь же важно, как и физические изменения. Я не говорил, что все произойдет мгновенно, ответил Коракс, раздраженный пессимизмом к устоде. Ты все еще не можешь понять всех дарованных нам возможностей. Сейчас для имплантации генетического семени подходит только незначительный процент кандидатов. С помощью материала примарха это уже не будет проблемой. Мы сможем взять любого ребенка в самом раннем возрасте и ускорить его развитие, как в моем случае. Любого ребенка. Общий набор вырастет с нескольких десятков тысяч до миллионов. Но каждый примарх был собственноручно создан императором, возразил Агапита. Труд многих лет величайшего разума человечества. У нас нет подобных ресурсов, как и времени. Вот поэтому мы не создаем новое поколение примархов, отрезал Коракс, раздраженный сомнением своего командора. Но тут же успокоился, вспомнив, что Агапита и остальные, возможно за исключением Орландиазы, не могли осознать всех технических деталей. Техноадепт поможет мне выделить необходимые цепочки ДНК, и затем используя полученную информацию, мы улучшим генетическое семя гвардии Ворона. Мы получим воинов куда более сильных, чем обычный легионер, но в то же время воспроизведенных в невиданных доселе масштабах. И я опять повторю, что такое оружие не должно покидать Теру, продолжил настаивать Аркад. Если бы императору требовались подобные воины, он создал бы их сам. Но он создал генетическое семя легионов таким, какое оно есть. И не просто так. Или вы считаете, что сможете достичь того, чего не сумел император? Коракс обдумал слова Кустодия. Не переходит ли он некие границы, мечтая о восстановлении гвардии Ворона? Возможно ли сделать то, о чем он рассуждает? Примарх глубоко вздохнул, обдумывая ответ. Не спорю, император создал генетическое семя с его ограничениями по веской причине. Но галактика изменилась, произнес примарх. Глупо считать, что император предоставил мне доступ к этой лаборатории, не зная моих намерений. Он разрешил нам войти, чтобы мы использовали ее содержимое. Император пожелал, чтобы мы раскрыли секреты его технологии и применили их для борьбы с Хорусом. Аркад не нашел, что ответить, поэтому он отвернулся, не проронив ни слова. Теперь Агапита остался один, и он заговорил, не пытаясь скрыть тревогу в голосе. Не знаю, что правильно, а что нет, лорд, начал командор. Но мы не можем позволить разлететься вестям о существовании генотеха. И что ты предлагаешь, спросил примар. Единственный человек в этой экспедиции, не принадлежащий гвардии Ворона или Кустодис, это Орландиас, а Сигелит поручился за него. Если мы вернемся с технологией на освобождение, это не останется незамеченным за пределами легиона, сказал Агапита. Чем меньше людей будет знать о ее существовании, следует выучить здесь урок императора. Нам потребуется оборудование и техники для раскрытия генетических секретов. Если подобное место будет хорошо охраняться, оно привлечет в себе ненужное внимание. На Ликее еще остались сторонники гильдии, и, несмотря на все наши усилия, они могут узнать, что происходит в шпиле воронов. Нам ни в коем случае нельзя возбудить их любопытство. Твоя правда, командор, согласился Коракс. Я был так сосредоточен на извлечении генетического архива, что не подумал, где нам его позже разместить. Твой план не лишен достоинств, и я обязательно рассмотрю его. Так вы считаете возможным создание совершенно нового вида легионеров? Спросил Агапита с ноткой благоговения. Таких же сильных, как мы, и за короткое время. Я не только считаю такое возможным, но ручаюсь за это, сказал Коракс. Хорус намеревается нанести удар, и нам следует его отразить. Не будь у нас средств подготовить легион к грядущей войне, нам не следовало бы рисковать своими силами в подобной атаке. Император верит в меня, и я не подведу его. Гвардия Ворона сыграет свою роль в низвержении Хоруса. Не сомневаюсь, лорд, произнес Агапита. Что с кустодиями? Считаете, они будут мешать нам? Аркад сгущает краски, ответил Коракс. Он должен выполнять свой долг так, как считает нужным. Но думаю, он понимает, чего мы достигнем в конечном итоге. Полагаю, я сумел убедить его, что мы не представляем угрозы для императора. Покинуть хранилище было далеко не так опасно, как попасть на него. Изъяв содержимое внутреннего зала, включая драгоценную стазисную капсулу с материалом примарха. Гвардейцы Ворона погрузили все это на транспортировщики припасов и тяжелые сервиторы для перевозки на поверхность. Они работали посменно, сопровождая вереницы контейнеров и ящиков по спящему лабиринту, к ожидающим на льду возле входа шаттлам. Информационные кристаллы и блоки памяти тщательно упаковывали в защитные коробки. Более крупные части оборудования, назначения которых знали только Магос и Коракс, перевозились на гусеничных тележках, где раньше покоились боеприпасы и продовольствия для экспедиции. Внизу остались только инкубаторы и несколько силовых генераторов. На то, чтобы доставить все на поверхность, у них ушла большая часть дня. За это время они послали сигнал ожидающему на орбите кораблю гвардии Ворона. Десантные суда с Мстителя прибыли. Едва последние подразделения вышли из хранилища вместе с самыми ценными сокровищами, за транспортировкой которых следили лично примар Орландиас и Аркад. Альфари вместе с остальным отделением сержанта Дора опять переносили ящики на десантные корабли, пока командиры обсуждали, что делать дальше. Альфа-легионер старался подслушать их разговор, хотя по его обрывкам не узнал ничего, о чем не догадывался бы сам. Поосторожнее с этим, предупредил Агапита, когда Альфари взялся за ручки заиндивевшего контейнера с одной стороны, а Велпс с другой. Мигающий монитор энергоэффективности на боку контейнера указывал, что температура внутри была ниже нуля. Если повредить эстазисный генератор, то все наши усилия пойдут на смарку. Слушаюсь, командор, ответил Велпс. Они понесли груз к рампе ближайшей грозовой птицы, осторожно огибая снежные на нос. Альфари молча поражался содержимому контейнера, материал из которого были созданы примархи, а позже выведены воины Астартес, материал, превративший его в альфа-легионера. В голове закружились странные мысли, пока он заносил контейнер в корабль. Сколько император трудился над содержимым хранилища? Десятилетия, века, а может целые тысячелетия? Император выжидал многие поколения, и когда заявил о себе, то стоял во главе Астартес своих избранных воинов. Во время Великого Крестового Похода воины Альфа-легиона сражались вместе с другими легионами, неоднократно наблюдая, как те воссоединяются со своими генетическими отцами, в то время как сами они продолжали воевать без своего примарха. Альфарий помнил, как нашли его тезку, последнего из примархов. Событие было столь же радостным для Альфа-легиона, как аналогичное для лунных волков, железных рук или гвардии ворона. Каждая из них праздновали все легионы, но воссоединение с Альфарием оказалось не таким торжественным, и остальные примархи со своими легионами уделяли ему мало внимания. Природа близнецов примархов считалась тайной, о которой не следовало распространяться, и это сделало торжества весьма скромными. Альфария до глубины души оскорбило то, что про его легион забыли все, кто уже нашел своих примархов. Их появление сочли запоздалым, мелкий пробел, который наконец-то заполнен. Они не понимали, чем это событие было на самом деле. Кульминации Великого Крестового Похода, моментом вступления последнего примарха в армию императора. Обретение Альфария стало вершиной планов императора, а не простым прибытием запоздавшего. С помощью Велпса Альфарий поставил стазисный контейнер в отсек под палубой. Они закрепили его ремнями и закрыли отсек палубной решеткой так, чтобы груз безопасности добрался до орбиты. И чувствуешь ведь благодарность, да? спросил Велпс, указав на контейнер. Кому? не понял Альфарий. К императору, пояснил Велпс. Я просто не могу понять, почему Хорус с остальными предали его. Император создал нас. В смысле, он буквально сделал нас теми, кто мы есть. Он дал нам оружие, доспехи и галактику, которую надо покорить, после чего отпустил нас. Он сделал нас будущим галактики, и за это следует быть благодарным где-то там, в глубине души. Мы почти добились цели, почти закончили. Этот ублюдок Хорус, император дал ему все, а тот отвернулся от него. Такому нет прощения. Альфарий не спорил, хотя слова Велпса жалили его. Он ничего не мог сказать в защиту сделанного Альфа-Легионом выбора. Он и сам не до конца понимал, зачем близнецы Примархи присоединились к Хорусу, но верил, что те знают, как будет лучше для Легиона. Уверен, в конце концов каждому воздастся по заслугам, сказал он, дружески хлопнув Велпса по плечу. Альфарий спускался по Апарели с тревожными мыслями. Экспедиция грузилась в шаттлы и десантные корабли. Сержант Дор с остальными ждали их недалеко от Агапита и Корракса. Едва Альфарий с Велпсом присоединились к своим, как к Примарху подошел Аркад. Я говорил с Малкадором, заявил воин, и он согласен со мной. Я и мои кустодис отправятся вместе с вами, чтобы проследить за безопасной доставкой груза. Ваше присутствие только вызовет подозрения. Кроме того, нам не нужна ваша помощь. Мой командор прав, пусть и ответил грубо, согласился Корракс. Группа кустодис привлечет ненужное внимание, учитывая секретность груза. Или мы отправимся с вами, или не отправится никто, сказал Аркад. У нас нет выбора. Корракс вздохнул и кивнул. Что ж, кустодис, твоя взяла, произнес Примарх. Полетите с нами, но имей в виду, на Мстителей не очень много места. Вам придется разместиться с моими воинами. Не проблема, сказал Аркад. Вот и хорошо, удовлетворенно заметил Агапита. Гвардия ворона с радостью окажет вам тоже гостеприимство, какое легио кустодис проявили по отношению к нам. Они разошлись, оставив Альфария со своим отделением. Легионер бросил нервный взгляд на воинов в золотых доспехах, сопровождающих Примарха. После изъятия содержимого хранилища, где ворона станет еще более бдительной, чем обычно. Хлопок по наплечнику отвлек Альфария от размышлений. Сержант Дор указал на ближайший десантный корабль. Поднимайся на борт, позвал Дор. Мы возвращаемся на освобождение. Часть вторая. Восстановление. Глава десятая. Возвращение на освобождение. Раскрытие генотеха. Цезарь. Над просторами освобождения господствовала игла километровой высоты, которая возвышалась из центральной части мастерских. Когда-то это была печально известная черная башня, цитадель стражников Киавара. Теперь же она звалась Шпилем Вороном. Десятки прожекторов на помостах пронзали бездонную пустоту, освещая транспортные пути и простирающиеся во все стороны шахтные копры. Оборонительные турели усеивали поверхность башни. Ими управляли поблескивающие линзы-сенсоры в бронированных гнездах, сгруппированных подобно глазам мухи. Грозовая птица Коракса летела над гигантской древней тюрьмой, направляясь к одной из восьми посадочных площадок, которые прилепились к шпилю воронов, будто серые грибы к черному сталагмиту, окруженные блеклым сиянием энергетических полей. При беглом взгляде на скопление тюремных крыльев и караульные помещения стороннему наблюдателю могло показаться, будто лунные сооружения находятся в плачевном состоянии. Аракритовые опоры поддерживали здания, а металлические плиты покрывали их, словно заплатки одеяла. Некоторые участки оставались выжженными руинами, открытыми вакууму космоса. В свете звезд мерцали силовые купола, защищавшие многоэтажные тюремные корпуса, резервуары с топливом и рудные транспортные узлы. Но это было обманчивое впечатление. Все повреждения, нанесенные освобождению в ходе восстания и последующие контратаки гильдий, полностью устранили. Воздух не вытекал ни из единой трещинки. Ни одна из сгерметизирована. По приказу Коракса шрамы были оставлены как напоминание о людях, погибших во имя освобождения луны колонии от власти жестоких тиранов. Впрочем, не все шрамы, лишь те, которые не угрожали безопасности или обороноспособности. Глядя в иллюминатор грозовой птицы, Коракс мог вспомнить каждый пролом или разваленное строение, словно те были ранами на его собственном теле. Вот десантный корабль пролетел над восьмым крылом, где по-настоящему началось восстание. На некогда величественных двенадцатых вратах, соединяющих восьмое крыло со шпилем воронов, остались следы от взрывов. Повстанцы заминировали врата, чтобы остановить стражников, хлынувших из центрального шпиля. Сейчас похожие на шрамы трещины были заделаны полосами темный пласт пены. На Фрем-Солд тринадцатилетняя девочка ценой своей жизни взорвала последний заряд и обрушила свод врат на прибывшие подкрепления. Седьмое крыло лежало в руинах. Выжженные камеры пустыми глазницами окон взирали во мрак. Здесь сгинуло четыре тысячи заключенных. Их поглотило пламя, когда стража взорвали главный газопровод. Коракс не сумел это предвидеть и сейчас с грустью взирал на почерневшие камеры тюремного крыла. На то, чтобы извлечь из пепла останки ушло больше года. Там в основном обитали дети и старики. Седьмое крыло было административным комплексом слабого режима. Коракс взломал систему защиты, чтобы найти виновника. И спустя четыре дня выследил капрала Теода Норука. Месть примарха была долгой, и хотя этим не стоило гордиться, тогда она немного утешила его. Лишь одно здание, соединенное с главным сооружением серебристым туннелем, могло соперничать со шпилем ворона. Оно было похоже на замок с высокой крышей и башнями по углам, сверкавшими в лучах заходящие звезды. Замок, созданный из серебра и обсидиана, настоящее чудо имперского инженерного гения. Когда-то оно называлось первичным административным ядром, но обитатели Луны именовали его твердыней податей. Позже Кораксу придется поговорить с теми, кто работает внутри, но сейчас его ждали более важные дела. Грозовая птица миновала энергетический полок высокого дока, и на миг взгляд Коракса заполнила желтая статика. Он отвернулся от окна, когда двигатели корабля взревели перед заходом на посадку. Вы уже знаете, что скажете им, спросил Бранд, сидевший напротив примарха. Думаю, новости вызовут сильные волнения. Еще нет, ответил Коракс, не полностью. Им придется столкнуться с реальностью, это неизбежно. Главное, ничего не усложнять, заметил командор рекрутер. Коракс мысленно согласился, но промолчал. Десантный корабль приземлился, заскрежетав шасси по ферракриту. Вынужденное действие, пробормотал Коракс, когда машина наконец замерла. Люк позади примарха с шипением открылся. Я бы поступил так и без настояния Малкадора. Они вышли из Грозовой Птицы и быстро направились в Карнивалис, зал в основании шпиля воронов, где проходили крупные собрания легиона. Иногда его использовали для пиршес, но в основном он служил реликварием. На стенах висели всевозможные трофеи, оружие, черепа, доспехи, знамена и даже куски стен и бронированных дверей без видимого порядка. По этому поводу итератор Сермис Икониалис как-то заметил, что зал похож скорее на гнездо Сороки, чем Ворона. Сейчас тут вместе со 156 другими мужчинами и женщинами ждал здесь Коракса, вызванный Примархом, когда Мститель вышел на орбиту. Вместе с Икониалисом и его приятелем итератором Локом Настурбрайтом прибыли вселетописты освобождения. Едва примарх вошел в огромный зал, живописцы, поэты, пиктографы, скульпторы и журналисты посмотрели на Коракса со смесью опаски, на остороженности и ожидания. Толпа казалась крошечной в таком необъятном помещении. Люди сгрудились возле помоста с кафедрой в дальнем конце, поэтому Кораксу пришлось пройти весь карнивалис, с легкостью перешагивая по 4 ступени за раз. Примарх зашел на помост и повернулся к собравшимся летописцам. «Вам нужно вернуться в свои покои, собрать вещи и приготовиться покинуть освобождение», произнес он. Объявление было встречено разочарованными выкриками, мольбами и недовольным гулом голосов. «Тихо, я не закончил». Толпа угомонилась, стоило Кораксу поднять руку. «Забирайте все, вы не вернетесь. Материалы, которые вы собирали для летописей, необходимо передать командору Брану. Вас и ваш багаж тщательно проверят, поэтому не пытайтесь пронести даже пару заметок или карикатурных набросков. Все нужно передать Брану». Это вызвало новый взрыв недовольства, которого Коракс ожидал. Он поймал на себе взгляд Икониалиса, который кивнул и повернулся к раздосадованным и озлобленным летописцам. Итератор поднял руку, уняв гамм. «Умолкните перед благородным примархом», произнес Икониалис. Треткий голос с легкостью угомонил затянувшиеся бормотания и перешептывания. «Уверен, для этого есть веские причины. Не будем забывать, что мы находились здесь лишь благодаря милости лорда Коракса». «Благодарю, Итератор», сказал Коракс, после чего скрестил руки на груди, обдумывая, что произнести дальше. Когда он последний раз говорил с Малкодором перед тем, как Мститель покинул орбиту Теры, Реген зачитал Эдикта Роспуски, который объявил о расформировании Ордена Летописцев и отправке всех Творцов на Теру для подведения итогов. Сигелит ясно дал понять Кораксу, чтобы тот не вдавался в подробности событий, которые недавно произошли в Империуме. Также он признал, что некоторые объяснения все же необходимы и даже дал примарху перечень предпочтительных фраз для описания случившегося. Но Коракс не прислушался к советам Малкодора, решив рассказать все по-своему. «Хорос восстал против Императора», сказал он. Хранить ситуацию в тайне не имело смысла. По мнению Коракса, лучше было изложить летописцам сухие факты, чем позволить им собирать и переумножать сплетни. Он ожидал новую бурю удивлений и возражений, но люди встретили его слова потрясенным молчанием. Возможно, вы уже слышали, что Брану пришлось покинуть шпиль ворона, а также то, что против воителя на Испан отправили несколько легионов Астартес. Бой окончился неудачно. Император собирает свежие силы, и гвардия ворона присоединится к ним. «Мы не можем вас здесь защитить, поэтому вам придется покинуть освобождение и вернуться на Теру». «Я прибыл со Сири», воскликнул бородатый мужчина в широкополом халате со следами краски. «В отличие от воинов и слуг легиона, Коракс даже не пытался запомнить имена большинства летописцев, считая их в лучшем случае источником беспокойства, а в худшем раздражение и беспорядка. И я не хочу на Теру». Следом послышалось еще несколько схожих протестов. «Это решать не вам», сказал Коракс. «Мы не собираемся развозить вас туда, куда вам заблагорассудится. Вы все отправитесь на Теру для сдачи отчетов чиновникам регента Малкадора, без исключений. «Зачем вам наши работы?» спросила молодая женщина с пиктографом на шее. «Мы годами собирали материалы». «Разведданные», просто ответил Коракс. «Многие из вас общались с летописцами из других легионов, в частности лунных волков. Мы проверим собранный вами материал, чтобы взглянуть на восстание Хоруса изнутри». При этом он умолчал, что летописцы сохранили не только достижения и хронологию побед гвардии Ворона, но также информацию об обороне освобождения. Коракс не мог допустить, чтобы корабль летописцов с подобными данными на борту захватили предатели. «Насколько все плохо?» спросил Икониалис. Его голос потерял свой обычный тембр, став приглушенным от волнения. «В смысле? У меня просто нет слов. Едва могу поверить в случившееся». «Не буду тебя лгать, Итератор. Близится война, подобной которой мы еще не видели. Война, что разорвет галактику на части. Война между легионами Астартес». Узник, ошеломленный своим заключением, терпеливо ждал, одетый в неброскую серую одежду. Он сидел на простеньком стуле, который был слишком мал для него. Его держали в пустующем складе неподалеку от первого терминала у вершины шпиля ворона. После революции Коракс приказал навечно опечатать старые карцеры. И ради единственного легионера было бессмысленно открывать заброшенное крыло. В мире, где когда-то обитало около десяти миллионов заключенных, массивный воин выглядел нелепо в окружении металлических полок и шкафов. В углу кто-то забыл тряпку и ведро. Агапита и Салара стояли по обе стороны от закрытой двери. Командоры смотрели прямо перед собой, не бросая на узника ни единого взгляда. У Агапита это получалось исключительно благодаря огромному самообладанию. И он знал, что Салара испытывает схожие трудности. То, что заключенный был еще жив, свидетельствовало о дисциплинированности легионеров, которые вернулись с Иствона. Его заключили под стражу и обращались с достоинством. Какого не видели сами воины, когда они были узниками на Ликее. Коракс объяснил им, что в том, чтобы заставлять других страдать так же, как они когда-то, нет чести. Стоявший снаружи легионер объявил о прибытии примарха. Кораксу пришлось сначала разбираться с летописцами, но этот вопрос стал между примархом и его командорами сразу по прибытии на освобождение. Агапита открыл дверь, не зная, что задумал его повелитель, и Коракс тут же шагнул внутрь, заполнив комнату собой. Дверь с глухим лязгом закрылась, и Агапита наконец позволил себе бросить взгляд на пленника и едва подавил отвращение. Узника звали Иарта Кхура. Он присоединился к гвардии Ворона после того, как в исполнении Никейского Эдикта упразднили Библиария. Как и подобные ему во всех легионах, Кхура едва ли пользовался популярностью. Его считали воплощением постороннего вмешательства, что очень раздражало независимую гвардию Ворона. Несмотря на это, Агапита никогда не имел ничего против самого воина, и сражался бок о бок с ним в нескольких воинах. Капеллан несущих слова посмотрел на вошедшего Коракса. На его лице появилось облегчение. «Лорд Коракс», сказал он, поднявшись и склонив голову, «Я рад, что вы прибыли уладить недоразумение». «Молчать!» отрезал примарх, заставив Капеллана вздрогнуть. «Сядь и молчи! Пока я был терпелив к вашим людям, но...» «Молчать!» Рев Коракса заполнил комнату. В ушах Агапита зазвенела. Кхура повалился на стул, едва не сломав его, ошеломленный яростью примарха. «Ты предатель!» сказал Коракс. Его голос упал до зловещего шепота, более пугающего, нежели крик. «Ты враг императора!» Кхура открыл баларот, но тут же закрыл его, заметив, что примарх нахмурился. «Твой примарх трусливый коварный червь», продолжал Коракс, наклонившись так, чтобы его лицо оказалось вровень с Капелланом. «Твой легион презренные отбросы, чьи лживые хвалы императору ныне еще более пусты, чем прежде. Остальные ваши Капелланы мертвы, либо бежали». Борясь с желанием отвергнуть обвинение, Хура сжался на стуле, беззвучно шевеля губами. «Почему ты не отправился на Иства?» потребовал ответа Коракс. «Я там был не нужен», сказал Капеллан. «Мне следовало остаться здесь и продолжать обучение рекрутов легиона. Вы сами согласились с этим предложением, лорд?» «Складно поешь. Как удачно, что тебя там не было, когда твой легион открыл огонь по моим воинам». «Что они сделали?» Хура побледнел и непонимающе закачал головой. «Нет, это невозможно». «75 тысяч трупов гвардейцев ворона свидетельствуют об обратном», прорычал Коракс. «Как долго вы планировали предательство и арта?» «С тех пор, как император раньше». «Я капеллан, посвятивший свою жизнь распространению имперской истины», заявил Кхура. «Меня отправили на освобождение согласно эдикту Малкадора, дабы проследить за исполнением воли императора». «Снова ложь! Ларгар послал тебя шпионить за нами, убедить моих воинов перейти на сторону Хоруса». «Это неправда! Чем вы докажете, что я неверный слуга императора? Я был с вашим легионом самой Никеей. Как я могу быть в ответе за действия своего примарха? Ты несущий слово! Ты говоришь устами Ларгара! Это ваша темная креда! Ты прикидываешься носителем просвещения, хотя на самом деле ты апостол измены! Вы не имеете права обви...» Коракс схватил Кхуру за горло и подняв капеллана в воздух приложил головой о потолок. Ларгара Агапита ступил вперед, но Солара взял его за локоть, слегка качнув головой. Лицо Кхуры стало красней, когда примарх начал сжимать хватку. «Это мой мир! Мой легион!» прохрипел Коракс. «Ты оскверняешь его своим присутствием!» Раздался громкий треск, и жизнь исчезла из глаз Кхуры. Невнятно рыча, Коракс отпустил труп обратно на стул. Примарх резко обернулся к двери и замер, как будто впервые заметив Агапита и Солара. Его лицо было смертельно белым, глаза походили на черные провалы. Агапита взглянул в искаженное лицо примарха, и внутри его все сжалось. «Кеньте эту мразь в печь!» приказал Коракс. Он закрыл глаза и с трудом взял себя в руки. К его лицу прилила кровь. «Еще раз обыщите я хочу, чтобы это нашли. Проверьте логи связи, узнайте, имел ли он сношение с Ларгаром или другими несущими словом в течение последнего года». «Разве нам не следовало это сделать до казни?» спросил Солара. Агапита судорожно выдохнул, услышав в голосе другого командора раздражение. «Зачем?» произнес Коракс. «Чтобы найти доказательства его вины, как он требовал», сказал Солара. Командор сложив перед собой руки. «Мы не можем рисковать, держа у себя предателя. Кроме того, я чувствую в нем скверну». «Теперь, когда знаю, что это такое», объяснил Коракс. Он посмотрел на Агапита. «Ты видел, что стало с несущими словом наиствани?» «Я видел то, чего никогда не хотел бы увидеть», ответил Агапита. «Несущие слова были лишь одними из многих». «Если ты это не видел, то я должен открыть тебе глаза», сказал Примар. «Слишком долго мы хранили это втайне». Такова была воля императора, но это уже не важно, он недооценил угрозу. «О чем вы, лорд?» спросил Солара. «Какая еще угроза?» Коракс удивленно моргнул и провел рукой по лицу. Едва он убрал руку, как во взгляде вместо невыразимого мучения появилось уже более осмысленное выражение. «Ничего, я не...» «Мое суждение затуманено», сказал Коракс. Он открыл дверь и, переступив порог, обернулся. «Пришлите ко мне Брана, нам следует подготовить рекрутов». Когда Примарх ушел, Солара удивленно взглянул на Агапита. «О чем это он?» спросил командор. «Должно быть способность Примарха», ответил Агапита. «Я не чувствую ничего, кроме запаха пота мертвеца. Пойди отыщи Брана, а я разберусь с телом». После того, как Солара ушел, Агапита какое-то время смотрел на труп, размышляя над словами Примарха. Солара действительно был слеп. Он не видел Скверны, но Агапита знал, что Коракс имел в виду. У Скверны было имя, имя, которое он впервые услышал наиствами. Хаос. В центре изуродованного города мерцало синее радиоактивное пламя, своим жаром обращая алое небо в пурпур. Руины простирались на десятки километров. Их силуэты, подобно сломанным зубам, выступали на фоне зарева. Они горели уже почти целый век. Предупреждение Киавару никогда не возвращаться к своему презренному прошлому. Место самого представляло собой оплавленный кратер, в одно мгновение произведенный зарядами, которые по гравитационному колодцу сбросили повстанцы. Обрубок орбитального лифта походил на покореженный нарост затвердевшего шлака, который указывал на ликей, будто обвиняющий перст. Здания, расположенные дальше, уцелели, хотя от некоторых остались лишь оплавленные груды обломков. Тут и там спорадически возгорались газовые карманы и прорванные трубопроводы, озаряя мертвый пейзаж ослепительно яркими вспышками прометия и облаками пара, которые превращались в зелено-оранжевый туман, сильными порывами ветра, рассеиваемый в грязном воздухе. Крупных строений больше не осталось, яростный ветер продувал руины с ураганной силой, внося свою лепту в разрушение, причиненные взрывами ядерных бомб. Над пылающими реками из расплавленного ферракрита опасно раскачивались мосты. Их металлический скрежет и стоны походили на жуткий крик посреди запустения. В разреженный воздух тянулись лестничные пролеты, все, что осталось от гигантских стратоскребов. Охладительные котлы литейных цехов превратились в радиационные озера. Поваленные акведуки лежали в реках, которые ущельем, бывшим когда-то улицами Найрхаба. По ним ползла колонна бронетехники, гусеницами взбивая пыль и пепел. Машины были низкими и широкими, каждая на четырех отдельных гусеницах. Вокруг их, клепанных корпусов, завывал ветер, раскачивая антенны. Техника несла символы механикум. Но легионеры, видневшиеся в бронебашне, свидетельствовали о том, что это была всего лишь маскировка. Пять машин двигались медленно. Ведущий транспорт осторожно пробирался по обломкам, размалывая и дробя битый кирпич и ферракрит. Альфарий сидел за турелью ведущего радкраулера, сжимая спаренный тяжелый болтер. Радиационная зона не была совсем безлюдной. Его поразили разговоры о гильдийцах, которые скрывались в пустошах под защитой хрупких рад куполов и силовых укрытий. В свое Альфария присоединиться к великому крестовому походу, поручил механикум избавиться от пережитков старой власти. То, что техножрецы разыскивали выживших гильдийцев спустя рукава, без сомнения пошло Альфарию на пользу. Только одно здание гордо стояло среди руин отгремевшей войны. Окутанное ядовитым туманом, оно возвышалось тремя этажами мощных, как у ангара, стен, отмеченных гербом гвардии Ворона. Бронированные башни по углам батареями лазерных пушек следили за машинами. «Приближаемся к впадине Ворона», доложил Павоксу Агапита. Это был тренировочный центр, который гвардия Ворона использовала для военных учений в ядерной пустоши. Иногда сюда отправляли рекрутов для уничтожения лагерей сепаратистов, которые до сих пор влачили жалкое существование в сердце разрухи. Здесь Коракс решил разместить лабораторию подальше от глаз механикум. Здание находилось в полнейшей изоляции и, учитывая, что вести о предательстве Хоруса достигли Киавара, Альфарис считал его хорошей маскировкой для лаборатории Генотеха. Те немногие, кто мог что-то заметить, не удивились бы возросшей активности. Территория была обнесена стеной высотой в 10 метров. Бронированные ворота скользнули в сторону, а затем, когда внутрь заехал последний транспорт, затворились обратно. Радиационные датчики в доспехах Альфария изменили цвет с зеленого на предупредительный янтарный, когда они выехали на подъездной путь, сообщая о радиационном кармане. Альфа-легионера не беспокоила личная безопасность. Даже без доспехов его измененное тело могло выдержать радиоактивное загрязнение в этом районе. В глубине пустошей все будет иначе. И когда транспорт, вздрогнув, замер в тени впадины Ворона, Альфарий вновь поразился. Как здесь могли выжить диссиденты? Под защитой укреплений станции гвардейцы Ворона выгрузились и построились у своих машин, в то время как Коракс, Агапита и Бран скрылись в здании. Гидравлические рампы в борту каждой машины опустились, и воины начали переносить бесценный груз. Еще когда легионеры поднялись на ударный крейсер, доставивший их на Киавар, Альфарий заметил кое-что интересное. В состав группы входили только те, кто принимал участие в экспедиции к хранилищу. Судя по всему, Коракс доверял тем, кто уже знал о генотехе. Сервов не было, лишь легионеры, наиболее доверенные слуги императора. Единственным исключением были техно-жрец и сервиторы, которые имели жизненно важное значение для проекта. Альфа-легионеру стало интересно, какую историю пришлось сочинить примарху, чтобы объяснить остальным гвардейцам ворона спуск на планету. Секреты неизменно радовали Альфария. Коракс надеялся в тайне восстановить свой легион, но тайны были излюбленным полем боя Альфа-легиона. Гвардия ворона оказалась на чужой для себя территории, и ей придется поплатиться за свою неопытность. Секретность создавала проблемы со связью, что в конечном итоге лишь помешает Кораксу. Примарх оказался в сумрачном мире лжи, и он дорого заплатит за ошибку. Высокий уровень безопасности не особо беспокоил Альфария, ибо он стал одним из немногих доверенных воинов. Гвардия ворона опасалась, что их тайну раскроют, и прикладывала все усилия, чтобы поддерживать маскировку, даже не догадываясь, что враг уже среди них. Падина ворона оказалась куда больше, чем ожидал Альфарий. Строение уходило в землю еще на несколько уровней. Альфа-легионер спускался за остальным отделением по рампе под уровни, направляя перед собой моторизованную тележку. Большая часть здания была отведена под спальни, сейчас пустовавшие, для рекрутов и легионеров, которых отправляли сюда на боевую подготовку. Остальные помещения занимали тренировочные залы и стрельбища. Куда ты идешь? Альфарий замер, услышав голос бранно. Оглянувшись, он увидел командора рекрутов и его брата, стоявших у дверей, которые он только что миновал. За их спинами мерцали огни пультов управления. Простите, командор, непонимающе сказал Альфарий. Твой контейнер помечен для лазарета, продолжил Бранд. Что ты здесь делаешь? У нас нет времени бездельничать. Ты заблудился? Улыбнувшись, спросил Агапита. Беспокойство ждут, чтобы он изменил направление и тут же направился в лазарет. Он понятия не имел, где тот находится. Альфарий принялся рыскать взглядом в поисках знака или отметки, которые указали бы верный путь. Ничего, он с отчаянием перевел взгляд обратно на Агапита и Брана. Можешь проехаться в лифте со мной, раздался голос из коридора. Альфарий быстро обернулся и заметил белые доспехи Винсента Сикса, Апотекария, которого он встретил после внедрения в легион на Истване 5. Тот стоял позади Альфария в небольшом преддверии возле открытого лифта. Неплохая идея, сказал Альфарий, облегченно вздохнув. Он включил мотор тележки и направил ее к ждущему Апотекарию. Едва Альфарий остановил тележку на металлическом полу лифта, Винсент закрыл за ним дверь. Знаю, что ты чувствуешь, сказал Сикс и дернул рычаг, чтобы лифт поднялся на верхние уровни. Самому кажется, будто был тут целых сто лет назад. С трудом вспоминаю, где что расположено. И то правда, согласился Альфарий. Внезапно у него возникла мысль. Не припоминаю тебя в экспедиции на Теру. А я оставался на Мстителе, сказал Сикс. Я теперь главный Апотекарий. Поэтому Примарху не обойтись без моей помощи. Скажу честно, даже то немногое, что я увидел, уже выше моего понимания. Большую часть работы будет делать Нексен, техноадепт. Мне отведена роль посредника. Почетная обязанность, заметил Альфарий, и большая ответственность, к которой я нисколько не готов, безрадостно сказал Сикс. В зоне высадки братья Апотекарии понесли тяжелые потери. Похоже, мы были для предателей одной из основных целей. Оттуда выбрались лишь семеро наших. И хотя я провел в Апотекарионе всего 15 лет, оказалось, что я прослужил там дольше всех. А теперь они хотят, чтобы я запустил весь проект. Не сомневаюсь, Коракс верит в тебя. Лифт со скрежетом остановился, и Альфарий открыл дверь. Мы все зависим от справа. Спасибо, уже вспомнил, произнес Альфарий. Благодарю за помощь. Дай знать, если смогу чем-то помочь. Не сомневайся, я найду вам всем работу, ответил Сикс. Если сказанного Нексеном, хотя бы половина окажется правдой, вам будет чем заняться. Восстановление легиона дело сложное. Не настолько сложное, как его уничтожение, подумал Альфарий, провожая взглядом Апотекария. Аккуратно сжимая электросварочный аппарат кончиками пальцев, Страдон Бинальд другой рукой придерживал газоотводную перегородку. На кожу, уже испятнанную десятками ожогов, сыпались искры. Но работа была настолько деликатной, что он не мог воспользоваться защитными перчатками. Незамеченная боль тут же проходила. Закончив работу, он отложил инструмент в сторону и откинулся на спинку стула. Из других мастерских доносился грохот пневматики и треск установок для микросварки. В воздухе витал густой запах керамитового адгезива. Примитивные фильтрационные системы нижних уровней шпиля воронов не могли справиться с огромным объемом пара от работы оружейников. Армориум шпиля воронов был оснащен куда лучше, чем на Мстителей. И после возвращения на освобождение работа продвигалась сравнительно быстро. Достаточно быстро надеялся он. Из того, что Бинальд слышал о прогрессе с новым генотехом, лорд Коракс сможет повести новый легион на войну уже через несколько десятков дней. Технодесантник покрутил форсунку по обеим осям, удовлетворенной плавным ходом сочленений. Взяв тряпку, он стер осадок с клапана патрубка для подвода горючего и опустил перегородку на место. Бинальд прикрыл свою работу защитным чехлом и, поднявшись, заметил в дверях командора Агапита. Ты говорил, что хочешь мне что-то показать? Да, командор, сказал он, идите за мной. Он повел Агапита мимо открытых мастерских, где в свете флоресцентных ламп и сварочных искр трудились другие технодесантники и их помощники. На стенах рядами висели наплечники и усиленные поножи. Более полные находились в залах Армориума, где небольшая армия сервиторов с помощниками подсоединяла к отремонтированным доспехам силовые кабели и системы жизнеобеспечения. Сюда Бинальд указал на массивную противовзрывную дверь слева. Технодесантник ввел на панели код и дверь поднялась в ое гидравликой. За ней находился испытательный полигон. Когда они вошли, включился свет, озарив узкое пространство длиною в сотню метров. выкрашенная в белый цвет и покрытая тонкой сетью красных линий. В дальнем конце перед стеной изрытой выбоенными и исчербенными от выстрелов стояли три комплекта доспехов. Бинальд повернулся к ящику справа и вынул болты. Затем потянулся к коробке, стоявшей на полке под ним. Достал оттуда снаряды и зарядил оружие, прежде чем протянуть его агапита. «Выстрелите в левый доспех», сказал технодесантник. «Цельтесь в наплечник». Агапита поднял болтер и прицелился. С кашляющим звуком оружие выстрелило. Болт-снаряд на миг вспыхнул, пролетел через весь зал и врезался в левый наплечник пустого доспеха. Раздался еще один взрыв. Эхо удара донеслось до двух десантников. По стрельбищу разлетелись осколки керамита. Но когда дым рассеялся, оказалось, что наплечник почти не поврежден. «Это наш стандартный снаряд против доспеха в четвертой модели», произнес Биналь. «Как видите, эффект минимальный». «Да уж, это я вижу», ответил Агапита. «Но в ургальской резне изменники выкосили тысячи астартов», продолжил Биналь. Слова звучали бесстрастно, но он с болью в сердце вспомнил картины гибели его братьев. Он чувствовал бессилие, когда снаряды его болт-пистолета едва царапали доспехи предателей, «Ворона». «Я извлек фрагменты боеприпасов врага из доспехов уцелевших легионеров». «Взяв у Агапита болтер, Биналь сменил магазин и протянул оружие обратно командору». «Также мне удалось достать несколько экспериментальных снарядов, которые наши братья из имперских кулаков вывезли с Марса, прежде чем там началось восстание. У нас нет нужных мощностей, чтобы воссоздать их, но полагаю, я изготовил их аналог». Агапита прицелился и вновь выстрелил. В этот раз другой наплечник доспехов разлетелся вращающимися осколками и каплями расплавленного керамита. «Мещение!» пробормотал командор. Он опустил болтер и взглянул на технодесантника. «Впечатляюще, но также сильно беспокоит. Получается, предатели получили доступ к технологиям Марса еще доиствовано. Корни их предательства уходят глубоко, командор», мрачно кивнув, согласился Бинальд. «Но теперь у нас есть, что им противопоставить. Пожалуйста, выстрелите в доспех посередине». На средней стойке находился доспех, который Бинальд модифицировал с помощью мультипластин и усиленных наплечников. В этот раз после выстрела Агапита наплечник нагрелся и покраснел. Как и в предыдущем случае, выстрел сопровождался разлетающимися во все стороны обломками. Но когда звон стих, гвардейцы ворона внешний слой брони, внутреннее покрытие оставалось невредимым. Агапита молча разглядывал доспехи в дальнем конце зала. Он рассеянно протянул болтер Бинальд не отводя взгляда от поврежденных комплектов. «В чем дело, командор?» спросил технодесантник. «Что-то не так?» «На Истване я убил по меньшей мере сотню космических десантников», тихо произнес Агапита. «Они были такими же Астартес, как и мы. Никогда и помыслить не мог, что совершу подобное». Командор резко покачал головой и отвел взгляд от доспеха. «Эта война просто так не окончится. Нужно свыкнуться с мыслью». В темных небесах Териона грохотал гром. Фиолетовое ночное небо раскалывали молнии, отблескивая в стеклянных стенах Великой консерватории. В десяти тысячах граней отражалась буря, яркая даже на фоне горящего внутри света. Гиппоканты выдыхали пар. Их клочковатая шерсть успела намокнуть, пока кучер гнал зверей через усиливающийся дождь. Дорога впереди постепенно превращалась в поток. Вода стекала по насыпи у границы деревьев, растущих вдоль подъездного пути до самого особняка. Кучер был закутан в дождевик, из-под которого мелькнули только глаза и нос, когда он обернулся к решетке в карете за его спиной. «Почти на месте, префектов!» глухо сказал пилон. «Отлично, пилон!» послышался отрывистый голос Валерия. Слуга поднял от вороты плаща и поправил хлястик на подбородке, не позволявший широкополой шляпе слететь с головы. Его одежда не предназначалась для подобной погоды, но Валерий решительно настоял на том, что им следовало как можно скорее попасть в дом отца. А дворянин Териона никогда в жизни не сел бы в Гаскар. И в итоге не осталось иного варианта, кроме как воспользоваться традиционной каретой. Широкие колеса с шипением проносились по лужам. Пилон притормозил, чтобы пересечь маленький мостик, переброшенный через исходящий паром ручей. Денщик управлял гиппокантами с помощью небольшого пульта на возвышении рядом с местом кучера. Он ловкими пальцами передвигал рычажки, и устройство направляло радиосигнал в камеры давления упряжи зверей, чтобы те либо наполнялись воздухом, либо спускали, направляя гиппокантов влево или вправо, понукая или наоборот замедляя. Ворота впереди уже были открыты, и карета не снижая скорости проехала под аркой из серебра, выкованной в форме двух свисающих змей, герба Териона. «Правь к западному входу», приказал Валерий через громкоговоритель. Пилон направил карету по гравию, когтистые лапы гиппокантов выбрасывали назад камешки, громко барабанившие под нищу. Генщик чуть притормозил и повел зверей шагом, пока дверца кареты не поравнялась с кирпичной дорожкой, ведущей к колонному входу в Великую консерваторию. Несмотря на бурю, многие окна были распахнуты настежь. Вокруг рам Пилон заметил характерное мерцание погодных щитов. Сквозь дождь слышались звуки музыки и разговоров. Пилон притормозил и бросил оттяжки на спины гиппокампов, после чего развернулся в кресле и открыл замок. Дверь распахнулась, зашипев пневматикой. Пилон тут же достал из-под кресла огромный зон и спрыгнул на дорожку в тот самый миг, когда Валерий вышел из кареты. «Похоже, вечеринка в разгаре», заметил Валерий, шагая по мокрой дорожке. Пилон двигался рядом, стараясь не выпустить красно-белый зон, превратившийся в парус на ветру. «День рождения вашей племянницы, Низелы», ответил Пилон. «Ах, она», сказал Валерий, «такая милая девочка». «Уже не девочка, префектор», заметил Пилон. Они дошли до небольшого крыльца, ведущего ко входу. «Ей уже шесть, настоящая женщина». «Сколько это по-тирански?» спросил префектор, поднимаясь по ступеням. «Не понимаю, почему ты используешь старый календарь Пилон?» «Потому что до согласия он исправно служил нам 80 поколений», подумал Пилон, но вместо этого ответил. «Около семнадцати тиранских лет, префектор». «Как быстро летит время», задумчиво сказал Валерий, когда они прошли под стеклянным навесом. Слуги в ливреях взяли у Пилона зонт и без лишних слов сняли с Валерия промокшую верхнюю одежду. Они вели себя с непринужденностью людей, отслуживших в когорте, и пуговицы значки на лацканах только подтверждали это. Они ничего не спросили у новоприбывших и просто отступили в сторону, чтобы дать им пройти. То, что Валерий здесь. Неправомощное ношение красного цвета считалось преступлением на Терионе. Утопая ногами в ворсистых коврах, Пилон пошел первым. По стеклянному своду у них над головами барабанил дождь. У дверей ведущих в консерваторию их ждали лакеи с золотыми подносами, на которых стояли спиральные бокалы с вином. Пилон взял один для своего повелителя, но префектор взмахом руки отказался от напитка и шагнул внутрь. Недолго думая, Пилон осушил бокал и поставил его обратно на поднос под хмурым взглядом слух. Денщика Валерия меньше всего волновало их неодобрение. Будучи обычной домашней прислугой, в неформальной иерархии своего класса они стояли гораздо ниже помощника префектора. Он проследовал за Валерием на почтительном расстоянии, пока префектор пересекал зал консерватории. Праздник был в самом разгаре. Нарядные женщины в украшенных драгоценностями париках кружились в танце с мужчинами в парчевой форме, расшитой золотыми галунами. Вихрь искрящихся цветов и украшений. Висевшие на белом потолке люстры заливали все мягким синим светом, еще больше усиливая нереальность происходящего. В стороне на небольшой сцене квинтет играл на охотничьих рожках и рентарах, задавая медленный музыкальный темп для танцующих пар. Даже те, кто не принимал участие в танцах, двигались в ритм с музыкой, делая грациозные шажки с каждым свистом и треньканьем. Валерий нарушил этот ритм, торопливо шагая к спиральной лестнице, ведущей на галерею, с которой открывался вид на весь зал. Префектор постоянно на кого-нибудь натыкался, либо уклонялся в последний момент. Его передвижение превратилось в череду неуверенных шагов, сопровождающихся извинениями. Пилон догнал своего повелителя и принялся помогать ему, подбирая сброшенные шляпы, упавшие ножны и трости, а также разглаживая примятые сорочки и рукава кителей по следам Валерия. Внезапно путь им преградил человек с бачкообразной грудью, густыми бакенбардами и кустистыми бровями. Поверх синей формы он был перепоясом красно-черным поясом, указывающим на то, что он когда-то служил в когорте, но уже не был кадровым офицером. Мужчина хлопнул Валерия по плечу, едва не сбив удивленного префектора снов. «Марк!» громогласно воскликнул мужчина, в котором Пилон узнал Рауля Табалиана, дальнего родственника правящей династии. Он значительно раздался вширь с тех пор, как Пилон видел его в последний раз, приблизительно пять тиранских лет назад. «Извини, мне нужно срочно поговорить с отцом», сказал Валерий, протолкнувшись мимо Табалиана. Тот недоуменно уставился на своих товарищей. «Прошу прощения, советник Табалиан, моему повелителю срочно нужно обсудить некоторые дела с Цезарем», торопливо извинился Пилон, поравнявшись с мужчиной. «Уверен, префектор вскоре к вам присоединится». Появление Валерия вызвало настоящий переполох, который расходился вокруг него, будто круги на воде. Табалиан с несколькими товарищами последовал за ним к спиральной лестнице, и толпа выросла до десятка человек к тому времени, как префектор начал взбираться по кованым железным ступеням. Пилон пробирался сквозь толпу как можно аккуратнее, а затем что из духу бросился по лестнице, пытаясь поспеть за повелителем. Правящая семья Ториона восседала на низких кушетках, с которых открывался великолепный вид на всю консерваторию, даже более чудесный, чем снизу. Музыканты завершили партию, и полдесятка членов семьи Валерия встали, вежливо аплодируя. «Смотри, отец, это же Марк!» раздался голос женщины, немного старше самого префектора, его сестры Миании. Он вышел на украшенную балюстрадой галерею, зажав шлем подмышкой и коротко поклонился. «Цезарь!» произнес префектора, не отрывая взгляда от бархатистого ковра. «Префектор!» таким же официальным тоном поприветствовал его отец. Цезарь Валентин Валерий стал самым молодым обладателем этого титула, получив его всего в 17 лет, в 60 по тиранскому летоисчислению. Он казался еще более низкорослым и худым, чем его старший сын. Был гладко выбрит, волосы имел светлые, редеющие, собранные в тугой узел на затылке. Его форму увешивали аксельбанты и награды, полученные в когорте Тариона на службе императору и гвардии Ворона. Цезарь протянул руку, три пальца которой, включая большой, были заменены механической аугметикой. Правое ухо также было протезом. Марк принял руку и слегка прикоснулся к ней губами, прежде чем выпрямиться. «Добро пожаловать, Нотарион, сын!» объявил Цезарь и крепко прижал к себе Марка. «Дай и другим обнять его», сказала Юлиана, жена Цезаря. Она отняла Марка у мужа и тоже заключила сына в объятии, звучно поцеловав щеку. «У меня важные новости», поспешно сказал Марк, отстраняясь от материнской ласки. Пилон увидел, что гости внимательно следят за тем, что происходит между членами правящей семьи. Бокалы остановились у самых губ, разговоры постепенно утихли. «Выпей, Марк», сказал Антоний, младший из двух сыновей Цезаря. Он выглядел как более светловолосая копия старшего брата, со шрамом от пули на правой стороне подбородка. «Почему ты такой мрачный?» «Да, сын, присядь и расскажи, что стряслось», сказала Юлиана. Взяв бокал вина со столика, закрепленного прямо на балюстраде. Прошло так много времени. Хорус восстал против императора. Тихие слова префектора разлетелись по залу, и после них наступила абсолютная тишина. Внизу раздался звон металла и разбитого стекла, когда слуга от шока выронил под нос. «Что ты сказал?» не понял Цезарь. «Ты о чем?» «Сыны Хоруса изменники», повторил Марк. Дрожащей рукой он взял бокал из рук матери и осушил его до дна. Дальше он продолжал шепотом. «Воитель хочет свергнуть императора. Многие легионы Астартес встали на сторону Луперкаля. Будет гражданская война». «Здесь какая-то ошибка», прошептала Юлиана. «Возможно часть его легиона, но чтобы сам Хорус». «Что с гвардией ворона?» спросил Цезарь. «Бессмыслица какая-то», произнес Антоний. «Ты уверен?» «Все произошло на Истване», сказал префектор, сжав зубы от одного только воспоминания. «Я видел, что случилось. Я и еще горстка людей, все, что осталось от когорта Териона. Гвардия ворона верна. Лорд Коракс отправил меня сюда. Легион почти уничтожен, и похоже предателям удалось истребить Саламандр и железных рук». Цезарь осел на кушетку, его лицо стало белым, как снег. Рот раскрылся в немом шоке. Пилон услышал стук шагов и заметил, что некоторые гости направляются к выходу. Генщик осторожно потянул своего повелителя за локоть. «Префектор, можно сказать?» «Молчи, Пилон», шикнул Марк, отдернув руку. «Гости уходят», заметил Пилон, указав на консерваторию. «Повелитель, слухи могут навредить». «Твой человек прав», сказал Антоний. Он обернулся к Цезарю. «Отец, если новости разлетятся, то вызовут истерию и панику». Цезарь махнул своему главному советнику, трибуну Пилису, и тот поднялся с кресла в дальнем конце галереи. «Никому не покидать здание», приказал Валерий. «Конфискуйте все переговорные устройства, ждать моего официального заявления. Это касается и слух. Пусть у каждого входа станут ветераны, никто не входит и не выходит, пока я не прикажу другого». Пилис кивнул и отошел. Цезарь уже отправился от шока и поднялся на ноги. Он бросил на Марка исполненный тревоги взгляд и стал ходить вокруг кушетки. «Полагаю, Коракс отправил тебя воссоздать когорту», сказал он. И в ответ получил утвердительный кивок от сына. «Люди не проблема. Мы отказывали добровольцам последние два года. Но после восполнения потерь нам понадобятся корабли». «Натол Прим, там есть флот», вмешался Антоний. «Старые корабли, вернувшиеся с натолскими полками, но они сослужат хорошую службу, если ты отправишь весть местному совету». «Да, еще мы можем получить помощь Мирокузницы, как он там зовется». «Некоторые из механикум вступили в союз с Хорусом», заговорил Марк, прежде чем Цезарь получил ответ на свой вопрос. «Ты говоришь об это Корниксе, отец, лучше сначала убедиться, на чьей они стороне, прежде чем обращаться к ним». Цезарь застыл как вкопанный, ужаснувшись столь жутким новостям. Выражение его лица едва не заставило префектора пожалеть о сказанном. Через пару секунд он пришел в себя и вновь принялся мерить комнату шагами. «Тогда у нас будут проблемы с поставками оружия», сказал Валентин. «Кузница Киавара покроет любой дефицит», заметил префектор. «Хорошо, хорошо. Первую волну набора пилис начнет уже утром. С деталями будем разбираться, когда отдадим необходимые приказы». Цезарь остановился и вцепился в перила. Слуги вели гостей к главному зданию, направляя их словно гиппокантов. Один из музыкантов громко возмущался, и когда его выводили со сцены, он размахивал своей лирой словно полковым знаменем. «Что еще нам нужно решить сейчас?» «Командующий», строго сказала Юлиана, «Вы не покинете Торион, только не теперь». Цезарь разочарованно паник и кивнул. Пару мгновений он беззвучно шевелил губами, решая возникшую проблему, а затем улыбнулся и вновь посмотрел на Марка. «Что ж, не будем загадывать слишком далеко, да, сын?» сказал правитель Ториона, положив руку на плечо префектора. «Тебе известно о происходящем куда больше нашего. Ты сможешь возглавить когорту». «Это большая честь, отец, но я всего лишь префектор», ответил Марк. «Чепуха, я здесь командую, поэтому назначаю тебя вице-цезарем. Полная власть, Антоний займет место префектора». Марк недоверчиво покачал головой, пару раз открывал и закрывал рот, но потом опомнился. Он упал на колено и, взяв руку отца, поцеловал ее. «Я обязуюсь служить», произнес он, слова клятвы когорты. «Императору превыше всех, затарион и просвещением». Пилон подавил улыбку. «Быть слугой префектора это одно, но помощником вице-цезаря совсем другое. Если ему повезет, а Пилон не видел причин, почему не заслужил Толику удачи, он мог стать даже субтрибуном». «Убедись, что покои твоего повелителя готовы», сказала Юлиана Пилону. «Валерий не предупредил о своем прибытии, поэтому я понятия не имею, в каком о несостоянии». Кивнув, Пилон отступил в сторону. «Даже будучи субтрибуном, ему придется заправлять постель». Пилону было приятно думать, что в жизни остались вещи, изменить которые не смогло даже предательство воителя. Глава одиннадцатая «Возрождение начинается», «Несанкционированная передача», «Появились сомнения». Когда Коракс вошел в стерильное помещение новой лаборатории генотеха, писк машин и фоновый гул энергетических кабелей вызвали у него подсознательное чувство уюта. Жужжали центрифуги, сервиторы передвигались от одной рабочей станции к другой с образцами и пробами. Винсент Сикс сидел у пяти экранов, изучая светящиеся таблицы данных и изображения спиралей. У длинного стола, заставленного инфопланшетами и различным оборудованием, Нексин Орландиас пристально всматривался в прозрачную панель, лениво барабаня пальцами по пустой реторке. Сикс немедленно обернулся, когда услышал звук шагов Коракса по выложенному плиткой полу. Орландиас был слишком поглощен работой, чтобы заметить приближение примарка. Спокойствие нарушалось грохотом металлических ног сервиторов и треском телепринтера, когда анализатор выплевывал последние результаты. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что комната застыла на грани между порядком и анархией. Участок Сикса был аккуратным, прибранным и компактным, в то время как рабочее место Магоса расползлось на несколько экранов и столиков, расположенных вокруг его высокого стула. Вы сообщили о серьезных трудностях, сказал Коракс, останавливаясь рядом с Сиксом, чтобы посмотреть на дисплей. В чем дело? Сочетаемость, оторвавшись от работы, ответил Орландиас. Расширенные зрачки Магоса сузились, когда он сосредоточился на Кораксе. Император каким-то образом упростил материал примарка, чтобы создать шаблон легионера Астартес. Но возможных вариантов слишком много, чтобы проверить их все. Согласно моему математическому анализу, нам понадобится пять лет беспрерывных исследований, чтобы сократить их к подходящему количеству для физических экспериментов. Коракс удивленно взглянул на Сикса. Прошло лишь 20 дней, сказал примарк. Рановато признавать поражение, не находите? Генетический код примарха намного сложнее стандартного генетического семени гвардейца Ворона, пояснил апотекарий. Для создания ветви легионера Астартес император удалил лишь пару элементов изначальной информации и еще около десятка из кода Легио Кустодис, которые мы извлекли из Таранского хранилища. Чтобы вычленить нужные нам мутации и способность клеток к самокопированию, а также имплантировать их в наше генетическое семя, нам необходимо воссоздать генокод гвардии Ворона в нужной последовательности. Для этого подходят миллионы последовательностей, даже из одной ветви примарха, а нам предстоит выбирать из 20 уникальных кодов примарха. Возьмем, к примеру, образец 4, произнес Генетар Майорис. Мы смогли распознать по крайней мере 6 уникальных субкомплектов и белковых ветвей, направленных на усиление физической выносливости, которых нет в остальных образцах. В нем не хватает части улучшенных генов. Они, судя по всему, увеличивают цитоархитектоническую структуру, отвечающую за развитие ноцецепторов и проприоцепторной функции. Похоже, этот изъян умышленный. Целый набор клеток генетического кода объекта 6 взят из источника нечеловеческого происхождения, возможно, собачьего. У объекта 20 отсутствует набор усилителей, отвечающих за рост. В общем, нам удалось каталогизировать 783 различия между образцами, то есть общий для всех образцов коренной материал. Квинтэссенция примарха за неимением лучшего термина крайне незначительна в сравнении с тем, что я ожидал обнаружить. Понятно, сказал Коракс. В генетической манипуляции он разбирался достаточно хорошо, чтобы осознать проблему, с которой они столкнулись. Но даже обширных познаний примарха было недостаточно, чтобы отыскать решение. Какое-то время он вглядывался в экран, запоминая разнообразные вращающиеся спирали клеток. Коракс рассматривал таблицы данных, но вместо того, чтобы читать их, просто запоминал. Надеясь, что информация пробудет в нем воспоминания императора. Вспоминалось только чувство грусти. Император старался мотивировать себя, чтобы снова повторить исследования, на которые у него ушли века. Все было разрушено. Чем именно, Коракс не знал. Тут в воспоминаниях императора зияла пустота. Примарк сосредоточился на том, что случилось после периода неведения. В его сердце появилась надежда. Он зря отчаивался. Вместо того, чтобы создать 20 сверхчеловеческих воинов, он мог произвести тысячи, сотни тысяч солдат нового поколения. Каждый из них будет обладать лишь толикой силы примарха. Это так, но благодаря их количеству это будет уже неважно. Коракс задержался на этом мгновении. В его воображении возникли ряды воинов в доспехах, приветственно воздевших кулаки и знамена. Он создаст армию. Нет, не просто армию, легион. С этой мыслью он вновь принялся за работу. Не было нужды создавать легион из одной единственной зиготы. Только на Терре обитали миллиарды людей. Согласно воспоминаниям, император отбросил гигантское количество генетической информации примарха, которую счел излишне в новых планах. Он сосредоточил усилия на улучшении того, что ему удалось открыть в ходе работы над проектом примарха, отсеяв способности и черты, которые можно было вывести лишь с момента рождения, и решив развивать те, что содержались в пригодных для имплантации генетических нитях. Примарх ухватился за эти воспоминания и погрузился в них. Коракс отодвинул Сикса в сторону и подтянул к себе сенсорный экран. Поначалу неуверенно он принялся нажимать сенсоры, пробираясь через массу закодированной информации. Постепенно, когда воспоминания стали мелькать все быстрее и быстрее, движение его пальцев тоже ускорилось. Руки танцевали над экраном. Коракс погрузился в сложные схемы генов, отделяя исключенные императором последовательности и белки, в мельчайших подробностях следуя по стопам своего создателя. Изображения и таблицы стали расплываться, пока Примарх изолировал генетические фрагменты и сегменты повторяющихся клеток, некоторые отбрасывая в сторону, другие же передвигая в отдельный раздел. Пять минут он работал с ошеломительной скоростью, увязывая подсознательные воспоминания с осознанными действиями. В какой-то момент Орландиас встал рядом с ним. Он смотрел на сплошной поток информации, неистово кивая и что-то бормоча себе под нос. Глубоко вздохнув, Коракс остановился и выпрямился. «Виртуозно!» восхищенно прошептал Орландиас. «Возможно, если бы вы уделили нам пару минут, мы смогли бы решить сразу всю проблему», ухмыльнулся Сикс. «Если бы все было так просто», произнес Коракс, сам он ничего не сделал, а лишь воспользовался чужими воспоминаниями. Император не пытался создать то, что требовалось Кораксу, и поэтому у Примарха не было знаний, которыми он мог бы воспользоваться. «У вас осталось для анализа всего 72 генетические ветви». «Постойте, пожалуйста», сказал Орландиас и взял Коракса за руку, когда тот отвернулся. Примарх раздраженно посмотрел на пальцы Магоса, походя заметив, что ногти техножреца словно были сделаны из тусклой бронзы. Осознав свою ошибку, Нексен убрал руку и, прося прощения, склонил голову. «Простите, лорд Коракс», сказал Магос. «Во время перерыва мы с главным апотекарием вступили в дискус, но к согласию нам прийти не удалось. Я хотел бы услышать ваше мнение по данному поводу». «Какой еще диспут?» спросил Коракс, одарив Сикса пристальным взглядом и апотекарий в свою очередь. Мура посмотрел на своего коллегу. «Я считаю, что ваши планы можно вывести на качественно новый уровень», произнес Магос. «Это даже не обсуждается», сказал Сикс, резко взмахнув рукой. «Подобное противоречит всем нашим принципам». «О чем вы?» не понял Коракс. «Мы можем упростить себе задачу, если начнем проект изначальным клеточным поколением, а не с помощью гибридизации существующего организма». «Клонирование», отрезал Сикс. «Магос считает, что нам следует клонировать новых воинов, а не модифицировать генетическое семя для имплантации. Я напомнил ему, что этот процесс связан со многими сложностями, не говоря уже о проблемах в будущем». «Твои аргументы иррациональны», произнес Орландиас, хмуро взглянув на главного апотекария. «Эмоциональны». «Не следует отбрасывать все возможности», сказал Коракс и поднял руку, чтобы успокоить Сикса. Мимолетная мысль императора всплыла в его сознании. Философская точка зрения, к которой пришел его создатель после того, как у него отняли примархов. «Должен сказать, прямым клонированием можно воспользоваться лишь в самом крайнем случае, если не останется другого выхода». Магас есть веская причина, почему император не клонировал свои легионы из одной шаблонной клетки. В результате получившиеся легионеры были бы идентичными. Без случайных мутаций в человеческой генетической структуре не будет возможности для вариативности. Сила легионов Астартес в том, что они похожи, но не идентичны. Такие качества, как лидерство, интеллект и склонности к разным дисциплинам делают нас такими гибкими и позволяют выполнять множество задач. Даже примархов не создали одинаковыми. Император понимал важность изменчивости. Кроме того, есть еще один момент. Легионеры Астартес воины человечества, которые во многом отличаются от простых людей и превосходят их. Но легионеров всегда набирают из тех, кого им предстоит вести и защищать. Пусть легионер нео-человек, но когда-то он был человеком. Легионер Астартес орудия войны. Он воплощение плана императора. Совершенный символ и пример остальному человечеству, к чему следует стремиться. На завоевание галактики император ведет именно человечество, а не выведенные в лаборатории Новый Вив. Спасибо, лорд, сказал Сикс, бросив косой взгляд на Орландиаза. Намного точнее, чем я смог бы объяснить. Я понял вашу позицию и ее обоснование, произнес Магас. Я согласен с вашим мнением. Приступайте к работе, сказал Коракс. Этот прекрасный символ был осквернен Хорусом. Я хочу, чтобы он засиял вновь. После того, как вошел примарх, за которым по пятам следовал командор Бран, атмосфера в доке изменилась. Навархев почувствовал, как возросло напряжение и вытянулся еще сильнее. Он видел примарха воочию всего лишь второй раз. Первый раз был, когда его принимали в рекруты гвардии Ворона. Теперь Коракс пришел сюда, всего через восемь дней после прибытия на освобождение, чтобы проверить новое поколение рекрутов. Навар, как и остальные двести девяносто девять детей, не сводил глаз с примарха, пока тот шел по галерее в дальнем конце отсека. То, что Коракс нашел для них время, учитывая, сколько его одолевало забот, свидетельствовало об обстоятельности примарха. Триста новицаатов вытянулись по стойке смирно. Группа худощавых юношей в черной одежде, с коротко подстриженными волосами и горящими глазами. Коракс кивнул собравшимся рекрутом, и Навар ощутил, как группу захлестнула волна гордости. Простой, непринужденный жест для примарха, но свидетельствующий об оказанном им уважении. Такой не смог бы повторить никто, кроме императора. Приказ роти рекрутов упаковать свои немногочисленные пожитки и собраться в терминале Центрус шпиля воронов породил в прилегающих к великой башне блоках новицаатов моря слухов. Навар и многие другие придерживались мнения, что их отправят прямиком в бой. Он слышал, к сожалению, из старых рук о потерях легиона на Истване 5 и понимал, что Кораксу не просто будет смириться с этим. Другие поговаривали, что их эвакуируют на Теру, что освобождение находится в опасности и что вместе с ними отбывает весь легион. Конечно, Навару подобное казалось полной бессмыслицей. Он не сомневался, что гвардия Ворона защищала бы свой дом до последнего человека. Некоторые даже заявляли, будто историями об измене Хоруса просто испытывали их решительность, что слухи распространяет сам примар, чтобы увидеть, кто из них достаточно смел и отважен, чтобы стать легионером. Последняя, самая незначительная группа нудила о том, что после затишья, последовавшего за уходом Брана, обычная процедура набора изменилась, и что просто начинается новый этап тренировок. Подобные заявления Навар, конечно же, не воспринимал всерьез, хотя Хев знал, что был способным бойцом и в физическом отношении превосходил любого другого парня с освобождения. Ему было всего 10 тиранских лет, и он вместе с остальными считался слишком молодым для начала процесса усовершенствования. То, что Коракс решил обратиться к ним лично, лишь укрепило Навара во мнении, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Он тут же отбросил праздные мысли, стоило примарху открыть рот. Коракс говорил тихо, но уверенно, голос был наполнен убежденностью и властностью. Его невозможно было не слушать, и Навар тут же позабыл обо всех слухах и перешептываниях. Вы доказали свою исключительность, доказали, что вы лучший и самый яркий из всех, кого может предложить человечество, начал Коракс. Каждое новое поколение гвардейцев ворона является хранителем традиций легиона. Это будущие воины императора, но те, кто здесь собрался, станут кем-то большим. Вы воплотите образец гвардейца ворона и идеалы освобождения, как никто прежде. Вскоре вы будете легионерами и должны гордиться этим, но также вам предстоит взвалить на себя бремя, которого до вас не несло ни одно поколение. Коракс облокотился на стальные перила и, закрыв глаза, склонил голову. Когда он вновь посмотрел на них, Навар едва не утонул в бездонной черноте его глаз. Коракс продолжил, и благоговение в мальчишке сменилось ужасом. Большая часть того, что вы слышали за прошедшие дни, правда. Воитель Хорус Луперкаль предал императора. Гвардия ворона понесла тяжелые потери, и наша численность сильно сократилась. Вы станете первыми легионерами, с которых начнется наше возрождение. Первым поколением, что будет сражаться во имя восстановления попранной славы. Ныне опасное время, невиданное ранее в истории легиона. Вас испытают физически и духовно, как ни одного легионера до этого. Примарх посветлял лицом, и показалось, будто вместе с ним засиял сам зал. Поверьте, вы не провалите испытаний. Ваша решимость и отвага не подведут вас. Став новицеатами, вы уже доказали, что достойны нести знак гвардии ворона. Несведущие могут разглядеть лишь юные лица и неопытные сердца, но они не видят того, что вижу я. Я вижу в вас ту же доблесть и честь, что и в юношах и девушках, сражавшихся вместе со мной за освобождение Ликея. Они тот пример, к которому вы должны стремиться, пример, который вы должны превзойти. Если не верите мне, то посмотрите на старину Брана. Я помню его еще младенцем, тянувшимся к материнской груди. Навар рассмеялся вместе с остальными. Мысль о том, что седовласый командор когда-то был ребенком, одновременно развеселила и смутила его. Лицо Корокса вновь помрачнело, и смех моментально стих. Испытания начнутся немедленно. Во время испытаний ваша настойчивость, выносливость и ответственность будут проверены самым тщательным образом. Но это лишь небольшая разминка перед настоящими трудностями, ожидающими вас. Вы будете сражаться как гвардия ворона. Вы будете становиться сильнее. Корокс воздел кулак. Я приветствую вас, рекруты гвардии ворона. Ваш транспорт ждет. Вы покидаете шпиль ворона на вициатами, а вернетесь уже истинными Астартес. За императора и легион, воскликнул Брант, повторив жест лорда. За императора и легион, закричал Навар вместе с остальными рекрутами, подняв кулак как можно выше и стараясь, чтобы его голос звучал как можно мужественнее. Есть время для скрытности, но и есть время для насилия. С момента прибытия на Киавар Амигон использовал исключительно первое. Но когда голова часового треснула в его пальцах, он испытал облегчение, едва ли не радость. Стряхнув с перчаток вязкое мозговое вещество и осколки черепа, Амигон переступил через дергающееся тело, а Руфан с Алиасом остановились, чтобы подобрать его. Альфа-легионеры без лишних слов подняли труп и небрежно бросили останки в химический отстойник. Ядовитая жидкость забулькала и извергла метан, когда в нее погрузилось тело. Заляпанными кровью пальцами Амигон рванул прутья решетки сточного канала. Изъеденный ржавчиной металл испачкал ладони. Развернувшись, примарх боком пролез в трубу, которая едва вмещала его бронированное тело. Под нурокритового канала сочилась тонкая струйка стоков, вонючая, но не представляющая для Амигона опасности. Алый свет, льющийся снаружи, здесь был слабым и тусклым. Амигон активировал фонари доспехов. Из мощных излучателей вокруг его глазных линз вырвались два конуса желтоватого света. Трое воинов Альфа-легиона осторожно направились вглубь. Звук шагов глушился подошвами их похожего на резину материала. Наконец, пройдя 40 метров по постоянно поднимающемуся каналу, они остановились у следующей решетки. С новой преградой у Амигона возникло затруднение не больше, чем с первой. И спустя пару секунд он вошел в расположенную за ней комнату. Комната была шестиугольной, потолок находился чуть выше, чем примарх мог дотянуться кончиками пальцев. Пол покрывал тонкий слой химических отходов, который беспрерывно пополнялся из труб, расположенных в каждой стене. Посмотрев вверх, Амигон удовлетворенно заметил, что информация Армандо Элоки оказалась верной. Прямо в центре потолка был виден круглый люк. Здание некогда принадлежало гильдии Элоки, но теперь механикам превратили его в переговорную станцию. Алиас и Руфан приподняли Амигона, чтобы тот смог дотянуться до ржавого колеса. Оказав небольшое сопротивление, оно вскоре поддалось и легко завертелось в руках примарха. Наконец щелчок указал на то, что замок открылся. Амигон приподнял крышку, взялся за края люка и подтянулся. Наплечники при этом заскрежетали о металл. Присев, Амигон оглянулся и полез в указанную Элоки сторону, пока двое воинов забирались следом за ним. Резак приказал Амигон и не оглядываясь протянул руку. Руфан снял с пояса инструмент и вложил в ладонь Амигона. Резак походил на тупоносый пистолет, но вместо магазина в нем были установлены два газовых баллона. Открутив клапан Амигон нажал спусковой крючок и из дула хлынуло белое пламя. Примарх поднял инструмент и описал им на металлическом потолке неполный круг. После этого он выключил Резак и отдал его Руфану. Отодвинувшись на пару шагов, чтобы освободить себе больше места, Амигон лег на спину и ударил по потолку ногами. Металлический круг отлетел и с грохотом упал на пол этажом выше. Примарх поднялся на ноги и проверил небольшой Альков, в который они проникли. Из десятков контуров и переключателей вилось и перекрещивалось множество проводов. За пару секунд Примарх проанализировал конфигурацию и составил план действий. Не было такой схемы связи, к которой он не смог бы получить доступ. А даже по стандартам Механикус содержимое Алькова считалось грубой подделкой. Открыв панель на правом наруче, Амигон вытянул пару проводов и вставил их в нужные разъемы. Затем он активировал собственную систему связи и быстро просканировал частоты, пока не засек требуемый сигнал. Настойчивый писк в ухе усилился, и Примарх оглянулся по сторонам, после чего переставил и заменил несколько реле, чтобы получить четкий сигнал. Установленные на крыше тарелки развернулись, нацеливаясь на освобождение. Код Эфрит Гидро-7 Омега проскрежетал искусственный Взяв приемник, Примарх улыбнулся. Услышанные слова подтвердили то, на что он так надеялся. По крайней мере, одному легенеру удалось внедриться в гвардию Ворона. Доступ к криптоканалу Тхеру Гаилинурун произнес Омегон. Слова представляли собой бессмысленный набор звуков, понятный только близнецам Примархам. Гаион Сокрит Кес Канал на несколько секунд заполнил шум статики. Пока устанавливалось соединение с крошечным окутанным теневым полем спутником, который Омегон оставил на орбите освобождения. Устройство было размером с кулак, похожее на простой мусор, но оно могло обнаружить, расшифровать и записать любой сигнал в узкой полосе частот, известной лишь Альфа-легиону. Омегон мог также оставлять на нем сообщение, которым получали доступ другие Альфа-легионеры. Это было превосходное средство связи, которое обеспечивало анонимность отправителя и принимающего. И поскольку доступ к нему можно было получить с расстояния в несколько сотен тысяч километров, их местоположение оставалось неизвестным. «Лорд Эфрид», говорит Альфарий, началось сообщение. Омегон опять улыбнулся. Пусть это звучало тщеславно, но подобная ситуация не переставала забавлять его. Проникновение прошло успешно, цель опознана, как генетические данные примарха. Местоположение впадина воронов, жду приказаний. Передача закончилась, Амегон ожидал чего угодно, но только не этого. Коракс получил доступ к проекту примарха, Амегон тут же представил себе последствия, как риски, так и преимущества подобного плана. На миг Амегону захотелось изменить цель задания. Если гвардия ворона сумеет восстановить легион, под угрозой окажется быстрая победа Хоруса, а также конечное искоренение изначального уничтожителя. Самым разумным вариантом стало бы уничтожение технологии, прежде чем Коракс разгадает ее секреты. Но тем не менее, Амегон не мог заставить себя так поступить. Кажущаяся опасность была лишь одной стороной медали, в то же время открывалось множество преимуществ в случае, если Альфа-легион похитит эту технологию. Амегон не сомневался, что у Коракса был большой шанс раскрыть загадку генетического семени примарков. Определенно больше, чем у Альфа-легиона, даже с помощью Ордена Дракона. На данный момент было бы лучше, чтобы Гвардия Ворона продолжала свои изыскания. Когда обнаружат что-то ценное, секрет можно будет похитить, а Гвардию Ворона уничтожить. Если открытие окажется таким значительным, как представлял Амегон, оно знаменует новое начало для Альфа-легиона. Секрет примархов был трофеем, достойным любых рисков. Что бы ни делал Альфа-легион, у него всегда существовал запасной план, которому можно было следовать, дополнительная цель, которой можно было бы достичь. В случае с Гвардией Ворона, Амегон и Альфарий решили, что вначале они отнимут у нее таранскую технологию, а затем уничтожат сам легион, Киавар перейдет на сторону Воителя и в конечном итоге Гвардия Ворона продолжит существование. Но роль Мертвого Легиона будут играть уже сами Альфа-легионеры. Когда Амегон достигнет всех трех поставленных целей, масштаб неразберихи будет невообразимым. На миг Амегон замер, улыбнувшись при мысли об этом. Примарх настроил соединение и переключился на передачу. Кот Эфрит, Омега-7 Гидра произнес он. Ты Контакт-1. Тебе назначен субканал Альфа-3. Ожидай приказов. Разрывая соединение, Амегон вдруг заметил кое-что, чего не ожидал увидеть. Проверив догадку, он убедился, что чутье его не обмануло. Сигнал на криптоканал исходил из источников гвардии Ворона с тройной защитой. В том, что сигнал поступил из шпиля Ворона, не было Звукоизоляция была бы не лишней, пожаловался Сикс, пока шел между рядами клеток в западном вестибюле. Его шаги заглушала как афония криков, рыков, воплей и визгах. Не хотелось бы, чтобы рекруты услышали этот гамм. Уверен, я смогу добыть у одного из коллег магасов звукопоглощающее поле, ответил Орландиас, идущий рядом с патикарием. Исключено, категорически отозвался Сикс. Примарх ясно дал понять, никаких контактов с киоварскими механикам. Одно твое присутствие может указать, чем мы тут заняты. Это должно оставаться тайной. Печальная ошибка, заметил техноадепт. Не считая технологию, которую мы вывезли с Теры, наша лаборатория оборудована исключительно бедна. Думаешь, ресурсы гвардии Ворона так ограничены? удивился не остановившись. Ты понимаешь, что мы десятилетиями имплантировали генетическое семя в рекрутов? Да, и системы, которые вы используете, остались на прежнем уровне, ответил Орландиас. Уверен, что даже без данных примарха смог бы увеличить вашу производительность на 10, а может даже на 15%. У нас тут не мануфакторум, не ксен, создание легионеров, не производственная линия. Но станет ею, когда мы закончим работу. Апотекарий не успел ответить, поскольку дверь в дальнем конце коридора открылась, и вошел командор Агапита. По выражению его лица Сикс понял, что лорд Коракс не очень хорошо воспринял их последний доклад. Командор Когтей быстро зашагал по коридору. Его ботинки громко звенели, остальное покрытие. Из ближайших клеток доносилось рычание и фырканье. «Можете ничего не говорить, командор», сказал Сикс, когда Агапита поравнялся с ним. «Лорд Коракс хочет более впечатляющих результатов». «Надеюсь, есть хотя бы незначительные подвижки, о которых я мог бы доложить», спросил Агапита. Он посмотрел на клетку слева от себя и с омерзением покачал головой. «Он хочет?» «Нет, это не вполне описывает его настроение. Он требует, чтобы вы оставили эти бессмысленные испытания и начали работать над улучшением формулы для рекрутов». «Бессмысленные?» Орландиас стиснул кулаки, и его губы раздраженно скривились. «Уверен, примарх разозлится еще больше, если первая группа легионеров превратится в таких». Он махнул рукой на длинные ряды клеток. За решетками сидели и бродили туда-сюда самые разные млекопитающие и рептилии. Происхождение некоторых из них было невозможно определить. Они походили на бормочущие, уродливые комки плоти. Тела большинства увивали огромные мускулы. У других из чешуи или меха торчали костяные наросты. У нескольких обнаружились дополнительные конечности, лишние глаза, огромные зубы или увеличенные позвоночники. Покрытая зеленой шерстью мышь, размером собаку бешено бросилась на прутья клетки, выпуская и втягивая обратно к когти. Из нижней челюсти торчали клыки. В другой клетке угрожающе свернулась двуглавая змея. Ее хвост был увенчан кривым шипом. Из клеток смотрели и рычали деформированные чудовища, с хищным любопытством наблюдая за легионерами и техножрецом. Использование зверей Коракс считает ошибкой, заметил Агапитов. Он не рассчитывает, что вы будете имплантировать новое генетическое семя прямо в рекрутер. Да и Брант этого не допустит. С другой стороны, вживление генетического материала примарха нечеловеческим носителям не принесет успешных результатов. Тогда мы в тупике, сказал Сикс. Как нам убедиться, что генетическое семя действует, если не можем испытать его на органических носителях? Информационное моделирование не даст нам требуемых результатов. Это уже не моя забота. Нам придется вернуться к базовому анализу клеток, произнес Орландиас, не сводя глаз с ящерицы с массивными плечами и наростами на позвоночнике. Тогда мы сможем устранить больше аномальных реакций. Но мы ничего не сможем поделать с умственным воздействием и поведенческими побочными эффектами, сказал Сикс. Агрессия легионеру нисколько не повредит, заметил Орландиас. Оставим бездумную жестокость Апотекарий. Нам нужны дисциплинированные обученные воины. Что мне передать лорду Кораксу, спросил Агапита. Он ждет от меня новостей о прогрессии и четкого плана по решению насущных проблем. Сикс и Орландиас переглянулись. Апотекарий вздохнул и кивнул, соглашаясь. Я усыплю этих уродов и займусь изучением процесса разрушения клеток, сказал Сикс. Это даст нам немного новой информации, которую можно будет использовать в моделях. Я вновь начну базовые клеточные эксперименты с модифицированным генетическим семенем, добавил Орландиас. Сколько вам понадобится времени, спросил Агапита. Я понимаю, что вам нельзя допускать ошибок и буду поддерживать вас всем, чем смогу, но примарх нетерпелив. Каждый день приближает момент, когда Хорус атакует Теру. Когда мы достигнем успеха, время перестанет играть роль, произнес Орландиас и указал на существ в дальнем конце коридора. Там находятся результаты наших операций, проведенных с момента передачи вам последнего доклада. Мы вживили в детенышей генетический шаблон с намерением определить время, необходимое для полного созревания генетического семени. Звери в клетках были уже совсем взрослыми, у некоторых просматривались следы мутаций, но другие ничем не отличались от обычных представителей своего вида, за исключением размеров. Агапита удивленно покачал головой. Вы предоставили доклад лишь 40 часов назад, изумился командор. 37,3 часа назад, если быть точным, тонко улыбнувшись, поправил его Орландиас. Учитывая большой период взросления особи мужского пола, на прохождение всего процесса уйдет от 70 до 80 таранских часов. Агапита опять покачал головой, на этот раз с улыбкой. Потрясающе! 80 часов, чтобы превратить мальчика в легионера, по крайней мере лишь телом. Не только физиологический командор, заметил Сикс уже с большим оптимизмом. После завершения процесса наши рекруты будут обладать умственными и физическими задатками, которые намного превышают все, что мы видели раньше. Они станут быстро учиться. Небольшое дополнение к материалу примарха. Новые легионеры будут готовы с самого начала. Просто отличные новости, сказал Агапита. Конечно, их необходимо сообщить Кораксу. Используйте столько времени, сколько понадобится на завершение работ с генотехом. Без идеального образца продолжать нет смысла. Не могу дождаться вестей о вашем успехе. Если все, что говорит примарх об увеличении набора правда, то у нас появится неиссякаемый источник рекрутов. Я сообщу лорду Кораксу о ваших открытиях. Да, командор, сказал Орландиас. Агапита и Сикс кивнули друг другу, а затем командор оставил их. Апотекарьи с техножрецом молчали, пока за Агапита не закрылась дверь. Я рад, что командор верит в нас, произнес Магас. Его брат не так сильно одобрял проект. В Легионе он считается убежденным традиционалистом, отвлеченно ответил Сикс, все еще смотря на закрывшуюся дверь. Он и Бранд трепетно относятся к наследию освобождения и вдалбливали это в меня и остальных самых первых дней, как мы стали навиатами. Полагаю, гибель стольких воинов наистваний изменила его мнение на этот счет. Боюсь, он может слишком преувеличить наши успехи, рассказывая о них вашему примарку, сказал Орландиас. Нам стоит ускорить изыскание. Согласен, ответил Сикс. Если мы вскоре не достигнем ощутимых подвижек, нетерпение лорда Корахса только усилится. Я никогда не считал его суетливым, но он решительно настроен начать процесс восстановления. Невзгоды часто приводят к отчаянию, сказал Орландиас. Не всегда, отрезал Сикс, обернувшись к техно-жрецу. Он вспомнил слова, которые как-то сказал примар во время долгого отступления из зоны высадки. Мы гвардия ворона. Освобождение родилось благодаря решимости и упорству. Борьба наша пища, а невзгоды лучший союзник. Атаковать, отступить и снова атаковать. Таково наша кредо, сущность легиона. Гвардия ворона не отчаивается, когда обстоятельства складываются не в нашу пользу. Шлепки босых ступней по выкрашенному в черный цвет ракриту пробудили в Альфарии воспоминания, пока он наблюдал за тем, как рекруты бегут кросс по главному залу. Он знал, что воспоминания принадлежали не ему. Их заблаговременно извлекли библиарии Альфа-легиона. Но они были чрезвычайно яркими, приходили краткими вспышками. Сцены и эпизоды длиною всего в пару секунд. Его обучение шло в шпиле воронов, а не на киаваре. Но он прошел те же тренировки, что и эти юноши. «Взять оружие!» рявкнул Бран с помоста в другом конце зала. «Построиться для учебной стрельбы». Рекруты рванулись к ящикам в центре помещения и принялись доставать из них обычные автоматические винтовки. Это было тренировочное оружие, весом и формой, похожее на болтер-легионера, мог бы тренироваться с настоящим болтером легионера Астартес. К топоту ног добавились щелчки вставляемых магазинов. Рекруты собрались перед Браном группами по пять человек. Командор взмахом руки приказал отделением выстроиться рядами. Тяжело дышащие геки подняли оружие, прицелившись в керамитовые плиты мишени у дальней стены и открыли огонь. Комната наполнилась грохотом выстрелов и лязгом падающих гильз. Постреляв пару секунд, первая группа отошла в сторону, уступив место второму отделению. Один из рекрутов не смог совладать с магазином своего оружия, после чего подошел к Альфарию. «Я не могу вставить его, сержант», сказал мальчик. И его лицо скривилось от злости. Он посмотрел на Альфария. Глаза навициата были вровень с нижним краем нагрудника легионера. Крепко застрял. «Успокойся и попробуй снова», произнес Альфарий. «Как тебя зовут, новицаат?» «Хеф, сержант», ответил рекрут. Он вновь попытался отсоединить магазин. Потные руки скользили по гладкой поверхности винтовки. «Навар Хеф!» «Дай посмотрю», сказал Альфарий, протянув руку. Взяв оружие, он быстро проверил его, а затем отдал обратно Хефу. Патрон не до конца покинул патронник. Взгляни». Покраснев, новицаат сам проверил оружие. Он вручную вынул гильзу, а затем отсоединил магазин. «Десять штрафных кругов», сказал Альфарий. «Боевой темп! Бегом!» Сжав оружие, рекрут помчался в другой конец зала. С его бритой головы стекали капли пота. Альфарий услышал, как тот отсчитывает ритм между судорожными вдохами. В мальчике чувствовалась ненависть и преданность. Хеф был хорошим рекрутом. Глупо, что ему придется погибнуть с остальной гвардией ворона. От этой мысли Альфарию стало не по себе. По правде говоря, он чувствовал тревогу. Он не знал точно, как назвать чувство, от которого все внутри у него сжималось, при виде того, как новицааты продолжают упражняться с оружием. Вина? Ничего подобного Альфарий прежде не испытывал. И это чувство нисколько ему не нравилось. Он прокашлялся от волнения и наказал еще пару рекрутов, которые решили присесть в конце строя. После его слов мальчики резко вскочили на ноги. Такая бессмысленная растрата жизни. Коракс и командоры никогда не присоединятся к Альфа-легиону. Но эти юноши новицааты стали бы идеальным пополнением для легиона. Их гибель казалась несколько чрезмерной. Альфарий не знал, откуда в нем подобные дни они усилились. Он четко видел, как впервые вышел из впадины воронов в ядерную пустошь. Но не мог вспомнить ничего, что произошло после того, как он покинул двор. Его преследовали имена братьев легионеров, гвардейцев воронов, которые полегли наистовами. Другие временами вспоминали о них, и всякий раз перед мысленным взором Альфария вспыхивали их лица. На губах возникала улыбка от наполовину забытой шутки. Или вспоминался миг боя рядом с названным воином. Он подумал, что ему нужно сосредоточиться. Он не гвардеец ворона, он альфа-легионер. Его примарх не Коракс, он клялся в верности Альфарию и Амегону. В своей мудрости близнецы примархи присоединились к восстанию Хоруса, и следовало верить, что для этого у них были веские причины. Падение гвардии ворона и захват генотеха послужат высшей цели. Сосредоточившись на этой мысли, Альфарий подавил воспоминания, которые поднимались из глубин его улучшенного мозга. «Я Альфарий», сказал он себе, «Я Альфарий». Спускаясь по рампе грозовой птицы, Бран с удивлением заметил, что в доке его уже ждет диспетчер Эфрения. Она без слов передала командору инфопланшет, едва тот подошел к выходу из отсека. Из-за огромных потерь наистований, как легионеров, так и простых людей, диспетчера перевели из офицеров стратегиума мстителя в командный центр на вершине шпиля воронов. «Что там?» спросил Бран. «Меня ждет примарк». «Информация о передаче данных, командор», ответила Эфрения. Диспетчер на секунду взяла у него планшет, дважды нажала экран и вернула обратно Брану. «По вашему приказу, мы отслеживали логи связи, в котором имел доступ капеллан несущих словах, как с освобождения, так и через сеть Киавара. Нам удалось обнаружить несколько аномальных передач». «Аномальных?» не понял Бран. Перед ним, скрипя поршнями, начала открываться огромная дверь в следующий отсек. Командор остановился и взглянул на диспетчера. «Поточнее, пожалуйста. Часторта и каналы принадлежат не механикум и не легиону, командор». «Ничего удивительного», сказал Бран, направляясь дальше. «В системе немало кораблей-торговцев, имперской армии и неидентифицированных судов». «У передач сигнатура легионеров Астартес», терпеливо продолжила Эфрения. Бран опять остановился и уже пристальнее Диспетчер была права. Записанные передачи имели шифр и структуру модуляции легионеров Астартес. «Все сообщения короткие, командор», продолжила Эфрения. «По моему мнению, нарочно сжатые». «Погоди-ка, я узнаю этот код приема ответчика», вдруг сказал Бран, пальцем выделив одну из строчек. «Да, командор, это шифр доступа шпиля воронов», кивнула диспетчер. Ее голос звучал тихо, когда она продолжила. «Поэтому я пришла напрямую к вам. Это канал командора Агапита». «Понятно», сказал Бран, «новости встревожили его», но он уверил себя, что брат сможет дать внятное объяснение. Но это пока не раскрывало загадку остальных передач. Что с другими? Некоторые литейские частоты безопасности, еще две поступили через неиспользующиеся гильдийские сети командор. Источник определить невозможно, но они скиавара. «Без сомнений, диссиденты», сказал Бран. «Значительный скачок в информационном потоке, командор. Ранние сообщения, обнаруженные на этих частотах, были спорадическими и плотными. В новых наблюдается уже устойчивая схема. Думаю, это может означать, что старые гильдии пытаются восстановить былое влияние». «Хорошая работа», сказал Бран. «Теперь за этим прослежу я. Пока особо волноваться не о чем. Прежде чем сообщить лорду Кораксу, я проведу собственное расследование». «Как пожелаете, командор», поклонившись, сказала Ефрения. «Постой», произнес Бран, когда диспетчер уже разворачивалась, чтобы уйти. «Свяжись с командором Агапита и скажи, что я буду ждать его в своих покоях через час». «Да, командор». «И установи слежение за каналом командора Агапита. Дай знать, если найдешь что-то странное». «Да, командор». «Это все. Возвращайся к своим обязанностям». Ефрения направилась к двери, оставив Брана наедине с тревожными мыслями. За этим определенно стояли сторонники гильдийских аваров. Угроза возникла не в лучшее время, но не представляла значительной опасности. Достаточно будет проинформировать механикум. Он сделал шаг, а затем остановился, прошипев проклятие. Если он предупредит механикум об усилении активности диссидентов, те проведут зачистку радиационных пустошей или по крайней мере усилят наблюдение и охрану всей территории. Это приведет к пристальному изучению впадины воронов, повороту событий, которого лорд Коракс любыми силами пытается избежать. Бран задумчиво почесал подбородок. Он был уверен, что диссиденты не представляют военные угрозы для лаборатории, но время они выбрали не самое подходящее. Судя по такому количеству передач из-за пределов звездной системы вполне вероятно, что посланные хорусом подстрекатели нарочно разжигали старые проблемы, чтобы держать гвардию ворона в напряжении. Но это были лишь догадки, и ему понадобятся более веские доказательства, прежде чем сообщать о них примарху. Лорд Коракс был целиком занят проектом генотеха, большую часть времени проводя во впадине воронов вместе с Сиксом и техно-жрецом. Даже на освобождении примарх в основном изучал результаты исследований, ни на что не обращая внимания, за исключением неотложных вопросов. Размышляя над возникшей проблемой, Бран вдруг понял, что опаздывает на встречу с Кораксом. Командор спрятал инфопланшет и торопливо зашагал по коридору, надеясь, что примарх не заметит его отсутствие. Глава двенадцатая Ссора братьев Шестая модель Появление рапторов Бран сидел в низком кресле в своих покоях, разглядывал инфопланшет, лежавший перед ним на столе. Легкий стук по металлической переборке предшествовал появлению Агапита. Бран бросил взгляд на своего брата и жестом указал ему на диван напротив. «В чем дело, брат?» спросил Агапита, оставший стоять. Лорд Коракс рассказал о значительных продвижениях в генопроекте. «Мы должны сопровождать его во время посещения впадины воронов». «Да, я слышал», подтвердил Бран и взглянул на цифровой хронометр на столе рядом с инфопланшетом. «У нас мало времени». «Ты чем-то озабочен?» произнес Агапита и улыбнулся. «Неужто звание командора рекрутов оказалось тебе не по плечу? Мне приходится постоянно вставать между Сиксом и этим Магосом, а примарх все время требует новостей. Но я хотел поговорить о другом». Бран протянул брату инфопланшет с выделенной на нем информацией о передаче. «Как ты можешь объяснить это?» Агапита затем посмотрел на Брана и опять на инфопланшет. «Это мой командный канал», сказал Агапита. «Знаю», ответил Бран. «Но такого кода передачи я не припоминаю. Какой-то сбой в системе?» «Ты мне скажи, брат». Резко взглянув на Брана, Агапита кинул планшет на стол. «Зловещие слова, Бран», медленно сказал командор. «Я слышу в них обвинения». «Просто интересно», «Каналу иногда шли передачи не на чистоте Легиона». «Без понятия, брат», сказал Агапита. «Если хочешь мне что-то предъявить, то так и скажи, а то твои грубые намеки начинают утомлять». Бран встал и встретился взглядом с братом. Скрестив на груди руки, он посмотрел на Агапита, пристально изучая его лицо. Командор Когтей выглядел действительно смущенным и расстроенным. «Так тебе нечего сказать», наконец произнес Бран. «Нет», ответил Агапита, его голос прозвучал враждебно. «В чем конкретно ты меня подозреваешь?» Глубоко вздохнув, Бран обдумал следующий ход. «Вполне вероятно, что Агапита действительно ничего не знал о передаче, а это создавало еще большую проблему. Кто-то незаконно получил доступ к командной сети». Бран представить не мог, что из этого хуже. «Хорошо», сказал он, «я попрошу Ефрению изучить передачу более внимательно. Возможно, все дело в сбое». «Уверен?» спросил Агапита, «а не хочешь бросить меня на красный уровень для дознания с пристрастием?» Бран гневно зарычал, уязвленный подобными словами. Во времена Киаварского правления на красном уровне находились карцеры. То место пользовалось дурной славой, и одна мысль о пытках, которым там когда-то подвергались заключенные, до сих пор выводила Брана из себя. «Прости, брат, я не хотел», извинился Агапита и протянул руку. Немного подумав, Бран пожал ее. «После Иствана я перестал тебя понимать, брат», признался Бран. «Это меня беспокоит». «Не стоит», сказал Агапита и ухмыльнулся. Хотя от Браны не укрылось, что улыбка далась ему с трудом. «У тебя и так полно забот, а тут еще я». «Да, так и есть», сказал Бран, еще раз взглянув на хронометр. «Лучше нам облачиться в доспехе, примарх скоро будет в доке». «Можешь поговорить со мной, брат», произнес Агапита, «насчет рекрутов, если нужно. Из-за всех проблем с реорганизацией я не могу уделить им столько времени, сколько хотелось бы». «Как дела у когтей?» «Хорошо, лучше, чем могло бы быть, учитывая обстоятельства. Иногда возникают проблемы с дисциплиной, но ничего такого, с чем бы я не справился. В последнее время им не сладко пришлось». «Не давай им послаблений, брат», произнес Бран, указав Агапита на дверь. «Иначе все только усугубится». Провожая Агапита взглядом, Бран снова и снова прокручивал в голове вопрос, которого так и не осмелился задать. «Зачем ты врешь мне, Коракс ожидал в вестибюле лазаретов падины ворона, чувствуя что-то среднее между предвкушением и дурным предчувствием. По одну сторону комнаты стояли ряды шкафов. На противоположной стене висели полки, забитые медицинскими инструментами. С металлических лавок убрали все оборудование и теперь они служили в качестве кресел. Четыре дня прошло с тех пор, как примарх дал разрешение на первую имплантацию. Винсент Сикс был осторожен в действиях, но Орландиас решительно настаивал на том, что они готовы к следующему этапу. Вместе с примархом были Агапита и Бран. Словно чувствуя его настроение, командоры по большей части хранили молчание, хотя от Коракса не могло укрыться возникшее между ними напряжение. Примарх был уверен, что дело в разногласиях относительно генопроекта. Скрежет двери привлек к себе внимание всех присутствующих. Коракс резко втянул воздух, но облегченно выдохнул, когда в комнату вошли Солара и Алони. Они коротко поздоровались и присели возле других командоров. «Будем надеяться, все сработает?» «Да?» спросил Алони. «Терять и так особо нечего», произнес Солара. «Если не сработает, мы окажемся там же, откуда начинали». «Сработает», заявил Коракс. Все свободное время он проводил за манипуляциями с генетическим семенем, объединяя свои познания и обрывки воспоминаний императора с научными исследованиями Сикса и Орландиаза. Примарх изучил каждую генетическую последовательность и пермутацию и не сомневался, что главному апотекарию и техножрецу удалось найти решение. После заверения Примарха командоры продолжали ждать в тишине. Агапита быстро, нервно забарабанил пальцами по наколеннику, но встретившись с хмурым взглядом Брана тут же прекратил. Кораксу хотелось лично проследить за ходом последнего этапа имплантации, как император наблюдал за созданием Примархов, но его габариты не позволяли ему оставаться в стерильной палате, где проходила операция. Дверь опять открылась и в вестибюль вышел Винсент Сикс. Апотекарий был одет в хирургический халат с подолом, заляпанным кровью. Он стянул перчатки и засунул их в кармашек на животе. «Как они?» спросил Коракс, вставая. «Пройдемте и увидите сами», ответил Сикс. Коракс последовал за апотекарием к двери и командоры двинулись следом. Оказавшись в главной операционной, Примарх поразился тому, как тут холодно. Он вспомнил, что рекрутов ввели в непродолжительное криобиотическое состояние во избежание спонтанной репродукции клеток. Этап процесса, который, как надеялся Коракс, уже не будет применяться для следующей группы рекрутов. Холод исходил от девяти обнаженных до пояса человек, которые стояли рядом с кроватями у одной из стен. На них были широкие штаны и мягкие ботинки. От нагревающихся тел исходил пар. Все девять в физическом отношении были одинаковы, ростом и размахом плеч не уступали легионерам. Черты их лиц еще отличались, что позволяло примарху узнать каждого рекрута, которым незадолго до этого он желал удачи перед трансформацией. На их телах отсутствовали волосы, кожа была бледной, почти альбиносы, как и их примарх. Он обратил внимание на темные глаза у всех рекрутов. Не такие черные сферы, как у него самого, но куда темнее тех, что были даже у поздних поколений гвардии ворона. На телах рекрутов виднелись идентичные следы хирургического вмешательства, хотя швы уже стали едва различимыми. Их расположение с первого взгляда узнал бы любой легионер Астартес, как и изменение пигментации кожи на груди и плечах. Они получили черные панцири, спросил Солара. У них есть весь набор улучшенных органов, как и у вас, командор, сказал Орландиас, возникнув позади. Черный панцирь придется имплантировать как прежде, ведь это главным образом искусственная конструкция. А все остальное было выращено естественным путем, спросил Бран. Он шагнул к новым легионерам, пристально их разглядывая. Рекруты вытянулись по стойке смирно, уставившись перед собой и никак не реагируя на внимательные взгляды командоров. Да, ответил Сикс, жестом приказав одному из рекрутов. Корак вспомнил, что его зовут Хальвар Диара. Выйди вперед, когда процесс будет отлажен, некоторые имплантаты генетического семени больше не понадобятся. Они служат лишь для того, чтобы подготовить тело для более поздних пересадок и не имеют непосредственного назначения после созревания. Что насчет прогеноидов, спросил Салара. Они также быстро дозревают. Да, хмыкнув, ответил Орландиас. Тем не менее, в них также отпадет надобность, когда мы завершим работу. После создания модифицированного генетического семени, мы сможем воспроизводить его непосредственно из исходного материала. Нам больше не придется ждать его дозревания в человеческом теле, как это принято сейчас. Мы сможем создать столько комплектов генетического семени, сколько захотим, пояснил Сикс. Их количество будет ограничено только числом рекрутов. Коракс почти не слушал расспросов командоров относительно способностей и физических улучшений рекрутов. Его полностью поглотил процесс созерцания девяти человек. Он удивлялся самому факту их существования. Примарк знал, каждую клеточку их тел лучше, чем шпиль воронов. Но все же видеть рекрутов воплоти было настоящим чудом. Они казались превосходными образцами Астартес. А где десятые? Вдруг спросил Лагопита, прервав любование Коракса. Примарк удивленно посмотрел на двух творцов проекта. Сикс и Орландиас переглянулись. Главный апотекарий вздохнул. Крошечный порог сердца, микроскопический, но из-за ускоренного роста клеток он расширился, объяснил Сикс. Такое случилось бы даже с обычным генетическим семенем. Этого можно избежать, добавил техножрец. Тщательное экранирование поможет как раз в том, что нам удастся снизить критерии отбора рекрутов, заметил Агапита. Со временем так и будет, сказал Коракс. Он подошел к вышедшему вперед рекруту и положил руку ему на плечо. Примарк перевел взгляд обратно на командоров. Следующим этапом станет имплантация цепочек в ретроактивное генетическое семя. Благодаря вживлению улучшенного семени все генетические слабости и физические недостатки сойдут на нет. Присутствующие обменялись взглядами, пытаясь осознать смысл сказанного Кораксом. Почти неограниченный источник легионеров. Если мы этого добьемся, если передадим генетическое семя другим верным легионам, то всего за пару месяцев войска императоров будут намного превосходить предателей почисленности, продолжил Примарк, встретившись взглядом с Диара. Эти девять первые из тысяч, а когда мы закончим, именно поэтому нам нужно приложить все усилия, чтобы задержать атаку Хоруса на Теру. Лишь выиграв для Дорна время, мы и сами успеем восстановиться после потерь Иствана. Командоры стали ходить вокруг рекрутов, изучая их со всех сторон. На миг Коракс ощутил укол беспокойства, поняв свое отношение к новым гвардейцам Ворона. Они были не просто экспериментальными образцами, вехами на пути восстановления, они были настоящими Астартес. «У меня вопрос», обратился примарх к Диаре, пригнувшись так, чтобы оказаться вровень с глазами воина. «Отвечай честно». «Да, лорд Коракс», отозвался рекрут. Его голос был глубоким, немного хриплым. «Как ты себя чувствуешь?» Диаре оглянулся на недавно созданных легионеров, и те улыбнулись. Один из них первым ответил на вопрос. «Я чувствую себя хорошо, лорд Коракс, сильным, здоровым». «К бою готовы?» спросил Брант. «Да, командор», ответил Диаре, и ударил кулаком по мускулистой груди. «Готовы убивать предателей?» Вызов по внутренней связи оторвал Коракса от изучения докладов относительно последних испытаний новых легионеров. Он остановил поток информации на трех экранах и включил приемник. «Лорд Коракс, в комнате управления необходимо ваше присутствие», раздался голос и крении. Примарху показалось, будто она едва сдерживает смех. «У нас ситуация, в которой может понадобиться ваше вмешательство». «Пожалуйста, выражайся яснее», сказал Коракс и потянулся к стакану с водой, стоявшему на краю металлического стола. Внезапно он осознал, что не выходил из кабинета уже больше двенадцати часов. «Мы обнаружили два корабля имперских кулаков, которые идут к освобождению, лорд», объяснила Эфрения. «Доложи, когда узнаете, что им нужно», ответил примарх. Он отпил воды, смакуя ее, словно хорошее вино. «Командор смены сам не справится». «На смене командор Бранн, лорд», произнесла Эфрения, из последних сил, скрывая веселье. Корабли имперских кулаков находятся под командованием капитана Норица, а разговор между ними накаляется. Кораб вздохнул, выключил экраны и поднялся на ноги. «Ладно, скоро буду», сказал он. «Проследи, чтобы Бранн сгоряча не натворил чего-нибудь вроде открытия огня». «Да, лорд, пригляжу», сказала Эфрения. Пригладив густые волосы, Корабли размял плечи и хрустнул пальцами. Прошло шесть дней после имплантации генетического семени в первых рекрутов. И прежде чем перейти на следующий уровень, ему требовалось обработать множество генетических данных и отчетов о физиологической проверке. Какой бы ни оказалась причина прибытия Норица, она в лучшем случае была не своевременна, а в худшем подозрительна. Неужели Дорн прислал своего человека следить за гвардией Ворона? Примарх дошел до лифта и поднялся на самую вершину шпиля Воронов. Когда он оказался в управление, то услышал через Вокс голос капитана Норица. Бранн стоял над пультом связи, сжимая в латной перчатке Вокс-аппарат. Ваши протоколы безопасности бессмысленны, командор, возражал Норица. Я не понимаю этих проволочек. Эфрения, стоявшая у пульта управления огнем в другом конце комнаты, встретилась с Кораксом взглядом. Примарх подошел к ней, когда Бранн ткнул пальцем кнопку ответа. Вы не можете войти в орбитальное пространство освобождения без должной авторизации, капитан, ответил командор. Выполняйте протокол, и мы продолжим. Командор Бранн требует, чтобы имперские кулаки покинули орбиту и запросили разрешение для сближения, сказал адиспетчер. Я уже объяснил причины, по которым не могу так поступить, произнес Норица. Вы ставите под угрозу срыва все наши задания. Бранн резко стремительно обернулся, явно не заметив прибытия примарха. Объяснись. Имперские кулаки не послали сигнал приветствия, когда вошли в систему, лорд, сказал Бранн. Согласно нашим протоколам, им следует находиться у Киавара и запросить разрешение на сближение. Сейчас шпиль воронов уже в пределах досягаемости их орудий. Коракс пересек комнату и отодвинул Бранна от пульта, забрав у него передатчик. Капитан Норец, лорд Коракс на связи, заговорил он. Почему вы не объявили о своем приближении к освобождению? Как я уже объяснил командору Бранну, лорд Коракс, мне бы хотелось свести к минимуму сведения о нашем прибытии. После короткой паузы, сказал Норец, приветствие с дальнего расстояния объявило бы о нашем появлении, словно хор сирен. Нам следует срочно с вами поговорить. У меня сообщение от лорда Дорна и Сигелита. Командор Бранн прав, сказал Коракс. Пожалуйста, отойдите на сто тысяч километров и приготовьте корабли для приема абордажных партий. Командор Бранн лично с вами встретится, чтобы услышать то, что вы хотите сказать. Если он сочтет нужным, то разрешит вам приблизиться к освобождению и отправить делегацию в шпиль воронов. Норец ответил после длинной паузы. Как пожелаете, лорд Коракс, произнес капитан имперских кулаков. Судя по всему, мне следует считать командора Бранна наделенным абсолютными полномочиями. Безусловно, ответил Коракс. Если не хотите привлечь к себе внимание, лучше встаньте на орбите так, чтобы освобождение оказалось между Киаваром и вашими кораблями. Связи на дальнем расстоянии не будет до тех пор, пока командор Коракс. Коракс обернулся к Бранну и увидел у того на лице самодовольное выражение. Тем не менее, оно сразу сменилось раскаянием, едва командор заметил злость в глазах Коракса. Я мог бы ожидать такого поведения от простого офицера, но ты, командор, и должен служить для всех примером, отрывисто произнес Коракс. Ты будешь вежливо себя вести с капитаном Норрисом, во всем с ним сотрудничать и оказывать необходимую помощь. На краткий миг он поднял глаза, но затем быстро отвел их в сторону. Вынужден признать, я слишком рьяно следовал процедуре, но в свою защиту скажу, что они нарушили наши границы, и я говорил им тоже, что и вы. Ты вынудил меня поддержать отданное тобой распоряжение, Бранн, раздраженно бросил Коракс. Я не собираюсь отменять приказ своего командора перед другим легионом, но я не согласен с тобой. Больше не позволяй личным чувствам влиять на службу. Я возвращаюсь в свои покои, чтобы продолжить работу. В следующий раз ко мне обращаться только с полным докладом о том, что здесь понадобилось имперским кулакам. Понял, лорд, сказал Бранн, после чего отвернулся и подозвал диспетчера Эфрению. Пусть в доке Альфа подготовят громовой ястреб. Коракс смотрел, как командор покидает комнату управления, и на миг его охватило беспокойство. Что-то мучило Бранна, что-то между ним и Агапита. После возвращения Сыствана у них обоих появились проблемы с дисциплиной, а поведение во впадине воронов граничило с антипатией друг к другу. Коракс решил обязательно выяснить причину их разногласий, а если будет необходимо подыскать новых командоров. Но несмотря на тревогу, Коракс решил, что дело может подождать. Генопроект стоял у него на первом месте. Когда появится следующее поколение гвардии ворона, Примарх вернется к решению прочих проблем. Ему уже не терпелось приступить к массовой имплантации. Он был раздражен тем, что им пришлось ждать результатов еще нескольких тестов. За пару секунд Коракс вновь погрузился в размышления, как очистить Генотех, позабыв о Командорах. Возвращаясь в покое, Примарх без устали твердил себе, нужно оставаться терпеливым. Одно необдуманное действие могло уничтожить все плоды тяжких трудов. Успокоившись, он вновь уселся за стол и, включив экраны, погрузился в изучение потоков информации. Внутри гневный авангард разительно отличался от кораблей гвардии Ворона. Он больше напоминал крепость, чем звездолет. Стены покрывали металлические пластины с выгравированными на них изречениями и ферракритовой плиты, на которых были высечены символы и девизы имперских кулаков. Каждый коридор был укреплен контрфорсами. Арочные двери усилены огромными заклепками. Переборки сделаны из позолоченных решеток. Все это не казалось Брану чересчур показным. В отличие от убранства кораблей детей императора, на которых ему пришлось путешествовать. Но царящая вокруг эстетика показалась ему искусственной и помпезной. Гвардейцы Ворона, которые выросли в тюремных камерах, предпочитали украшением функциональность. И даже после победы освобождения было обставлено мебелью и отделано в минимально необходимой степени. Командор прошел за Норецом по центральному проходу до большого лифта. Недалеко от них, чуть позади, следовало отделение гвардии Ворона, а за ними в свою очередь шагали десять имперских кулаков. Помня слова Коракса, Бран не выказывал своего неудовольствия и позволил Норецу проявить свою власть. Лифт спустился к ним, воя электродвигателями, а не лязгая и грохача, как в шпиле Воронов. Внутри оказалось достаточно места для всех легионеров, поэтому гвардейцы Ворона и имперские кулаки встали в нескольких метрах друг от друга. Они не могли отличаться сильнее сыны Кораксов черных, покрытых заплатами доспехах, и воины Дорна, величественные в желтом и сверкающе золотом. Имперские кулаки построились в ряд, прижимая болтеры к груди. Гвардейцы Ворона собрались группой, закрепив болтеры на бедре, скрестив руки или держа их на поясах. «Как дела на Терре?» спросил Бран, пытаясь нарушить каменную тишину. «Укрепления еще возводятся», просто ответил Норец. Бран ждал, но капитан продолжал молчать. Командор взглянул на имперских кулаков. «Твои легионеры отлично выглядят», сказал он, пытаясь быть приветливым. «Легион может гордиться ими». «Нам повезло не попасть в бой на Истване», ответил Норец. Он окинул взглядом гвардейцев Ворона. Само собой, что после такой катастрофы про некоторые стандарты придется забыть. Глубоко вздохнув, Бран не повелся на приманку. «Мы готовы сражаться, несмотря на наш внешний вид», произнес он. «Не сомневаюсь в этом, командор», отозвался Норец. «Я не хотел сказать ничего обидного о готовности или умении гвардии Ворона. Ваш Армориум проявил недюжинную изобретательность, применив такие модификации. «Мы приспосабливаемся, как всегда. Припрячь немного соли для каши, так у нас говорят». Интересная поговорка, заметил Норец. Модуляция внешних эмиттеров доспехов стирала из голоса все эмоции, но Брану показалось, будто он уловил в нем веселье, хотя я не понимаю ее смысла. «Ты явно не родился в тюрьме», сказал Бран. «Нет, не родился командор». Лив вздрогнув остановился, и двери раздвинулись после того, как из лифта вытек весь воздух, взметнув шнуры, свисающие из наплечников Нореца. «Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я настаивал на полных доспехах». Они шагнули во тьму, в пустоте их шаги были беззвучными. Свет из лифта отбрасывал длинные тени на пол из неокрашенного металла. «Вакуум лишь мера предосторожности», продолжил Норец, ведя их вглубь. У легионеров автоматически активировались фонари доспехов. Оглянувшись по сторонам, Бран оценил размеры помещения, стены которого находились от них самое меньшее в 30 метрах. «Мы хотели, чтобы груз прибыл в нетронутом состоянии». «Груз?» переспросил Бран. На его вопрос тут же был получен ответ. Стоило Свету упасть на фигуру в нескольких метрах впереди. Он резко остановился, застегнутый врасплох. Подошли остальные легионеры, и в свете фонарей возникло несколько рядов доспехов. Голый металл и керамид, тускло-серый и серебряный, цвета брони. Куда бы командор не повернул голову, отовсюду на него смотрели безжизненные личины. В комнате находилось около двух десятков доспехов, закрепленных на стойках, которые были привалены к полу. «Марк-6», сказал Норрис, «последняя модель с Марса». Бран промолчал и подошел к ближайшему ряду пустых доспехов. Они показались ему смутно знакомыми. На первый взгляд они мало чем отличались от доспеха «Марк-4», который носил он сам. При ближайшем осмотре командор гвардии Ворона заметил незначительное отличие в форме пластин и пайки. Утолщенные гибкие сочленения, укрепленные поножи, прикрывающие колени. Самым заметным новшеством оказался усиленный штифтами левый наплечник и форма шлема. «Боюсь, они все еще нуждаются в отладке», заметил Норец. «Лорд Дорн пожелал, чтобы их доставили вам как можно быстрее. Они изготовлены мастерами, опытные образцы серии. Вы станете первым легионом в Империуме, у которого появится Марк-6». «Благородный жест», ответил Бранд. «Он провел рукой по покрытому заклепками наплечнику. Мы два года проводили боевые испытания их прототипов во время кампании в Скаоландском секторе. «Большинство улучшений, предложенных вашим легионом, были успешно внедрены», «с легкой завистью», сказал Норец. «Защита у него не лучше, чем у четвертой модели, но внутренние системы более совершенны. Внешние кабели, которые вы видите, дублируются запасной проводкой в броне, не ослабляя при этом защиту и не добавляя дополнительного веса. Авточувства также улучшены, в частности, слуховые и обонятельные датчики куда более чувствительны. Без сомнения, вы будете рады узнать, что маскировочные свойства этих доспехов намного превосходят любой другой тип». Бран кивнул. «Вы называете их Марк 6, а что случилось с Марком 5?» Норец указал на легионеров гвардии Ворона. «Массовое их производство на Марсе еще не началось, поэтому эти доспехи единственные из доступных. На другом нашем корабле находится 1500 комплектов, не считая тех, что из-за отсутствия надежных линий снабжения с легионами механикум обозначили все нестандартные или временные типы доспехов, как Марк 5. Из-за острого дефицита запасных частей к Марку 4, информация о многих импровизациях, сделанных вашим армориумом после резни в зоне высадки, была передана другим легионам. Ваши легионеры уже имеют Марк 5, командор». «Но почему мы?» спросил Брант. «Я благодарен вам за это, но вы преодолели дальний путь, чтобы оказать подобную помощь. Это в знак признания ваших заслуг в испытании доспехов, а также потому, что вы нуждаетесь в них сильнее всех. Вам оказана большая честь. Марк 6 уже известен, как доспехи Корвус». Брант рассмеялся и пальцем указал на коническую личину шлема. «Это потому, что мы гвардия Ворона, а у этих доспехов есть клюх», сказал он, «сомнительная честь». «Они названы в честь вашего лорда и в знак благодарности за вашу помощь при тестировании прототипов», произнес Норрец, обращаясь ко всем гвардейцам Ворона. Лорд Коракс настаивает на том, чтобы гвардия Ворона навязала Хорусу бой. Лорд Дорн послал эти дары вашему легиону в знак поддержки и помощи в вашем начинании. «Ты считаешь, что мы их не заслуживаем?» спросил Брант, уловив настрой капитана. «По твоему мнению, им бы нашли лучшее применение имперские кулаки на Терри?» «Наоборот», сказал Норрец, «если бы я поставил свои желания превыше долга, то так же, как и вы, напал бы на мятежников, но мне приказано доставить груз и вернуться к легиону». После замечания капитана воцарилась тишина. Он жестом приказал группе возвращаться в лифт. Брант удивленно размышлял над словами имперского кулака. Позади них закрылись двери лифта, и кабина вновь наполнилась воздухом. Вздрогнув, лифт пошел вверх. «Наверное, попасть на освобождение оказалось непросто», начал Брант, учитывая так, согласился Норец. «По правде говоря, флот седьмого легиона, который Дорн ранее отправил на...» «Значит, вам предстоит долгий путь обратно». «Так и есть, командор. Чувствую, вы на что-то намекаете, но пока не пойму, на что именно». «Сколько у тебя с собой легионеров?» спросил Брант, взглянув на отделение имперских кулаков. «Сто пятьдесят», ответил Норец. «Не пойму, как это повлияет на продолжительность нашего путешествия. Сколько, по твоему мнению, имперских кулаков защищает Терру?» «Когда я покидал систему, во дворце базировалось около сорока тысяч воинов», произнес Норец. Он хмыкнул. «Похоже, я понял вас, командор. Сто пятьдесят легионеров стали бы хорошим подспорьем к паре тысяч ваших воинов». «Я бы сказал, что мы нуждаемся в вас больше, чем лорд Дорн на данный момент», сказал Брант. «Со связью у нас и так проблемы. За исключением нескольких коротких сообщений мы почти ничего не слышали от Перри с самого начала штормов. Как бы ни старались остропаты, они не могут пробиться сквозь помехи. Ты не сможешь подтвердить изменение приказов от командования своего легиона». «Знаю, вы считаете имперских кулаков упрямыми, командор, но мы не испытываем если лорд Коракс согласен, я с радостью перейду под начало гвардии Ворона». Брант взглянул на протянутую руку и крепко пожал ее. «Рад, что ты согласился, капитан», произнес Брант. «К счастью для тебя ты перейдешь под командование Агапита, а не мое». «Несмотря на наши прежние расхождения во взглядах и личные отношения, командор Брант, мне бы не составило труда служить под вашим началом. Невзирая на ужасные обстоятельства, вы спасли лорда Коракса и остатки своего легиона Сыствана. Такое достойно всяческого уважения и похвал. Командор, вы герой Империума». «Я?» рассмеялся Брант. Вместе с ним засмеялись другие легионеры, как гвардейцы Ворона, так и имперские кулаки. Командору казалось, будто на Истване он всех подвел. Важнейшая битва в истории легиона, от остальных воинов и от Туз, которые связывали воедино весь легион, таранцев и рожденных на освобождении. То, что Норец столь высоко отозвался о нем, заставило Бранна впервые посмотреть на себя с другой стороны. «Если я уже стал героем Империума, то следует придумать какой-то новый титул для того, кто убьет Хоруса. Им станет Рус», произнес воин из почетной стражи гвардии Ворона. «Просто дайте ему время. Когда вмешаются космические волки, все быстрее закончится. Может быть, первыми до него доберемся мы», раздался голос второго легионера. «Сангвини», сказал Норец, заставив всех умолкнуть. «Сыны Фенриса сейчас далеко, вероятно, до сих пор разбираются с последствиями гибели Проспера. Как бы я не уважал ваш энтузиазм, гвардии Ворона не сравнится силой с лунными волками. Нет, когда кровавые ангелы узнают об измене, Сангвиния ничто не удержит. Лорд Дорн зовет его ангелом смерти, и я не могу представить, что Фулгрим, Пертураба, Ларгар, либо кто-то еще захочет оказаться между Хорусом и местью ангела. Им будет Сангвиний, попомните мои слова». Бран потянулся к поясу и снял с него кольцо с двумя огромными ключами, потускневшей и сцарапанной и погнутой. Ключам по меньшей мере было несколько десятков лет. «Я взял их с первого стражника, которого убил во время освободительной войны», произнес Бран. «Если Сангвинии уничтожат Хоруса, они твои». «Пари?» спросил Норец. «Назовем это так», сказал Бран. «Что поставишь?» Норец посмотрел на своих легионеров, услышав от них слова одобрения. «Хорошо», согласился Норец. Он снял золотой щиток с правого наплечника и показал Брану. На нем было выгравировано одно единственное слово «Нарандия». «Моя первая боевая награда, полученная за убийство вожака орков. Если Рус доберется до Хоруса первым, она твоя». Жест был встречен похлопываниями и возгласами одобрения гвардейцев Ворона. «Я буду приглядывать за тобой, чтобы ты прожил достаточно долго и смог вручить мне свою блестящую медальку», «довольно сказал Бран. «А я за вами, командор», ответил Норец, хлопнув по нагруднику Брана. Всегда мечтал заполучить связку ржавых ключей. Возвращая ключи обратно в сумку, Бран искренне надеялся, что один из них окажется прав. Но если Хорус достигнет Терры, все значительно усложнится. Агапита медленно барабанил пальцами по металлическому столу. Он не сводил глаз с логосвязи, разгневанный одной-единственной выделенной строчкой данных. Кто-то взломал его личный шифр и поставил дело под угрозу. Он догадывался, кто это мог быть, и уже сузил круг подозреваемых до нескольких человек, легионеров, которые привлекли его внимание своим странным поведением. Но у него не имелось веских доказательств, которыми можно было бы обосновать подозрения, а только неопределенность, изводившая его. Бран внимательно следил за каждым его действием, и Агапита казалась, будто его загнали в ловушку. Пока брат не догадывался, о чем именно нужно спрашивать, но его расспросы привлекали ненужное внимание. Бран следовал за ним неотступно, выискивая малейшую зацепку. Его неосторожное расследование могло чего ни в коем случае нельзя было допустить, не раньше, чем у Агапита появится возможность сделать ход. Вокс вызов прервал ход его мыслей. Он выключил дисплей и активировал приемник. Командор Агапита, мне нужно кое-что с вами обсудить. Он узнал голос Кустоди Арката. После прибытия на освобождение большую часть времени Кустоди сдержались обособленно, разместившись на средних уровнях шпиля ворона, где некогда обитали, теперь уже уничтоженные роты. Временами они ходили с проверками в Армориум, доки и другие охраняемые территории. Естественно, подобное доставляло мало удовольствия, но Корах согласился предоставить Кустоди свободный доступ по всему освобождению, невзирая на протесты Агапита. Единственное, чего удалось добиться Командору, это запрета для Кустоди посещать впадину ворона. Примарх оберегал генотех и его секреты так жирьяно, как когда-то своих последователей во время восстания. Я у себя, Кустоди, сказал Агапита, можем поговорить здесь. Хорошо, Командор, уже иду. Агапита почувствовал любопытство, думая о том, что станет темой их разговора. Для Кустоди стражи было не характерно общаться с легионом подобным образом. Он задался вопросом, был ли тут замешан Бран, и у него вновь испортилось настроение. По крайней мере, проект генотеха и новых рекрутов оказался успешным. Вскоре у Брана не останется времени для других забор. Как командор рекрутов, он будет безвылазно находиться во впадине воронов. Тренировка казалась бессмысленной, но Альфари не хотел привлекать внимание, показывая это. Он пригнулся, немного развел руки и стал медленно обходить рекрута. Шагнув влево, он краем глаза заметил Коракса и Брана, наблюдавших за тем, как они с Кодианом примериваются друг к другу. Недавно аугментированный Кодиан выглядел соответственно. Был выше, но не настолько широкоплечим, как Альфарий, с мускулистыми руками и решительным взором. Он мог обладать физическими качествами легионера, но не мастерством и опытом. Альфарий заметил, что гвардейцы Ворона любили пари, поэтому поспорил с сержантом Дором, что победит Кодиана за две минуты. На кон они поставили десять дней ухода за доспехами. Альфарий размял пальцы, на секунду представив, как сержант начищает его доспехи. На воинах были лишь свободные черные штаны, поэтому Альфарий не мог ни за что ухватиться, чтобы сделать бросок. Альфа-легионер рванулся, пытаясь сапать Кодиана за запястье, но рекрут вдоль секунды оказался на два шага дальше, и Альфарий промахнулся. Лицо рекрута выражало полную сосредоточенность, взгляд метался между руками, ногами и лицом Альфария, пытаясь предугадать следующее движение. Альфарий вновь начал двигаться по кругу, спиной ощущая ожидающие взгляды остального отделения. Все молчали, в зале царила полная тишина, не считая шлепков босых ног бойцов. Кодиан сделал шаг в сторону и ударил ногой, пытаясь сбить Альфария. Тот успел подпрыгнуть, одновременно сместив вес, чтобы толкнуть противника плечом. Приземлившись, он снова оттолкнулся ногами, но вместо того, чтобы врезаться в Кодиана, лишь прошил воздух. Удар ногой в спину заставил Альфария побежать по инерции еще пару шагов. Когда он развернулся, ему пришлось тут же поднять руки и блокировать серию нацеленных в голову ударов. Альфарий в ответ попытался врезать Кодиану ногой в живот, но тот ловко увернулся и удар лишь скользнул по бедру рекрута. Кодиан потерял равновесие и, желая развить успех, Альфарий вновь попытался схватить его. Он вцепился в левую руку рекрута и тут же провернул ее, пытаясь повалить противника на пол. Затем Кодиан стремительно упал на пол, перевернулся и бросил Альфария через спину, заставив легионера разжать хватку, чтобы превратить падение в кувырок. От последовавшего удара Альфарий растянулся на полу и был атакован так быстро, что не успел увидеть, когда Кодиан успел подняться. Легионер откатился вправо и вскочил на ноги и как раз вовремя, чтобы его подбородок встретился с носком ноги Кодиана. Рухнув на ракрит, Альфарий еще и хорошенько приложился головой. Он тут же откатился в сторону, когда нога рекрута опустилась туда, где только что находилась горло Альфария. Почти мгновенно Кодиан ударил его другой ногой по ребрам, выбив из легких легионера весь воздух. Следующий удар Альфарий предвидел и вывернулся так, чтобы обеими руками схватить Кодиана за ногу, прежде чем рекрут успеет врезать ему в живот. Вскакивая на ноги, Альфа-легионер одновременно дернул вверх, пытаясь повалить Кодиана на пол. Точно рассчитав время, Кодиан воспользовался захватом Альфария в качестве опоры, рванувшись вверх и врезав ему коленом в грудь. Альфарий рухнул на землю, но не разжал хватку. Отпустив изхватки Кодиан развернулся и уселся на горло Альфария, прижав его к полу. Задыхаясь, Альфарий встретился взглядом с противником и увидел в его глазах ярость. Рекрут размахнулся, целясь Альфарию в лицо. «Хватит!» Сквозь грохочущую ушах кровь расслышал он приказ командора Брана. Кодиан с легкостью вскочил на ноги и отступил в сторону. В голове Альфария чем боль не поутихла. К нему подошел сержант Дор и протянул руку, чтобы помочь подняться. Раздраженный Альфарий проигнорировал ее и встал самостоятельно. Он бросил злобный взгляд на Кодиана, который ответил ему вежливой улыбкой. Позади него ухмылялись остальные восемь рекрутов. Все еще приходя в себя после поражения, Альфарий вернулся к своему отделению, стараясь не обращать внимания на самодовольный взгляд Дора. На очередной поединок вызвали еще одного рекрута и легионера. Альфарий встал неподалеку от Брана и Коракса, поэтому смог подслушать, о чем они говорят. Реакция и сила выше, чем у взрослого легионера, сказал Бран. В жизни не видел ничего подобного. Но это хорошо только для поединка без доспехов и оружия, ответил Коракс. Их преимущества станут не такими явными, когда им выдадут силовые доспехи. Я размышлял над этим Лорд, произнес Бран, не отрывая взгляда от сражающихся воинов. Новые доспехи шестой модели, они намного превосходят все, что есть у нас, за исключением нескольких доспехов ручной работы у офицеров, но и те находятся в плачевном состоянии. Мы не сможем дать новым бойцам опыт и мастерство ветеранов, но новые доспехи с их более совершенными системами намного бы упростили задачу. Я подумал о том же, произнес Примар. Это не просто рекруты, а не начало чего-то нового для легиона. Я уже приказал Сиксу организовать еще сто имплантаций. Если все пойдет по плану, то через 50 дней у тебя будет укомплектованный боевой отряд. Похоже, титул командира рекрутов не в полной мере отражает твою роль. Бран взглянул на своего лидера. Когда вы давали мне титул, то сказали, что это и будет боевое соединение, лорд. Им нужно имя, сказал Коракс. Мы не можем продолжать звать их рекрутами, но не будет правильным, если их поглотят когти Агапита. У меня есть предложение, сказал Бран. Так поделись им, командор. У нас есть когти, ястребы и соколы, лорд. Думаю, мы должны стать рапторами. Рапторами? Коракс улыбнулся и положил огромную руку на плечо Брана. Да, прекрасно подойдет. Быстрые охотники, теперь ты командир рапторов. Я извещу Агапита, Солара и Алони. Легионер, который сражался с раптором, с рывком растянулся лицом на полу, заломленный за спину рукой. Раптор обхватил его шею и потянул на себя, выдавив из легионера болезненный рев. Хватит, крикнул Бран. Рапторы, подумал Альфарий, осматривая ряд воинов, которые радостно закивали товарищу, когда тот вернулся в строй. Если Коракс не ошибается и рапторы через 50 дней будут готовы к бою, Амигона следует известить об этом. До сих пор Альфарий не подал ни одного доклада, но из-за таких новостей стоило рискнуть. Чтобы не задумал примарх Альфа-легиона, ему придется действовать быстро, если он не хочет позволить гвардии Ворона возродиться. Казалось, Коракс полностью удовлетворяло увиденное. Альфарий наблюдал, как он направился к выходу. Прежде чем открыть огромные двери, примарх остановился и задумчиво оглянулся. Он нахмурился, но это было проявление не гнева, а беспокойства. Это продлилось лишь пару секунд, и Альфарию оставалось только догадываться, о чем же думал примарх, наблюдая за юными рапторами. Визар стражника треснул, засыпав хозяину глаза осколками армированного транспекса. Человек с криком отшатнулся, и Корвус одним ударом пробил ему грудь, оборвав его вопли. Позади него раздался грохот автоматического оружия, и он почувствовал острую боль в спине. Бросив взгляд через плечо, Корвус увидел трех человек на сторожевом посту, выдвинутой оборонительной позиции, которая прикрывала доступ из второго крыла к автомобильной стоянке. Огонь усилился, и по бледной коже Корвуса захлестал очередной ливень пуль, которые плющились и падали на пол вокруг него. Лидер повстанцев нагнулся и выхватил из рук мертвого стражи винтовку. Предохранитель для его пальца был слишком мал, поэтому Корвус без раздумий вырвал его. Оружие на самом деле было крупнокалиберным, но в его руках оно казалось детской игрушкой. Корвус обернулся и прицелился в первого человека на заставе, которая находилась приблизительно в двухстах метрах, поэтому он чуть приподнял ствол, приняв во внимание слабую мощность винтовочных пуль. Орудие из заставы вновь выплюнуло очередь, и изрытая следами пуль стена позади Корвуса рассыпалась градом обломков, задевших его левую руку. Он нажал на спусковой крючок. Стреляющий человек рухнул на свое оружие. В его левой щеке прямо под визором было пробито отверстие. Палец спазматически сжался, и орудие, крутнувшись на станке, выпустило очередь в пол. Корвус вновь выстрелил, и следующая пуля угодила в горло заряжающему, который оказался открыт из-за того, что орудие развернулось. Третий человек обернулся и бросился на утек. Едва ли не сразу его сбила с ног пуля, которая попала ему между лопаток и расколола позвоночник. «Держи», сказал Корвус, заметив, как возле него пробежала безоружная Дельфа, и протянул ей винтовку. Лидер повстанцев кивнул в сторону тела. У него на поясе есть запасные магазины. Первая волна почти достигла ворот. Стражи закрылись изнутри, думая, будто находятся в безопасности. За тремя слоями стали и ферракрита. Тут они заблуждались. Корвус взял с пояса радиопередатчик. «Константин, открой запор». «Да, Коракс», раздался ответ. Корвус просил последователей называть его по имени, но все больше и больше людей начинали обращаться к нему, используя почетное обращение. Если повстанцы действительно считали его спасителем, то Корвус решительно настроился доказать, что это так, и не подвести их ожиданий. Увидев брошенный дробовик, Корвус тут же поднял его. Бой грозил стать жестоким и кровавым. Он выхватил из-за пояса нож. По правде говоря, это был парадный меч полковника службы безопасности и быстро опередил толпу, которая текла по широкому коридору к воротам. Если повстанцам удастся захватить ангар, то они завладеют техникой, способной перемещаться в безвоздушном пространстве. Из-за своего стратегического преимущества ангар стал одной из приоритетных целей Корвуса. Разблокировка через пять секунд, Коракс, доложил Константин. Вперед, воскликнул лидер партизан, дробовиком указав на ворота. Корвус остановился всего в десятке шагов от ровной поверхности ворот. Если заряды, установленные им во время последней вылазки обнаружили, он будет выглядеть очень глупо. Сквозь металл донесся слабый треск взрывов. За пару секунд Коракс оказался у рычага затворного механизма. Тело человека, опустившего его, лежало у ног повстанцев. Если все прошло по плану, то замок должен был быть открыт. Корвус с легкостью дернул рычаг вверх. В этот момент он понял, что оказался прав. Взревели сирены, замигало аварийное освещение, ворота начали подниматься. «Оружие к бою!» заорал Корвус, перекрывая оглушительный грохот огромных механизмов. Ворота успели подняться всего на полметра, когда с другой стороны ударил град пуль, разрывая колени и ноги повстанцев. Человек двадцать рухнули на пол, крича от боли и держась за оторванные конечности. Остальные заключенные бросились в рассыпную, чтобы избежать той же участи. Взгляд Корвуса упал на ленцу. Девушка лежала на боку, левая ступня висела на одних лишь сухожилиях. Ее глаза встретились со взглядом Корвуса и она замерла. Девушка перестала кричать и слабо улыбнулась. В следующую секунду в нее угодило еще несколько пуль, сорвав половину лица и оставив на теле глубокие раны. Корвус с ревом бросился на пол и перекатился под поднимающейся дверью. Он скачал на ноги перед двумя солдатами, стоявшими за тяжелым стаббером, лафет-тренога которого была опущена на всю возможную длину. Дробовик Корвуса изрыгнул заряд, в клочья разорвав бронежилет ближайшего стража. Второй потянулся к кобуре и выхватил пистолет, пока Корвус вгонял в патронник в следующий патрон. Стражник в отчаянии принялся сажать на спусковой крючок, но пули просто отскакивали от груди Корвуса. Наконец пистолет несколько раз подряд пусто щелкнул и на лице человека проступил ужас. Внезапно его руку и плечо прошило очередь и страж в брызгах крови кубарем покатился по полу. Второй стабберный расчет разворачивал свое оружие на лидера повстанца. Бросив дробовик Корвус взял стаббер и ногой сбил треногу. Он перекинул патронную ленту через руку и прицелился в оставшихся стражников. На них Корвус израсходовал три короткие очереди. Он стрелял осторожно, чтобы не повредить другой тяжелый стаббер. Врата поднялись еще на полтора метра. Под ними пролазило все больше повстанцев. Корвус послал Бранна, Агапита и Стракина за вторым тяжелым стаббером. «Вперед!» закричал Корвус. «Вперед!» Глава тринадцатая Надежда Коракса Гидроконтакт 2 Путь к победе Очередь, извивающаяся вдоль одной стены коридора и возвращающаяся обратно вдоль другой, сделала шаг вперед. Навархев заглянул в открытую дверь слева, чтобы узнать о происходящем. Рекруты пока им не позволяли называть себя рапторами строились перед командором Браном. Возле командора стоял сержант Нестил с коробкой накрытой черной материей. Каждый рекрут по очереди опускал руку в коробку и доставал шестигранную гайку. Некоторые оказывались черного цвета, другие белого. Те, кто вынимал белую гайку, вздыхали и отходили в сторону. Счастливщики, которым выпало черное, каждый третий рекрут направлялись в комнату. Это были те, кому в скором времени предстояло пройти трансформацию. Навар видел, как новые рапторы тренируются в зале. Они были воодушевлены даже больше, чем легионеры, которых Навару приходилось видеть в своей жизни. Он помнил каждого парня из первой девятки, когда они были еще мальчиками, всего пару недель назад. Теперь они тренировались вместе с легионерами, а также учились обращаться с болтерами и тяжелым вооружением. Так близко. Если Навар вытащит черную гайку, то войдет в следующую группу рекрутов, которым предстоит стать рапторами. Ожидание было мучительным, очередь еле ползла. Мелкими шагами отступая от двери, а затем возвращаясь обратно. Когда Навар добрался до конца коридора, к двойным дверям, которые вели в столовую, он осознал, как близко от него конец очереди. За ним оставалось не больше двадцати рекрутов. Его руки дрожали от возбуждения, во рту пересохло. Между Наваром и командором Браном стояли всего пятеро рекрутов. Первый из них достал белую гайку, неудача. Оставалось еще четыре. Рекрут, который шагнул вперед, светловолосый парень по имени Мола, на несколько лет старше Навара, был командиром его отделения. Навар затаил дыхание, когда Мола засунул руку в коробку, зажмурив один глаз, словно боясь увидеть то, что ему выпало. Черная гайка. Повезло тебе, Мола, прошептал Навар, и тот в ответ подмигнул ему. На этом все, сказал Бран, выйдя в коридор. Командор, спросил Навар, и все внутри у него сжалось от разочарования. Это была следующая сотня, объявил Бран. «Возвращайтесь в спальне и готовьтесь к тренировке в час убывания». Бран зашел обратно в комнату и закрыл за собой дверь, оставив поникших рекрутов одних. Навар чувствовал себя так, словно ему только что, зарядили между ног, и ноющий тугой узел в нижней части живота говорил о том же. Он не вошел в первую девятку и не станет одним из второй сотни. «Не переживай», сказал Коул, похлопав Навара по плечу. «Пусть мы и не первые, но рапторами мы все равно будем. Неделю можно и подождать». Неделя казалась Навару вечностью. Примыкавшая к командному залу личная комната управления Корокса представляла собой квадратное помещение десяти метров поперечники, все стены которого были заставлены экранами и аналитическими устройствами. Технический персонал и жужжащие сервиторы занимались работой у культов, сопоставляя потоки данных вращающихся звездных карт и постоянно изменяющихся информационных сводок. Бран, Агапита, Солара и Алони сидели за стеклянным столом в центре комнаты. Возле них стоял Корокс, сжимая в руке портативный терминал. В углу отдельно от остальных безмолвно сидел Аркад, которого Примар пригласил сюда исключительно из вежливости. Бран только что закончил читать доклад по трансформации второй группы рапторов. Во время операции умерли двое. Как и после первой волны результат имплантации был ошеломляющим. Сикс говорит, что создал генетическое семя еще для двух тысяч человек. Хотя во впадине воронов одновременно мы можем проводить имплантацию всего двум с половиной сотням рекрутов. Он просит, чтобы мы перенесли всю работу в шпиль воронов. Пока это невозможно, ответил Коракс. Что с новыми доспехами? Испытания почти завершены, сказал Бран. Рапторы быстро учатся использовать усовершенствованные системы. У меня подготовлены пять тысяч доспехов в цветах легиона. Осталось завершить формирование отделений, прежде чем передать вармориум необходимую символику. Я набросал список потенциальных кандидатов сержанты, произнес Агапита, активировав сенсорный экран перед собой. Пусть рапторы и хорошо подготовлены, но им нужно выделить кого-нибудь из когтей для обучения премудростям командования. Согласен, подтвердил Коракс. Он взглянул на список. Хорошие воины, я оставлю окончательное решение за вами. Солара, что с бронетехникой? Могло быть и лучше, ответил командор. Со времени нашего возвращения Армориум получил три партии с Киавара, в основном Рено, но нам катастрофически не хватает тяжелой бронетехники. Надеюсь, вы не собираетесь дать Хорусу танковое сражение. Мы будем атаковать пехотой, произнес Коракс. С махом руки он вывел на стол изображение звездной карты, отображавший сектор вокруг освобождения. Красный круг выделил звезду почти на краю экрана и увеличил ее. Нарсис, спросил Алони, это наша цель. Мы собрали данные нескольких отчетов навигаторов, которые были поблизости, рассказал Коракс. Варп штормы еще бушуют, но турбулентность вокруг нарсистской системы почти стихла. Учитывая близость планеты к нескольким мирам-кузницам, а также к ресурсам Аграпы, Чопикса и Спартуса, полагаю, повстанцы смогут использовать Нарсис как плацдарм для атаки сектора. Идеальная крепость, вспомнил Брант. Дети Императора привели Нарсис к согласию и возвели на нем идеальную цитадель. Типичная высокомерия Фулгрима, бросил Алони. Идеальных крепостей не существует, но тем не менее, нам не хватит тяжелой бронетехники для осады. Как и времени, согласился Коракс. У меня есть план по захвату идеальной цитадели, но дело не в этом. Мне нужно знать, готовы ли рапторы к бою. Теоретически да, подтвердил Брант, но их пока не испытали в настоящем бою. Учение и стрельбы это одно, пламя войны совсем другое. Мне бы очень не хотелось, чтобы их перестреляли в первом же бою за идеальную цитадель. А как насчет Круца Акса, спросил Салара. Он перевел изображение на другую звездную систему, гораздо ближе к освобождению. Небольшая лунная база в мертвой системе, построена несущими слово. Вероятно, станция слежения. Мы можем проверить рапторов, а заодно перекрыть один из разведывательных каналов предателей в секторе. Брант, почесав подбородок, взглянул на изображение. Корах скивнул. Как быстро, спросил примар. Скольких бы вам хотелось проверить, сказал Брант. Первых пять сотен, сказал Коракс. Настоящая битва, а не тренировочная схватка. Ожидаю, что рапторы будут сражаться независимо от когтей, соколов и ястребов. Они наше передовое ударное подразделение. Десять дней на завершение процесса имплантации, еще десять на подготовку и вооружение, подсчитал Брант. Неизвестно, за сколько мы туда доберемся. По меньшей мере пятнадцать дней, учитывая состояние варпа. Хорошо, сказал Коракс. Ты поведешь рапторов в рейд на Круцеакс. Я буду вас сопровождать, чтобы лично наблюдать за их действиями. Что тебе еще нужно подготовить? Только сержантов, ответил Брант, бросив взгляд на Агапита. А так мы готовы. Я подберу новых командиров и через два дня отправлю их во впадину воронов, предложил Агапита. Вам потребуется разведка, сказал Солара. Если нужно, я могу выделить свои отделения. Мы будем полагаться на орбитальные данные, ответил Коракс. Это лишь небольшая стычка. Группировка отправится на Мстители, чтобы не рисковать потерей всей флотилии в Варпе. Мы ударим по несущим слово, уничтожим станцию и отступим. Только и всего. Понял, лорд, сказал Бран. Уверены, спросил Коракс, по очереди взглянув на командоров. Наша главная цель, Нарсис. Я хочу быть готовым к полномасштабной атаке гарнизона детей Императора через 50 дней. Мы как можно скорее должны нанести ответный удар по предателям. А Император одобрил ваши планы, вдруг спросил Аркад, поднимаясь с кресла. На какую поддержку вы рассчитываете? Мы не можем установить контакт с Террой, сказал Примар. Император даровал нам право действовать самостоятельно, позволив забрать генотех из хранилища. На другие войска надеяться не стоит. Будет только гвардия Ворона. Не знаю, как обстоят дела у остальных легионов, поэтому мы должны полагаться только на себя. Мои кустодии будут сопровождать вас на Нарсис, сказал Аркад. По возможности мы доставим пленных детей Императора на Терру. Это уже другой вопрос, произнес Коракс. Главная наша задача состоит в том, чтобы уничтожить идеальную цитадель и ее гарнизон. Если Нарсис перейдет в руки верных Императору войск, это значительно ослабит наших врагов. Это ваше право, как командира, примар, сказал Аркад. Но помните, пусть сейчас вы сражаетесь в одиночку, другие также ведут войну. Я не забываю о них, произнес Коракс. Именно ради них гвардия ворона и лезет в пасть зверя. Кислотное облако сократило видимость до ста метров и уже начало растворять краску на доспехах Альфария. Он осторожно шел вперед, обходя лужицы едкой жидкости. Все в зоне радиационного заражения имело красноватый впереди казались черными пятнами на фоне багрового неба. Писк радиационного датчика был настойчивым, но спокойным, достаточно низким, чтобы доспехи не начали закачивать кровь нейтрализующие препараты. Рециркулируемый воздух, которым он дышал, был немного заткным, но еще вполне пригодным для дыхания, несмотря на запах антисептиков. Поставив ногу на изъеденные ржавчиной обломки рельсовой дороги, Альфарий бросил взгляд вправо, где с оружием на готове продвигалось его отделение. План в уголке его глаза показывал, что они находились в 750 метрах от маяка впадины воронов. До границы патрулирования оставалось 500 метров. Обогнув расплавленную кучу шлака, некогда бывшую вагонным составом, отделение быстрым шагом пересекло погрузочную площадку. Немрон шел чуть впереди остальных, в одной руке сжимая болтер, в другой ауспик. Периодически легионер повторял, что контакта не обнаружено. Патрулирование было стандартной процедурой проверки периметра. Но после успеха с набором рапторов, Альфарий увидел новый смысл в приказах командора Брана. Они были плохим предзнаменованием, указывающим на то, что руководство гвардии Ворона могло узнать о готовящемся мятежами гона. Зону патрулирования увеличили на 500 метров, охватив теперь и окраины заброшенного транспортного узла. Через 100 метров, когда отделение стало спускаться в провал, образованный обрушением подземных туннелей и проходов, облако сгустилось еще больше. Осторожно шагая по разбитому ферракриту, Альфарий вдруг что-то почувствовал. У основания черепа появилось слабое, но настойчивое давление, угнездившееся в выемке в позвоночнике, откуда когда-то изъяли парогеноидные железы. Он сразу понял, в чем дело и резко вдохнул. Микроскопический имплантат, встроенный ему в хребет, зафиксировал чрезвычайную передачу. Где-то в радиусе сотни метров находился передатчик Альфа-легиона. «Двигаться вправо, дистанция 50 метров», приказал Альфарий, направив отделение по другому маршруту. «Немрон, просканировать здание в 70 метрах справа». Альфарий продолжал идти в прежнем направлении, удаляясь от остальных легионеров. Подергивание в шее становилось все более настойчивым. Посмотрев в сторону воинов, он заметил лишь едва различимые тени в губительном тумане и решил, что они тоже уже не видят его. Он замер и сосредоточился на сигнале. Шагнув влево, Альфарий почувствовал незначительное ускорение темпа. Легионер осмотрелся и заметил неподалеку опору линии электропередач, поваленную и смятую, словно она была сделана из мокрой бумаги. Еще раз оглянувшись и уверившись, что за ним никто не следит, он направился к опоре. Тиканье в черепе становилось все быстрее и быстрее. Альфарий поспешно осмотрел мусор у основания поваленного столба, но не заметил ничего необычного. Хорошо, что глазу здесь не за что было зацепиться. Значит, чтобы использовать узловую станцию, ему не понадобится сперва искать ее. Опустившись на колени, он открыл панель на правом наручье и отключил датчик отделения. Сержант, теряем ваш сигнал, немедленно доложил Галев. Воксканал шипел от сильных помех. Все в порядке, радиационный карман, спокойно ответил Альфарий. Продолжайте проверку, я сейчас к вам присоединюсь. С этими словами он активировал приемник передатчик ближнего радиуса действия. Небольшую антенну, торчащую из тыльной части перчатки. Кот Эфрид, Омега-9 Гидро, раздался приглушенный электроникой голос приема ответчика. Контакт-2, докладывайте. Действие незамедлительное, готовьтесь к получению приказов. Кот Эфрид, Гидро-9 Омега, произнес Альфарий. Контакт-2, понял вас. Обозначение нового подразделения Рапторы. Генотех очень стабильный. До первой операции Рапторов 23 дня. Цели пока ничего не угрожает, но уже составлен план увеличения. Жду приказов. Громкий треск несказанно удивил Альфария, поскольку с ним установили соединение. Контакт-2, говорит Эфрид. Подтвердите статус развития Рапторов. Эфрид, Гидро-Контакт-2, масштаб имплантации возрос, полный технологический прогресс неизбежен. Превращение врага в военную угрозу в пределах 70 дней. Приказы. Наступила продолжительная пауза, затем раздался треск ответа. Альфариус стало интересно, ожидал ли его повелитель подобные новости. Доклад принят, Контакт-2, приказываю оставаться на месте. Связь с шипением прервалась, и Альфари вернул передатчик обратно. Ответ немного встревожил его. Несмотря на многослойное искажение, Альфарию в голосе Мегонов послышалось колебание, словно он удивился такому повороту событий. Альфари пока мало что мог сделать, и приказ оставаться на месте означал, что ему следовало не предпринимать попыток завладеть генотехом, не вмешиваться и не препятствовать процессу набора. Он надеялся, что у его примарха есть план, который тот был готов воплотить в жизнь. Если нет, то гвардейцы Ворона вскоре полностью восстановят свой легион. Посадка через пять, четыре, три, два, одну. Громовой ястреб ощутимо содрогнулся, вздымая вокруг себя фонтаны щебня и песка. Бран уже поднял раму крепления и направился к штурмовой рампе. Остальные тридцать рапторов быстро построились позади него. Их недавно выкрашенные доспехи блестели в боевом освещении отсека. Болтеры сверкали свежей смазкой. Второй удар повредил восточную оборонительную турель, поэтому можете выгружаться, сообщил пилот. Рампа боевого корабля быстро опустилась и в отсек хлынул резкий синий свет. Авточувства Брана отфильтровали яркое сияние, когда командор спрыгнул на продуваемую ветрами дюну. Стандартное построение Корон левый фланг, Нал правый, отрывисто приказал Бран. Рапторы быстро развернулись веером. Их доспехи казались темными пятнами на фоне светло-серой пустыни. По на фланге еще одно направилось за Браном. Перед ними под скальным утесом притаилась станция слежения. Ее плоская крыша была утыкана тарелками и сенсорными антеннами. Над головами легионеров просвистели три ракеты, взорвавшись на западной оконечности станции слева от Брана. Во все стороны разлетелись обломки Рокрита, падая на засыпанный песком двор. Бреж пробита, третье подразделение вперед, второе оказывать огневую поддержку, отдал приказ командор. Ветер постоянно перемещал пласты песка, из-за чего идти следовало с предельной осторожностью. Вздымая серые клубы, тяжелые легионеры хлынули вперед, целясь в приземистое здание. Сверху донес рев плазменных двигателей, и над ними пролетел еще один громовой ястрик. Ведущий огонь из лазерных пушек по надежно защищенным ставнями окнам в южной части станции. Когда десантно-штурмовой корабль Бранно взлетел, чтобы прикрыть легионеров, поднятый им песчаный вихрь моментально скрыл из виду рапторов. Цели на 15 градусов, третье окно, взревел Бранн, заметив бронированную фигуру в одном из разбитых окон. Секунду спустя издание открыли болтерный огонь по отделению сержанта Нала. Воины Корона начали стрелять в ответ, осыпая станцию градом болтерных снарядов и плазменных выстрелов. Бранд дал команду сопровождающему его отделению открыть прикрывающий огонь. Поканал со своими легионерами, мчался к защитникам. Отвлекайте их, отдал команду Бранд, поднимая комби болтер. Два ствола одновременно полыхнули, поливая снарядами оконный проем и покореженную раму. Грохот болтеров усилился. К нему присоединился громогласный рев ротонной автопушки Кавина. Тяжелые орудийные снаряды принялись вырывать целые куски пластика из стены. Внезапно Бранд осознал, что сейчас он в первый раз стреляет в других легионеров Астартов. Как и Рапторы, он не сражался на Истване. Поэтому с гордостью разделил этот момент со своими рекрутами. Командор задался вопросом, насколько же все продумал Коракс, когда поставил его во главе Рапторов. Тот, кто не прошел резню в зоне высадки и последующее спасение, испытывал трудности в общении с легионерами, которые были наиствами. Но между ним и его новыми бойцами такие различия отсутствовали. Эта атака не просто демонстрировала способности Рапторов, но была шансом показать Агапита и остальному легиону, что он готов вести войну с предателями, как любой другой воин, видевший гибель своих братьев на Истване 5. Судя по тепловому сканированию, враг сосредоточился для отражения атаки с юга. Коракс говорил медленно и спокойно. Примарх решил не участвовать в операции, предпочитая следить за ходом боя со Мстителя на орбите Руцеакса. Сам газовый гигант виднелся сейчас, лишь как огромное кроваво-красное полукружие за изубренной горной грядой позади станции слежения. Удерживать позицию, оттягивать огонь на себя, приказал Бранд. Его группировка совершила посадку на самом видном месте и атаковала первой, но их штурм был лишь отвлекающим маневром с целью завлечь несущих слова в одну часть здания. Тем временем с противоположной стороны, с невидимых защитником вершин утеса, к ним приближалась вторая группа. В правую руку Бранда угодил болтерный снаряд. Осколки керамита забарабанили по груди и визору шлема. Командор заметил в двух стах пятидесяти метрах открытую дверь, из которой вели фланговый огонь по трем его отделениям, облаченные в красные доспехи несущие слова. Один из легионеров Нала рухнул в песок. Еще один упал секундой позже. Его развороченный ранец засверкал энергетическими дугами. Перехватив оружие в левую руку, командор сделал десяток выстрелов в дверной проем. Кавин развернул автопушку даже раньше, чем Бранд успел выкрикнуть приказ. Снаряды забили по скрывавшемуся за дверью отделению, сразив одного несущего слова и заставив других нырнуть обратно в укрытие. Бранд взглянул на вторичный экран хронометра. До основной атаки оставалось 22 секунды. «Усилить огонь! Отвлеките их!» прокричал он. Рапторам предстояло доказать, что они соответствуют стандартам гвардии ворона, собственно, как и самому командору. Вершину эскарпа усеивали камни, но они нисколько не мешали легионерам быстрыми прыжками несущимся по склону. Отделение сержанта Дора входило в состав гарнизона впадины ворона, поэтому его временно прикрепили к рапторам на почетных основаниях. Так вышло, что Альфари сейчас спускался к аванпосту несущих словах вместе с другими гвардейцами ворона. Он испытывал странное чувство, почти такое же удивительное, как когда примарх приказал им открыть огонь в зоне высадки. Им сообщили, что они поддержат брошенный Хорусом вызов императору. Но Альфари все равно казалось непривычным стрелять в воинов другого легиона. Но нет, тогда это не шокировало его, наоборот, он почувствовал себя освобожденным. Десятилетия в тени великих свершений других легионов взрастили в нем обиду, о которой он даже не подозревал, до тех пор, пока впервые не нажал пусковой крючок. Тогда его поглотила жажда мести, но сейчас Альфарий мыслил вполне прагматично. Несущие слова вещали о своей преданности столь громко, проводили свои литургии и давали обеты с такой гордостью, что, наверное, именно их мятеж стал наиболее неожиданным и недостойным истинных легионеров. Альфарий всегда считал, что они слишком уж ревностно заявляли о своей преданности имперской цели, и когда они присоединились к Хорусу, он нисколько не удивился. Несущие слова считались союзниками Альфа-легиона, как и другие легионы, которые объединились, чтобы уничтожить войска императора. Но это не означало, что Альфарию должны были нравиться напышенные фанатики предателей. Он с легкостью мог представить, как они воздают хвалу Хорусу, так же, как когда-то кричали о праведности императора. Из всех легионов, которые принимали участие в резне, именно несущих слова Альфарий считал самыми большими лицемерами. «Приготовиться к спуску», произнес сержант Дор. Они приближались к краю обрыва. Сквозь песчаную бурю неслись 200 рапторов и 20 бывших когтей. Рапторы представляли собой странное зрелище из-за похожих на клювы личин и новых доспехов, придававших им сходство с хищными птицами. Альфари уже достал чертежи доспехов шестой модели и только ждал возможности передать их Омигону. Не исключено, что его находка была не такой уж значительной, принимая во внимание то, как глубоко Хорус проник в ряды механику. Но какой частью этой информации воитель соблаговолит поделиться с Альфа-легионом оставалось под большим вопросом. Отделение справа от Альфария первым достигло края утеса. Не останавливаясь, легионеры нырнули в песчаную бурю. Альфарий затаил дыхание и рванулся следом за ними в разреженный воздух. Крыша здания лежала в 23 метрах под ними, что не представляло собой значительной проблемы для полностью бронированного легионера даже при обычной силе тяжести. А луна Круциакса имела лишь две трети стандартной таранской гравитации. Альфарий приземлился на покрытую выбоинными ракритовую крышу, подняв облака пыли. Псевдомускульные фибросвязки доспехов сжались, по правой линзе шлема потекли системные сводки. «Мелты!» крикнул Дор, снимая с пояса заряд. Альфарий последовал примеру сержанта и закрепил мелтобомбу на крыше, установив таймер на три секунды. Альфа-легионер отбежал на полдесятка шагов и, приготовив болтер, в другую руку взял осколочную гранату. Полыхнув белым пламенем, мелто-заряд проплавил в Рокрите метровую дыру. Долю секунду спустя взорвалась бомба Дора, расширив проем. Рапторы вокруг них поступили аналогично, вскрывая бреши по всей крыше. Недолго думая, Альфарий забросил в пробоину гранату и, услышав, как она взорвалась, перехватил болтер в обе руки и прыгнул следом. От удара плитка у него под ногами пошла трещинами. Пыль стояла столбом, пол усеивали куски ракрита, хрустевшие при каждом шаге. Единственным источником света служил проем над головой, из которого внутрь прорывался резкий синий свет. Оглянувшись, Альфарий понял, что попал в короткий коридор, с обеих сторон заканчивающийся арочными дверями. Он сделал шаг вперед, целясь перед собой и позади него приземлился сержант Дор. Альфарий повел болтером вправо, когда чуть поодаль распахнулась дверь, но расслабил палец, узнав в сумраке характерный силуэт раптора. Впереди послышал слайб болтером, заставив Альфария действовать. Пока остальное отделение спускалось за ним, он с Дором направился к карке. Из ближайшей боковой комнаты к ним вышли еще пять рапторов. Внезапно в дверях появилась фигура. В кружащейся пыли было невозможно отличить друга от врага, и Альфарий просто прицелился в него. Воин сделал к ним пару шагов, и в просвете блеснули багровые доспехи. В легионере было нечто странное, какая-то сгорбленность, сильно встревожившая Альфария. Дор открыл огонь первым, а спустя секунду к нему присоединились рапторы. Несущий слово отшатнулся из проема, во все стороны полетели куски доспехов. Вперед! закричал Дор, срываясь на бег. Зачистить помещение! Альфарий последовал за сержантом через дверь, крепче сжав палец на спусковом крючке. Едва переступив порог, он направил оружие влево, на пару легионеров, присевших у расколотого подоконника. Первым же выстрелом Альфарий пробил ранец ближайшему воину. Затем он прицелился чуть выше и попал в вычурный шлем другого несущего слова. Или, по крайней мере, так вначале показалось Альфарию. Легионер повалился на бок, из треснувшего черепа хлынула кровь. То, что Альфарий поначалу принял за богато украшенный шлем, на самом деле оказалось деформированной головой. Из лба несущего слова торчал небольшой от цвета бронзы, а кровь текущая из дыры в черепе густой и черной. Альфарий, выругавшись от отвращения, выстрелил еще раз, и уродливая голова несущего слова разлетелась на куски. Второй несущий слово развернулся и выстрелил Альфа-легионеру в живот, разворотив проходивший там кабель и искусственные мышечные связки, из которых выплеснулась труя белой жизнеобеспечивающей жидкости. Мимо Альфария промчался один из рапторов, на ходу ведя огонь из болтера, и на груди несущего слова расцвело несколько кровавых кратеров. Предатель схватил свой болтер как дубину, но раптор стремительно отразил удар собственным оружием, а затем несколько раз локтем ударил по шлему врага. С такой же ошеломляющей быстротой раптор сделал подсечку и еще одним ударом в голову свалил предателя на пол. Поставив гвардеец ворона принялся всаживать в него болт за болтом, из-за чего поножи раптора покрылись брызгами крови. Не останавливаться, приказал Дор, махнув в сторону закрытой двери в дальнем конце комнаты. Оглянувшись, Альфарий увидел, что гвардейцы ворона пока не понесли потерь. Всего он насчитал пять погибших предателей. У одного воина были такие же звериные, искаженные черты лица, как у того, которого он убил ранее. Не стоит задумываться, заметил Дор, угадав мысли Альфария. Импульсное сканирование показало, что двумя уровнями ниже находится реактор, почти под нами. Поищем лестницу. Но Альфарий не мог не задуматься над увиденным. Слухи ходили уже давно. Скорее не слухи, а солдатские байки. Бывало, что потерянные корабли выходили из варп с экипажем, полностью извращенным каждый легионер, который провел в варпе определенное время, мог поведать историю о странном сне или гнетущем чувстве. Иногда, в первые секунды после пробуждения, во время варп-путешествия, Альфарий видел ужасные вещи, а командование легиона никогда прямо не отрицало, что в варпе кто-то обитает. Уродливые лица двух несущих слова напомнили Альфарию те смутные видения, и он задался вопросом, что же происходит с легионерами и примкнули к хорусу. Следующий коридор привел их в обеденный зал, который протянулся по всей ширине здания, почти на 70 метров в длину. Когда они подошли, перестрелка была в самом разгаре. Воздух полнился летящими снарядами, яркими следами прометия и плазменных разрывов, отражающимися от стальных столов и стеллажей. Рев болтеров и звон попаданий оглушал. Несущие слова занимали позиции за перевернутыми столами перед кухней в дальнем конце зала и перестреливались двумя отделениями рапторов, зажатыми у двойных дверей напротив альфария. Град выстрелов приветствовал сержанта Дора, когда тот ворвался в комнату, поля из болтера в автоматическом режиме. Перевернув один из столов, сержант укрылся за ним. Вокруг него во все стороны разлетались куски металла. На доспехах расцветали вспышки от болтерных попаданий. зал. Первого сшибло с ног флазменным сгустком, который прожег его на грудник и испепелил внутренности. Братья тут же отомстили за павшего, из решетив стрелка несущих слова. Его доспехи и стеклянный шкаф позади разорвало шквалом выстрелов. Третье отделение, обход с фланга, выкрикнул приказ один из рапторов, который подскочил к столу с гранатой в руке. Он забросил гранату за стойку, отделявшую зал от кухни. Оттуда вырвались языки пламени, вызвав цепь вторичных взрывов из-за развороченной электропроводки. Облаченные в черные рапторы, не открывая огня, ринулись с обоих сторон зала. Очереди несущих слова скосили еще двух легионеров, но остальные продолжали бежать, не обращая внимания на потери. «Не тормози, старик!» рассмеялся «Блюдок!» прорычал Дор, и перескочив через упавший стол, тут же начал стрелять из болтера. «Огневая поддержка!» Альфарий боком пробрался в зал и разрядил пять выстрелов несущего слова с плазмоганом, расположившегося за тележкой, заставленной кувшинами для воды. Сосуды разлетелись осколками и брызгами, несущий слово нырнул обратно в укрытие. На свежей красной краске доспехов было заметно несколько отметин от прямых попаданий. Остальная часть отделения бросилась вглубь зала и заняла огневые позиции. Болтерные снаряды заколотили по металлической стойке и столам, за которыми укрывались предатели. Обнажив боевые ножи, рапторы атаковали несущих слово, сосредоточившихся в дальнем конце зала. Альфарий увидел, как одного из легионеров разорвало слаженным вражеским огнем за миг до того, как его скачил стойку и метким выстрелом попал визор несущего слова. Раптор взмакнул ножом и перерезал глотку предателю, когда его левый наплечник раскололся в буре керамитовых осколков от болтерного снаряда. Несущие слова не ожидали от раптора в такой скорости и ярости. Легионеры в черных доспехах хлынули между стеллажами и шкафами кухни, разя предателей болтерами и ножами. По команде Дора отделение рванулось вперед, готовое прикрыть рапторов в случае, если их оттеснят. Но в этом не было нужды. Альфарий видел, как три раптора забили болтерами несущего слова. Еще одного предателя бросили на оголенную взрывом гранаты проводку и по его дергающемуся телу заструились искры и электрические разряды. Последний раз Альфарий видел нечто подобное во время атаки пожирателей миров на Саламандр в зоне высадки. Это было безжалостное побоище. Он даже не представлял, что подобное возможно. Сражение в обеденном зале было куда менее масштабным, но смертоносная эффективность рапторов впечатляла не меньше. Он вообразил бьющихся перед ним сверхлюдей в цветах Альфа-легиона, разрывающих ультрамаринов или темных ангелов. Они сражались с неудержимостью и яростью в сочетании с необычайной скоростью рекруты. Альфари представил, как Альфа десантируется на Теру с пятьюдесятью тысячами подобных воинов, закаленных в битвах, наделенных хитростью и умением, которым их обучил примар. Такую силу уважал бы даже Хорус. Внезапно Альфари понял, насколько важным стало его задание и почему он пока не получил приказа уничтожить генотех. Ему предстояло не избавить вселенную от гвардии Ворона. От него когда в стальных стенах отзвенело эхо предсмертного крика последнего несущего слова, в зале воцарилась тишина. Альфарий двинулся к двери впереди, пока рапторы проверяли, все ли предатели мертвы, вонзая ножи им в шеи. Новый приказ, ряфкнул Дор. Реактор заминировали, мы уходим. Громовые ястребы эвакуируют нас в точках 760 и 790. У нас одна минута, выдвигаемся. И это все вырвалось у Альфария? Так быстро? Ударить и отступить, ты же знаешь правила, ответил сержант. Нам поставили задание уничтожить станцию. Через 50 секунд мы его выполним. Рапторам не нужно было повторять дважды. Отделение слажено, отступили из кухни через обеденный зал. Альфарий двинулся следом, все еще оглядываясь по сторонам в ожидании контратаки. Враг уничтожен? спросил он. рассмеялся Дор. У нас мало времени. Они бросились по коридору, через который прошли раньше, и выскочили в выбитые окна. Поток легионеров в черных доспехах хлынул в песчаную бурю и исчез из виду. Альфарий невольно позавидовал гвардейцам ворона, наблюдая за тем, с какой скоростью они растворялись в пыли. Так же быстро, как и появились из нее. Шагая по дюнам, Альфарий оглянулся. Песчаная буря уже скрыла здание. Локатор зафиксировал впереди сигнал снижающегося громового ястреба. Десантно-штурмовой корабль с открытой рампой приземлился на дюну, подняв еще больше песка. Едва Альфарий достиг рампы, как земля у него под ногами заходила ходуном. Взойдя на борт корабля, он оглянулся и увидел, как в мглистом мареве вспухает красный шар пламени. Пару секунд спустя их захлестнул мощный порыв ветра, сыпанув песком в открытый отсек громового ястреба. Мы загружены под завязку, объявил пилот по внутренней связи. Очистить рампу. Дор выскочил из пылевого облака и, схватив Альфария за руку, забрался в отсек. Задание окончено, объявил Коракс по основному ВОКС-каналу. Победа за нами. Гвардия Ворона доказала, что врагам больше не стоит ее игнорировать. Рапторы продемонстрировали свою ценность и впервые заслужили боевую славу. Борьба против Хоруса началась. Когда громовой ястреб стал резко набирать высоту, Альфарий сел в кресло и опустил раму фиксатора. Бой продлился не более десяти минут. Десять минут, которые могли изменить ход всей войны. Во впадине Воронов царило ликование, когда из последнего челнока Мстителя выгружались воины. Даже гибель четырнадцати бойцов не могла испортить настроение рекрутам гвардии Ворона. Хотя Брант был несколько опечален. Список потерь был куда длиннее, чем он считал приемлемым. Учитывая то, что в основном наступлении принимало участие четыреста легионеров против всего лишь немногим более пятидесяти несущих слов. Впрочем, на самом деле Командора тревожило совсем другое. Коракс едва обмолвился об операции и после краткой победной речи на все оставшееся время путешествия в Варпе уединился в комнате управления Брана, так и не дав Командору возможности озвучить свои сомнения. Пока Рапторы расходились по спальням, Брант и Коракс отправились обратно в Шпиль Воронов сообщить о выполнении задания остальным членам командования Легиона. Когда они зашли в комнату для инструктажей, командоры уже ждали их. Вокруг все еще кипела бурная деятельность. Персонал Легиона собирал всю доступную информацию о Нарсисе и идеальной цитадели. Салара, Агапита и Аллони сидели за столом, словно гигантские статуи посреди бескрайнего моря людей. Аванпост на Круцаксе уничтожен, объявил Коракс, войдя в комнату. Рапторы, пусть и оказались немного бесхитростны с тактической точки зрения, проявили себя даже лучше, чем ожидалось, и победа символизирует возрождение гвардии Ворона. Сто процентный успех, спросил Салара. Вместо ответа Коракс посмотрел на Брана. Я бы так не сказал, произнес командор рапторов, встретив взгляд примарка. Мы понесли неоправданные потери. Со временем они научатся, сказал Коракс. Их ретивость поубавится. Они безрассудны, они ретивые, сказал Бран, садясь за стол. Хотя любой бой это риск, они много раз шли на него, когда не было такой необходимости, что стоило не только ценных жизней, но и потенциально угрожало успеху задания. «Если мы бросим их на идеальную цитадель в подобном состоянии, их быстро вырежут», сказал Агапиток. «Мы изучили о ней всю доступную в архивах информацию, и картина вырисовывается, не самая радужная. Скорее всего, с тех пор, как дети императора вступили в союз с Хорусом, они еще больше укрепили Нарсис. Там не место для необдуманных действий». «Рапторы станут только частью наших сил», произнес Коракс, нахмурившись от раздражения. «Вы слишком строго судите их за слабую дисциплину во время первого боя. Они знали, что их проверяют, и хотели проявить себя. Помню, как вы с Браном в детстве пытались поразить меня своей храбростью». «Верно подмечено, лорд», отозвался Агапиток. На секунду показалось, что он искренне раскаивается, но затем командор покачал головой. «Но есть ощутимая разница между двумя маленькими узниками и несколькими ротами транслюдей, бронированных и вооруженных лучшим из всего доступного. Им следовало поразить нас решимостью и дисциплиной, а не фанатизмом. Внимание к долгу». «Ты считаешь, что они не готовы?» перебил его Коракс. «Ты похож сейчас на одного из капелланов несущих слова, голословно вещающих о долге и дисциплине. Мы вступили в войну, которая решит судьбу Империума. Я ожидаю, что каждый мой воин будет вести себя достойно и пойдет на все ради победы». На пару секунд в комнате воцарилась неловкая тишина. Коракс отвернулся, сжав зубы от гнева. Когда он вновь взглянул на командора, то уже сумел взять себя в руки. «Рапторы научатся Больши» мы распределим их по всему легиону, как ранее простых рекрутов, и ветераны помогут укрепить их дух. Не забывайте, что какую-то сотню дней назад все они были детьми. На вашу трансформацию ушли годы. За это время в вас вбивали терпение и дисциплину. Бран, если тебя это так беспокоит, то приложи дополнительные усилия, чтобы обучить своих воинов всему необходимому. Потому что у нас нет в запасе нескольких лет для проверки их навыков и выковывания боевого духа. «Так точно, лорд, как пожелаете», произнес Бран. «Еще несколько вылазок в радиационные пустоши немного успокоят их». «Когда мы выдвигаемся на Нарсис», лорд спросил Солара. «Даже учитывая рапторов, мы можем собрать максимум 5000 легионеров». «Я собираю штурмовать идеальную цитадель с двое большим количеством», сказал Коракс. «Сикс и Орландиас получили распоряжение увеличить масштаб имплантации». «Еще 5000 рапторов», едва ли не с ужасом спросил Агапита. «Но у нас осталось всего 500 новицеатов, пригодных для имплантации. Где нам взять новых рекрутов?» «На освобождении и Киавари», ответил Коракс. «Как я уже говорил, новое генетическое семя позволит нам с одинаковым успехом набирать более молодых и менее пригодных кандидатов». «Простите за непочтительность, лорд, но это бессмысленно», сказал Агапита. «Буквально только что мы обсуждали незрелость рапторов, которые несколько лет обучались и изучали традиции легионов. Брать неопытных детей, чтобы превратить в суперсолдат, кажется несколько опрометчивым решением». «У нас нет другого выбора», произнес Коракс, больше не гневаясь на критику Агапита. «Я понимаю твои опасения и сам обдумал их во время обратного пути Скруциакса. Но из-за предательства Хоруса мы оказались в коридоре, из которого есть лишь один выход. Или мы начнем создавать больше рапторов и увеличим набор рекрутов, или придется забыть об ответном ударе по войскам Хоруса. Пока перед нами стоит простой вопрос цифр, и они говорят не в нашу пользу». «Я бы хотел заявить о своем несогласии», высказался Агапита. Командор посмотрел на Коракса, а затем демонстративно перевел взгляд на Брана. На его лице читалось раздражение, граничащее с отчаянием. Бран понимал позицию брата, но он лично видел, на что способны рапторы, даже неопытные. Пять тысяч подобных воинов были бы невероятно мощным оружием. Кроме того, это также был вопрос лояльности примарху. Странное поведение Агапита после Иствана дало Брану повод сомневаться в искренности мотивов, которыми руководствовался его брат, возражая против плана Коракса. Возможно, он боялся, что когти утратят былую честь и престиж. Скорее всего, Агапита задевало то, что примарх явно отдавал предпочтение рапторам в доспехах и оружии, в обход их. И у него была еще одна причина согласиться с примархом, куда более личная. Боевые действия на Круциаксе не стерли сомнений, которые Бран испытывал, не попав на Иствам. Они доказали лишь то, что ему, более чем кому-либо другому, следовало искупить свою вину в глазах гвардейцев Ворона, которые там сражались. Огромное число рапторов превратит его в ключевого командира на Нарсисе, что даст ему возможность проявить себя куда лучше, обычного рейда на отдаленный аванпост. Необходимо, произнес Бран, дать возможность стать гвардейцем Ворона всем, кто пожелает. Мы вели войну ради того, чтобы освободить жителей этой звездной системы. Гвардия Ворона вела великий крестовый поход в сотнях миров, дабы принести такую же свободу остальным людям. Теперь им пришло время ответить на наш зов и оплатить нам за наши старания. Вы не объявили о всеобщем призыве, спросил Салара. Нет, ответил Коракс, так я не поступлю, не думаю, что мы будем испытывать нехватку в добровольцах. Новости об этом далеко разлетятся, сказал Агапита, крепко вцепившись в край стола. До сих пор нам удавалось держать в тайне наши планы, а также то, что мы восстанавливаем силы. Если вы начнете набирать рекрутов в таких масштабах, новости вскоре дойдут до предателей, и они незамедлительно отправят армию, против которой нам будет не выстоять. Неожиданность наше лучшее оружие, но после громких заявлений мы его лишимся. Для врага будет слишком поздно, произнес Коракс. Мы ударим так быстро, что у них не останется времени на подготовку. Имплантацию оставшихся во впадине воронов рекрутов стоит начать со всей возможной поспешности. Бран организует массовый прием добровольцев, а мы проведем последние приготовления для атаки на Нарсис. Что насчет оружия и доспехов, поинтересовался Солара. Сейчас мы создаем рапторов быстрее, чем доспехи шестой модели. Мануфактору Макиавара уже начали изготавливать продукцию, на основе привезенных капитаном Норецом шаблонов, ответил примар. Что касается оружия, наши арсеналы рассчитаны на 80 тысяч человек. Пара тысяч болтеров не проблема, невзирая на потери, понесенные наистовани. Транспортировка, спросил Алони, вздохнув как человек, который понял, что уже проиграл битву. Мститель и уцелевшие корабли не смогут принять на борт так много воинов. Возьмем все доступные транспорты, сказал Коракс. Нам сгодятся любые корабли, которые могут запускать громовые ястребы и грозовые птицы. Какие бы проблемы вы не предвидели в будущем, мы их решим. Гвардия Ворона будет готова атаковать Нарсис через 25 дней. Я прождал достаточно и дольше не собираюсь. Мы уже начали контратаку, теперь пришло время осознать это и нанести такой удар, который заставит их понервничать. Так точно, лорд, сказал Агапита. Его ответ подхватили другие командоры. Будет так, как вы прикажете. Засев в облученных руинах, которые окружали впадину Ворона, Амегон следил за укрепленным зданием через оптические умножители. Контакт-3, доложивший с освобождения, предупредил о росте активности на базе Рапторов. Судя по количеству транспортов и шаттлов, курсирующих в последние несколько дней, Коракс головой погрузился в исполнение своих замыслов. Механикум и слуги гвардии Ворона в противорадиационных костюмах пристраивали к комплексу сборные здания, в результате чего впадина Воронов увеличилась почти вдвое. Амегон раздумывал над возможными вариантами действий, но ни один из них его не устраивал. Наиболее очевидным было приказать оперативникам уничтожить генетический проект уже сейчас, прежде чем количество Рапторов увеличится еще больше. Но примарху это казалось едва ли не поражением, учитывая, насколько близко он подобрался к заветному трофею. Вскоре повстанцы окажутся готовы атаковать впадину Воронов армии из нескольких тысяч человек. Еще 50 альфа-легионеров были всего в трех днях пути на борту Бетты, которая скрывалась среди полевых облаков за Киаваром. Им предстояло возглавить штурм. Сейчас главная проблема состояла в том, чтобы точно выбрать время. Если он выступит слишком рано, пока повстанцы не успели полностью подготовиться, его воинов перебьют безо всякого толка. Если он атакует слишком поздно, то не справится с возросшим числом рапторов. Единственная надежда состояла в быстром и решительном захвате генотеха, а затем уничтожении всего остального. Но чтобы его план увенчался успехом, ему понадобится еще десять дней. Хруст камней под ногами заставил Амигона резко развернуться с болтером наготове. Среди обломков внизу пробиралась худая, закутанная в мантию фигура, мага с унитракс. Амигона немного встревожила, что техножрец не нуждался в защите от радиации и загрязнения. Приглядевшись, он заметил, что зеленоватое лицо унитракса было наполовину сгнившим. Плоть под капюшоном удерживалась лишь с помощью металлических имплантатов. «У меня есть для вас решение», произнес Магас. С этими словами он пошарил иссохшей рукой в мантии и извлек из складок небольшой контейнер размером с гранату. Генетический вирус, изготовленный на основе полученной от ваших оперативников информации. Если один из ваших агентов смешает его с генетическим шаблоном, который использует гвардия Ворона, то значительно приостановит их прогресс. Амигон присел, под его весом захрустел мусор. Взяв контейнер из рук унитракса, он внимательно его осмотрел. Тот тихо гудел в миниатюрном стазисном поле, но во всем остальном походил на обычную флягу, которыми пользовались гвардейцы Ворона. «И как он действует?» спросил примар. «Зараженное генетическое семя для нас бесполезно». «Как действует?» переспросил Магос. Он неловко кашлянул и отвел взгляд. «Точные последствия пока неизвестны, но они определенно серьезные. Когда генотех попадет в наши руки, удалить вирус из генетических нитей будет довольно легко». «Очевидный ход, который к тому же вызовет у Корокса подозрение», сказал Амигон, перебрасывая контейнер из руки в руку. Он уже и так значительно усилил «Я не могу допустить, чтобы они вообще закрыли доступ к зданию. В первую очередь они станут подозревать самих себя», произнес унитрак. «Вирус мутирует изнутри и будет выглядеть как непредвиденный побочный эффект процесса имплантации. Если только они не станут целенаправленно искать вирусную инфекцию, то не обнаружат ничего, что нельзя было бы объяснить случайной, но вполне допустимой мутации генетического материала. «Я подумаю что нужно сделать моему агенту?» Унитракс достал крошечный кристаллический осколок размером не больше ногти. «В инфочипе содержатся необходимые инструкции», сказал Магас. «Передайте его своему оперативнику вместе с вирусным контейнером. Он сможет получить к нему доступ через любой терминал во впадине воронов. Также прикажите ему уничтожить кристалл и контейнер сразу после завершения задания». «Естественно, он уничтожит его, мы же не дилетанты», произнес Амигон. Он бросил еще один взгляд на контейнер и потянулся за инфочипом, после чего закинул их в поясную сумку и надежно застегнул ее. «Как дела у ордена дракона? Они будут готовы действовать по моей команде?» «Мы готовы», ответил Унитракс. «Мы установили контакт со сторонниками в правящей верхушке Теавара. Когда ваши гильдийские отбросы выступят, мы приступим части договора. «Гильдии следует еще немного подбодрить, и они сделают все, что им прикажу», произнес Амигон. Примарк посмотрел через искаженное окно на силуэт впадины воронов и положил руку на сумку с генетическим вирусом. «Контакт в гвардии ворона обязательно получит его. Ждать осталось недолго». Глава четырнадцатая Диверсия Рождение легионера Отравленное семя По коридорам впадины воронов разнесся вой сирен. Альфарий как раз находился во временном армориуме, обучая уходу за доспехами несколько отделений рапторов. «Угроза нападения, всем собраться в главном зале», резко крикнул он, поднимая со скамьи шлем. «Это часть тренировок, сержант?» спросил один из рапторов, когда они строем стали выходить из комнаты. «Нет, все по-настоящему», ответил Альфарий, зная, что на сегодняшний день ничего подобного не планировалось. Угроза нападения могла означать только реальную опасность для впадины ворона. И ему точно была известна ее причина. Пока остальные воины подтягивались в точку сбора, Альфарий свернул в казармы своего отделения. Они пустовали, его легионеры уже отреагировали на призыв к оружию. Альфа-легионер присел возле своей кровати и достал из-под нее видавшие виды металлическую коробку. Бросив быстрый взгляд на дверь, он поднял крышку и принялся рыться в содержимом. Там были запасные болтерные магазины, смазка, краска, небольшие детали доспехов, пара клыков и другие трофеи воина, роль которого он играл, а также несколько фляг и коробок. Наконец его доспехи зафиксировали слабую дрожь стазисного поля контейнера, в котором находился генетический вирус. Спрятав его в поясе, Альфарий закрыл коробку и ногой задвинул ее обратно под кровать. Он запомнил инструкции, как ввести вирус в генетический шаблон, после чего уничтожил инфокристалл крематории впадины воронов. Сорвавшись на бег, он прокрутил в памяти нужные данные и снял с пояса болтер, когда добрался до главного зала. Стоявший на помосте Бранн одарил опоздавшего Альфария хмурым взглядом. Альфа-легионер поднял руку, извиняясь, и присоединился к своему отделению. Как я сказал, продолжил Бранн, сенсоры периметра обнаружили значительное неопознанное движение в секторах 3 и 5. Патруль уже отправлен. Командам Армориума занять оборонительные турели. Отделением с 1 по 4 погрузиться в рено Армориума для быстрого ответного удара. Отделением с 5 по 12 зачистить остальной периметр. Всем, кого я не назвал, направиться к воротам Дельта и Гамма и приготовиться к контратаке. Бранн замер и склонил голову на бок. Из его передатчика доносилось тихое жужжание связи. Командор кивнул. Патруль 1, вас понял, сказал он, взглянув на собравшихся рапторов. Подтверждено присутствие по крайней мере сотни антиимперских боевиков. Похоже, они собираются для атаки у главного железнодорожного депо и у руин счетного дома. Ждите дальнейших приказов. Вы, воины гвардии Ворона, сражайтесь за императора и Коракса. За императора и Коракса! Воскликнул Альфарий вместе с остальными и ударил кулаком по нагруднику. Амигон идеально выбрал время для отвлекающего удара. Альфарий со своим отделением проводил занятия вормориуме и отвечал за оборонительные турели и защиту впадины Воронов. Он приказал воинам приступить к выполнению возложенных на них обязанностей, пока остальные рапторы направлялись на позиции. «Диэта, проверь новые здания», приказал он одному из своих легионеров. «Среди рабочих могли быть диссиденты. Кто знает, какой подарок они нам оставили». «Мы провели тщательную проверку всех зданий сразу после их ухода, сержант», возразил Диэта, явно не желая браться за такое трудоемкое и ненужное на первый взгляд дело. «Возьми с собой Калдена», сказал Альфарий, вкнув пальцем в другого легионера. «Я же должен охранять лазарет», произнес Диэта. «Я присмотрю за ним, идите уже», отрезал Альфарий. Двое гвардейцев Ворона быстро отдали честь и побежали к выходу. Альфарий направился к генохранилищу, расположенному в медицинском крыле. Прибыв на место, он обнаружил на кроватях нескольких новицатов не старше десяти стандартных тиранских лет. За ними присматривали Винсент Сикс и Магас Орландиас. Возле них стояло несколько помощников с подносами, заставленными фиалами и разнообразными хирургическими инструментами. «Нужно очистить помещение», сказал Альфарий. «Исключено», возразил Сикс. «Этим мальчикам только что ввели антиген для имплантации. Их нельзя перемещать. Нужно успеть ввести им генетическое семя, пока не наступил клеточный шок». «Но если это так важно», произнес Альфарий, поняв, что апотекарий с техножрецом будут слишком заняты операцией, чтобы обращать на него внимание. «У вас достаточно генетического семени?» «Да», ответил Сикс. «У нас все подготовлено». «Хорошо, тогда я запру остальное в центральном хранилище», сказал Альфарий. «У тебя нет права доступа», заметил Сикс. «Я схожу с тобой. Орландиас может начать и без меня». Предложение ошеломило Альфария, и ему пришлось быстро искать выход из положения. «После блокировки комплекса коды изменятся», сказал он, нацепив на себя маску бесстрастия. «Никакого риска для протоколов безопасности, поэтому не вижу смысла отвлекать тебя от столь важного процесса». «Он прав», произнес Орландиас. «Не думаю, что комплексу грозит серьезная опасность, не стоит зря терять время». Сикс кивнул и снял с шеи цепочку, на которой висел двухконечный цифровой шип. Апотекарий бросил цепочку Альфарию, и тот с легкостью поймал ее. «Проверь, чтобы внутри не осталось моих помощников, вернувшись к ближайшей кровати». «Код командного переопределения Пета, Орфей и Псилон». «Благодарю», ответил Альфарий, и быстрым шагом направился в сторону камеры. Перед ним распахнулась герметичная дверь, открыв путь во внутренние покои. Он быстро сориентировался благодаря имеющемуся у него описанию и отыскал запечатанную стазисную камеру, в которой должен был находиться генетический шаблон. Он вставил цифровой ключ в замок на двери и произнес код переключения. Запоры с громким щелчком сдвинулись в пазы, закрыв ему путь к трофею. Альфарий быстро снял с пояса взломщик паролей, хитроумное устройство из специального комплекса, который он хранил с момента внедрения. Вставив цифровой ключ Сикса в один из портов считывателя, он запустил определитель кода и вскоре считал всепоследовательности, содержащиеся в металлическом устройстве. Крошечный считыватель данных на взломщике кодов показал все, что ему требовалось знать, и Альфарий поднес цифровой ключ к стазисному хранилищу. Вставив ключ, он активировал гололитический дисплей. Альфарий посмотрел на считыватель и вел нужную последовательность. Из комнаты раздалось шипение выходящего воздуха, и пара поршней со скрипом распахнула среди извивающихся кабелей находился цилиндр высотой в половину его роста, вокруг которого клубились облака сверхохлажденного воздуха, и вновь цифровой ключ открыл замок на цилиндре хранилища. В нем замерцал свет, явив Альфарию гласитовую капсулу размером не больше болтерного снаряда, зависшую в воздухе между двумя суспензорными устройствами. Внутри в суспензии бледно-синей жидкости плавала спираль генетического материала, едва различимая даже для глаз Альфария. Пару секунд он просто завороженно смотрел на нее, поражаясь, как в чем-то настолько крошечном могла таиться такая невероятная мощь. Жизнь, высшая трансчеловеческая жизнь содержалась в этой частичке материала размером с молекулу. Перед ним парила возможность создавать целые легионы неудержимых воинов. Все, что ему требовалось сделать, бросить эту гласитовую капсулу на пол, и гвардии ворона придет конец. Но у его примарха был куда более грандиозный план. Эта секретная формула могла превратить Альфа-легион в непреодолимую силу. Поглощенный этими мыслями, Альфарий понял, что за выбор стоит перед ним. То, что он сейчас делает, может решить исход войны Хоруса с императором, определить судьбу всей галактики. Заслужил ли Хорус подобный дар? Чем таким мог обидеть его император? Что для отмещения воителю потребовалась эта война? Альфарий понимал, что в восстании были замешаны куда более могущественные силы, но ни одна из них сейчас не обладала такой властью, как он. Он тихо рассмеялся, завороженный грандиозными возможностями. Примарх дал ему понять, что судьба Альфа-легиона была связана с Хорусом. На благо самому Легиону и всему человечеству. Альфарий осознавал, что Примарх никогда бы не сказал подобного, если бы не знал наверняка, что так оно и есть. Отбросив размышления, Альфарий достал капсулу из суспензорного поля и поискал взглядом генокода, как указывалось в инструкции. Он стоял на одном из рабочих столов. Огромное устройство с несколькими приемными отверстиями размером с генетическую капсулу, соединенная с анализаторами. Альфарий включил генокодер и поместил шаблон в один из разъемов. Введя последовательность команд, он активировал кодирующий механизм. Когда устройство с урчанием стало оживать, Альфарий взял контейнер с вирусом и открыл его. Внутри лежал почти идентичный гласитовый фиал. В нем постоянно меняют цвета, безумно искажаясь и скользя по внутренней стенке фиала, бешено извивалась газообразная смесь, которая словно пыталась вырваться на свободу. Почему-то ему вспомнилось описание варпа, которое он слышал от навигаторов, непостоянный и беспокойный. Подавив отвращение, он ставил вирус в другую нишу приемник и опустил крышку. Его пальцы застучали по клавиатуре и вскоре генетический шаблон и вирус смешались в кодирующей машине. Альфарий замер, ощутив дрожь, которая сотрясла впадину воронов. Оборонительные турели открыли огонь. Времени осталось мало. Сикс или один из орудийных расчетов вскоре заметит его длительное отсутствие. Либо примарх сможет отразить атаку и режим изоляции отменят. Он торопливо ввел нужную последовательность и подождал еще пару секунд, пока устройство гудело в глубинах генокодера. Наконец сигнал объявил о завершении работы и фиал с шипением выдвинулся наружу. Альфарий вернул генетический шаблон обратно в стазисную камеру, после чего закрыл контейнер. С помощью взломщика кодов он зашел в информационные логи и стер все свидетельства своего вмешательства. Это было не настолько безопасно, как полное стирание, но у него не оставалось времени для подобных предосторожностей. Учитывая масштабы имплантаций, для обнаружения аномалии понадобится глубокое сканирование, во время которого все операции придется остановить. Такой поворот событий был маловероятным, поскольку Коракс хотел как можно скорее создать побольше рапторов. Вернув все на положенные места, Альфарий вышел из комнаты. Сикс и техножрец как раз оперировали одного из пациентов. Не привлекая к себе внимания, Альфарий оставил цифровой ключ на полки и выскользнул за дверь. Оказавшись в коридоре, он бегом направился к третьей турели, где ему следовало командовать огнем орудия. Хрип автолегкого и отрывистый перестук измерительных игл звучали странно успокаивающе. Навархев чувствовал себя отделенным от тела, состояние, вызванное коктейлем препаратов и гипнотическим внушением. Он метался между бодрствованием и неглубоким сном. Едва осознавая, что происходит вокруг, в мимолетных мгновениях ясности он убеждался, что Винсент Сикс и его помощники всегда находились рядом, все время следя за его самочувствием. Навар испытывал боль, но благодаря похожему на транс состоянию, она ютилась в крошечной частичке разума, никак не влияя на ход его мыслей. Хефу казалось, будто его тело пылает изнутри и снаружи, но в то же время его разум оставался холодным, как лед. Органы смещались и увеличивались, кости утолщались и удлинялись, клетки дублировались и мутировали. Ему снилось, будто он тенемоль, висящая в коконе на помосте одного из тюремных крыльев. Тело Навара изменялось, став наполовину твердой субстанцией. Из юноши он превращался в трансчеловеческое существо легионера Астартес. Время текло незаметно. Иногда Навар испытывал приливы энергии или состояние агонии. Временами чувствовал, как конечности или внутренности проходят процесс имплантации. Ощущения ограничивались лишь его разумом. Само тело оставалось сковано параличом, не дававшим ему кричать или смеяться. Свисавшие на проволоках лампы темнели и становились невыносимо яркими. Их свет пробивался даже сквозь закрытые веки. Он задавался вопросом, отмечали они ход дней или ночей, или это его тело так реагировало на внутренние изменения. Сильнее других чувств он испытывал радость, неизменное восторженное ощущение становления настоящим собой. Оставленный наедине со своими мыслями, будущий раптор представлял, каким станет в конечном итоге. Он почти не ощущал стремительного увеличения веса, не чувствовал, как грудь, руки и ноги покрывались мышцами. В какой-то момент Навар понял, что его сердцебиение обрело иной ритм. Знакомая пульсация в горле сопровождалась теперь вторичным биением, учащенным, но более слабым. Он вздохнул и попробовал воздух на вкус. Запах пота и антисептика, озона и начищенного металла оседал на его языке и улучшенных альфакторных рецепторах. Даже его мозг изменялся. Словно на расстоянии он наблюдал, как в сером веществе формируются новые строения и извилины. Постепенно до него дошло, что в его организме не осталось наркотиков. Его тело поддерживалось взаимодействием недавно появившегося каталептического узла и стазис-мембраны. Именно тогда он понял, что процесс завершился. Навар с усилием заставил себя очнуться от полудремы. Мысли и чувства тут же прояснились. Окружающая обстановка сразу наполнилась жизнью. Он услышал шорох ног обслуживающего персонала. Вой сервиторов мага саэрландиаза. Почувствовал запахи крови и адреналина. Увидел мерцание света. Он сел, внезапно осознав, что ужасно голоден. Несмотря на то, что ему вводили внутривенно белки и питательные вещества, тело израсходовало все запасы жира, подпитывая процесс роста. Навар усмехнулся, поняв, что его ноги достают до края кровати. Когда он ложился на нее пару дней назад, они едва достигали двухтретей длины простыни. Хеф поднял руку и сжал пальцы в гигантский кулак. Под затвердевшей кожей перекатывались костяшки. Он напряг мышцы руки и поразился их силе. Ему вдруг захотелось раздавить что-нибудь в своей хватке. «Тебе следует пройти в реабилитационную», у которой все, кроме глаз, было скрыто под капюшоном и маской. Навар заметил серые крапинки в синеве ее радужки. Каждый тончайший капилляр в белках. В ее зрачках он увидел собственное отражение обнаженный великан, лежащий на окровавленных простынях. Ее дыхание пахло карумалом, сахаросодержащей смесью, которую добавляли в пищу гвардейцы ворона, и их сервы для кратковременной подпитки активной деятельности. Мешки под глазами и морщины красноречиво говорили об усталости. «Пожалуйста, следуй за мной в реабилитационную», повторила она, взяв Навара за руку. Навару показалось, что она едва не пробормотала слова, хотя нормальный человек услышал бы обычный голос. Он свесил ноги с кровати и встал. Навар на миг опять испытал наслаждение, возвышаясь над женщиной. Она оказалась поглощенной его тенью, и Навара охватила чувство превосходства. Но санитарку это ничуть не смутило, ведь за последние дни ей пришлось иметь дело с десятками рапторов. Она без лишних слов развернулась и направилась к двойным стеклянным дверям. Навар слышал ее мягкую поступь и шорох халата так ясно, словно она была в тяжелых ботинках и пластинчатых доспехах. В горло Навару что-то попало, и он закашлялся. Санитарка указала на металлическое ведро, висевшее на крюке рядом с дверью. От него ужасно воняло. Тебе нужно удалить из легких омертвелую ткань, сказала она. Навар выплюнул в ведро плотный ком, после чего сделал глубокий вдох и убедился, что все в порядке. Женщина распахнула двери, за которыми оказались ряды скамеек, с лежащей на них одеждой. Несколько десятков рапторов уже плескались старелый пот. Некоторые оборачивались и ухмылялись Навару, и тот улыбался в ответ. Если он правильно понял, через пару дней они станут его боевыми братьями, повзрослевшими и готовыми к бою. Спасибо, сказал он женщине-санитару и присоединился к остальным рапторам. Пустой топливный бак прогнулся от удара омигона. Оглушительный звон разнесся по заброшенному грузовому терминалу Нейрхаба, притаившемуся посреди радиационных пустошей Киавара. Взревев, омигон посмотрел на небо, видневшееся сквозь прорехи в металлической крыше. В красную высь, затянутые облаками, уткнулись остовы краном, с которых свисали цепи от лесов и помостов, словно лианы в промышленных джунглях. Вытащив кулак влатной перчатке из рваной дыры, проделанной им в бочке, примарх Альфа-легиона направил убийственный взгляд на Магоса Унитракса. «Как ты можешь это объяснить?» гневно спросил омигон. Он положил ладонь на эфес цепного меча. Пальцы другой руки сжались на рукояти болтера, закрепленного на поясе. Еще одна группа рапторов без проблем прошла трансформацию «И пока ни единого признака твоего вируса». «Наверное, ваш оперативник допустил ошибку, когда пытался ввести его в генетический шаблон», ответил Унитракс, посмотрев на примарха спокойным, холодным взглядом. «Возможно, он нарушил целостность вирусного кода». «Он в точности следовал твоим инструкциям», ответил омигон. «Вины моего оперативника здесь нет. Вирусный агент приведет к мутации генетического семени, если процедура была выполнена правильно», стоял на своем магас. «Это неприемлемо», произнес омигон, пытаясь успокоиться, чтобы вновь обрести ясность мышления. «В том, кого следует винить, он разберется позже. Сейчас ему необходимо было придумать новый план и желательно поскорее. Возможно, вирус еще не активен. Какую блокировку ты внедрил в него, чтобы не дать ему выйти из-под контроля и не стать заразным?» «Вирус самый обычный, сам по себе безвредный», сказал унитракс. Он пожал плечами и из-под одеяний показалась третья механическая рука, подражая жесту органических конечностей. «Он лишь переносчик, в котором содержится вредоносный элемент». «И что это за вредоносный элемент?» спросил омигон. «Ему требуется время для активации». «Он основан на варпе, частичка и материального, которая приобрела варп-технология, она же крайне нестабильна», резко отозвался омигон. «Почему ты использовал именно ее?» «Не столько варп-технология, сколько нечто более изначальное», примар, произнес унитракс. «Вирусный агент основан на видоизмененной крови демона». «Что?» взревел омигон, схватив техножреца за мантию. «Ты подверг моего оперативника порчи хаоса?» «Синтетическое соединение использует минимальное ее количество», спокойно ответил унитракс, нисколько не испугавшись гнева примарха. «У демонов нет крови как таковой, это просто эвфемизм. В ней содержится только демонической силы, но одно ее присутствие уже является мощным мутагеном. Если вирус правильно смешать с генетическим шаблоном, произойдет порча». «Что ж, похоже это не сработало», заметил омигон. Отпустив Магаса, он принялся мерить шагами пол, а затем резко замер, почувствовав раздражение из-за подобного проявления беспокойства. Наконец примарх принял решение и уставился на унитрак с тяжелым взглядом. «Орден дракона готов к действиям?» спросил он. «Только прикажите», ответил Магас. «Хорошо», сказал омигон. «Мы оттягивали достаточно долго, пришло время начать заключительный этап проекта. Я организую небольшое столкновение для наших друзей из гвардии Ворона, а ты тем временем начнешь переворот. Внимание Коракса будет сосредоточено на впадине Воронов, и он не заметит твоих приготовлений, пока не окажется слишком поздно». «Отлично, примарх», согласился Магас. «Если от вас не поступит иных распоряжений, мы свергнем храмовый совет через три дня». «Хорошо», произнес Амигон, «корабли седьмого и девятнадцатого легионов все еще стоят на высокой орбите возле Ликея. Я незаметно выведу Бетту на ближайшую орбиту и высажу своих воинов, если ты сможешь обеспечить защиту и секретность согласованного места высадки. Доки Звездопада принадлежат Ордену Дракона, вашим войскам ничего не грозит». Амигон взмахом руки отпустил Магаса, сразу позабыв о нем. Гильдии не выступят, пока не получат явственную поддержку Хоруса, а для этого требовалось, чтобы Орден Дракона восстал против Механикум. Поэтому сейчас Амигону придется найти небольшое войско, чтобы привлечь внимание Коракса и вынудить его усилить защиту впадины Воронов. Вот меры, которые ему потребуется предпринять для прикрытия действий своих легионеров. У него имелась на примете идеальная кандидатура, чья верность была нерушимой с первых дней революции. Человек, который без колебаний жертвовал жизнями последователей ради спасения своей шкуры. Амигон смонтировал устройство защищенной связи и отправил сигнал. Спустя пару минут соединение было установлено. Приветствую советника Фритт. Арманд Элокина связи. Химические облака были плотнее всего, что когда-либо видел Альфарий. Он уже начал подумывать, что повстанцы могут создавать и контролировать их. По его мнению, густой ядовитый газ совсем не случайно окутал впадину ворона всего за пару часов до атаки. Вместе с остальным отделением он стоял на восточном укреплении, отслеживая цели. Радиационные осадки создавали помехи в работе авточувств, независимо от того, какую часть спектра он использовал. Иногда то один, то другой воин отделения выпускал в густые облака несколько болтерных снарядов по завихрениям, которые могли быть вызваны передвижением врагов или по более теплым участкам тумана. Справа от Альфария четвертая турель непрерывным потоком извергала снаряды из макропушки. Дальние здания расцветали взрывами, которые воспламеняли газовые полости и оставляли в грудах обломков воронки 50 метров в диаметре. Из вспомогательных укреплений доносился рев тяжелых болтеров и пулеметов, бесполезно прошивавших очередями непроглядный туман. «Воздушная поддержка недоступна», раздался по вокс-сети голос командора Брана. Эта Альфария нисколько не удивила. Без громовых ястребов и грозовых птиц гвардейцам ворона придется патрулировать пешком либо в вино, что сделает их уязвимыми для любой неожиданной атаки. Для легиона, который по праву гордился своей стратегической гибкостью и мобильностью, впадина воронов оказалась ловушкой. Перегнувшись через парапет, Альфарий разглядел груды тел, которые остались после первой волны. Десятки изувеченных трупов, сраженных залпами гвардейцев ворона. Если Амигон организовал это нападение, чтобы захватить впадину ворона, оно было чрезвычайно слабым. Альфарий просто не мог поверить, что длительная подготовка примарха могла увенчаться чем-то настолько бесцельным. Хотя, с другой стороны, ему не поступало никаких инструкций. Все, что Альфарий мог делать, это стоять на стене и играть роль верного легионера гвардии ворона. Поступить иначе попросту означало выдать свою тайну. «Южные ворота открываются, прикройте колонну», произнес Брант. По приказу сержанта Дора, Альфарий вместе с отделением приблизились к четвертой турели, чтобы иметь возможность порастреливать слепые пятна под высокой башней. Вокруг ничего не наблюдалось, ни единой цели, по которой можно было открыть огонь. Где-то вдалеке проносились лазерные лучи, энергетические разряды, после которых в ядовитом тумане оставались пламенеющие следы. Повстанцы явно не прекратили атаки. «Оставайтесь на чеку», приказал сержант Дор. «Они что-то замышляют. Будьте готовы». Навархев сидел во втором рено колонны на узкой скамье, сжимая в руках болта. Транспорт дико трясло на неровной поверхности радиационных полей, но благодаря доспехам он почти не ощущал качки. «Быстрое развертывание, 30 секунд!» резко крикнул сержант Кальт. «Проверить оружие!» Навар быстро осмотрел болтер и гранаты, затем расстегнул застежку на ножнах боевого ножа и бросил беглый взгляд на магнитные фиксаторы запасных магазинов на поясе и бедрах. Все было в порядке, как тогда, когда он садился в транспорт. «Приготовиться!» Кальт и остальные девять рапторов поднялись и повернулись к заднему люку. Толчки «Рено» стали продолжительнее, но гиростабилизаторы в доспехах шестой модели «Корвус» помогали Навару сохранять равновесие. БТР стремительно затормозил, и Навар невольно сделал шаг назад. Вдоль люка взорвались шарнирные болты, и рампа упала на землю. Навар выбежал четвертым и сразу свернул вправо вместе с тремя другими воинами отделения. Едва ли не мгновенно он заметил движение в дверях поваленного здания впереди и без колебаний открыл огонь. Болтерный снаряд нашел свою цель, из проема в брызгах крови вылетела оторванная рука, обмотанная похожими на бинты одеждами. Враг в 25 метрах, второй сектор, на выдохе доложил Навар. Отделение тут же перестроилось и открыло плотный огонь по разрушенному зданию. Снаряды оставляли инверсионные следы в ярко-красных миазмах и дыры размером с кулак в арокритовых стенах. Отставить, приказал Каль. Первое звено, выдвигаемся, второе звено, защита с фланга. Навар был во втором звене, поэтому остался на месте и продолжил наблюдать за территорией справа от себя. Сержант повел свою группу из пяти человек к руинам, черные доспехи легионеров растворились в густой дымке. Они почти исчезли из виду, находясь не более чем в двадцати метрах от ближайшей разрушенной стены, когда сумрак пронзил свет. С лестничного пролета, который вел в подвал, вырвалась молния и заискрилась на рапторе ведущим. Его тело взорвалось вместе с доспехами, забросав кровавыми ошметками костей и керамиты остальных легионеров. Во время тренировок Навару никогда не рассказывали пушка, воскликнул Каль. Массированный огонь, уничтожить здание! Переключив болтер в автоматический режим, Навар опустошил остаток магазина в сторону врага. Треск разрывов был едва различим на фоне ураганного огня, которым легионеры накрывали лестницу. Позади Навара начало стрелять турель Рено на дистанционном управлении, разрывая все вокруг огнем из комби болтера. Вставив новый магазин Навар ощутил, как оба сердца перешли на боевой ритм, накачивая тело адреналином. И когда нервная система начала реагировать в ответ, ему показалось, будто время вдруг замедлилось. На миг его авточувства приглушились. Когда зрение восстановилось, Хев заметил, как огненный след плазмы пронзил туман. Ракета, выпущенная из Рено, прошла всего в метре от него, вызвав перегрузку систем доспехов. Она разорвалась над укрытием боевиков, накрыв лестницу и стену огненно-белым Прометиям. Отходим к Рено, приказал сержант Каль, спокойно и уверенно. Ведущая группа начала отступать, когда Прометий постепенно стал превращать Ракрит в груду горящего шлака. Командор Бранн столкнулись с гильтеховым оружием. Возможно, у нас проблема. Возвращаясь обратно, один из выживших Рапторов первого звена внезапно пошатнулся. Сперва Навар подумал, будто тот просто оступился. Но затем Раптор рухнул на колени, его начало дико трясти, болтер выпал из рук. Навар не видел, чтобы по ним кто-то открыл огонь и первым делом подумал, что это очередной неизвестный гильтех, о котором сержант их не предупредил. Стоило ему задуматься о подобном, как Навар услышал по оксканалу отделения рычание и обернувшись увидел, как другой Раптор справа от него упал на одно колено и его голова начала безумно дергаться вперед и назад. У Навара стиснула грудь, это напоминало ему страх, который он испытывал до трансформации, хотя сейчас никакого ужаса он не чувствовал. Внезапно жгучая боль пронзила позвоночник и из горла Навара вырвался болезненный вскрик. Он пытался бороться с желанием упасть. Казалось будто ему кто-то раздробил ноги и тазовую кость. Хеф! Ластар! Девор! Навар не узнавал голос, в нем ощущалась паника, которой он никогда не ожидал услышать от гвардейца ворона. Раптор осознал, что стоит на коленях и подняв глаза увидел склонившегося над ним кальда. Сержант резко оглянулся по сторонам. Грудь Навара сжала еще одной волной агонии. Мышцы начало крутить и раптор упал на спину. Он не сумел подавить рвущийся из него вопль. Внутри шлема была кровь. Врино! Все врино! Закричал кальд. Сержант схватил Навара за руку и поволок его в бронетранспортер. Я могу сам! взревел Навар с трудом поднимаясь на ноги. Пошатнувшись, он сделал всего пару шагов и свалился на рампу. От удара его охватила новая вспышка боли. Штаб! Штаб! Голос кальда по воксу был почти не слышен из-за пульсирующей в ушах Навара крови. Требуется срочная эвакуация. Все рапторы вышли из строя. Повторяю, все рапторы непригодны к дальнейшим действиям. Знаю, раздался напряженный ответ Брана. Подобное происходит в большинстве отделений. Помощь не придет. Доставь их во впадину воронов как можно быстрее. Навар почувствовал, как его заносят в Рено и разглядел отметки сержантского шлема. Его бросили на пол поверх другого раптора. Судя по обозначениям на наплечнике, это был Девалия. Навар смотрел, как тот принялся срывать с себя шлем. Через пару секунд застежки треснули. Девалия заорал, и из десен во рту высунулся второй ряд заостренных зубов. На нагрудник закапала едкая слюна, шипя и прожигая керамид. Бронетранспортер задрожал, оживая, и Навар перекатился на спину. Теперь он посмотрел на сержанта Кальда, сидевшего у открытой рампы. Тот, положив руку на шлем, непонимающе качал головой. Сержант! Слова дались ему с трудом. Казалось, рот стал слишком мал для разбухшего языка. Он протянул Кальду руку и заметил прорвавшие кончики перчаток длинные когти. Сержант, что со мной? Какое-то время Кальд просто смотрел на него, не зная, что ответить. Затем он придвинулся ближе и сжал в ладонях его деформированную руку. Будь сильным, боец, произнес Кальд. Помни, кто ты. Ты гвардеец ворона. Часть третья. Монстры и мученики. Глава пятнадцатая. Счастливчики. Двойная верность. Легионеры раскрылись. Аммигон просто хотел выиграть немного времени. Но присев у приемника под искореженными опорами поваленного авиадука, Примарк с удовольствием слушал раздираемое статикой сообщение, переданное по криптоканалу. Плохое качество сигнала было связано с блокировкой связи, введенной в шпире ворона. Именно от таких действий и зависел успех плана Аммигона, хотя это и означало, что передача сообщений сильно усложнится. Весть поступила от Контакта 3, который ничего не знал о действиях других альфа-легионеров. Аммигон вновь прокрутил запись, настроив приемник, чтобы получить как можно более четкий сигнал. Доклад все еще звучал тихо и отрывисто, только благодаря опыту и сверхчеловеческому слуху, Примарк мог разобрать отдельные слова и фразы в белом шуме, царившем на всех частотах. Массовая деградация последней группы, деградировавшие словно звери. Наибольшее воздействие на последних рекрутов. Коракс приказал, почти тысяча порченных. Мутация подозревается из-за ошибки в воспроизведении генов для полномасштабной имплантации. Сикс прячет, крики и ревы, будто звери в клетках. Генотех охраняют теперь сильнее, но доступ все еще возможен. Похоже, там угрозы заданию нет, жду. В конечном счете, жертва гильдии Элоки оказалась не напрасной. Для основного плана ее выживания или успех атаки роли не играли. Нападение гильдии и подстегнувший ее к этому Орден Дракона были всего лишь средствами, необходимыми, чтобы получить доступ к впадине воронов. Бетта выдвинется на позицию, пока Орден Дракона готовился нанести последний удар. Его оперативники досконально знали свои роли в завершающей фазе всей операции. Омегон выключил приемник и разобрал его, обдумывая последние части плана. Завтра, через 29 тиранских часов, Альфа-легион сделает свой ход. На несколько часов боль стихла, оставив Навару лишь сильное сжение в теле и костях. Он сидел в углу камеры, не в силах смотреть на Марлса, Карва, Дарторана, Бену и еще 20 Карапторов, находившихся вместе с ним. Судя по всему, им еще повезло, хотя Навар совершенно не чувствовал себя удачливым, разглядывая черные, как смоль когти. Ему пришлось увидеть нескольких из наиболее пострадавших, которых Сикс с помощниками торопливо уводили в карантинную зону, быстро созданную в недрах впадины воронов. По словам Апотекария, это была лишь временная мера, поскольку он вскоре обязательно блокирует в генетическом семени мутировавшие нити. Хотя Навар недолго прожил на свете, но распознать ложь все же мог, пусть даже Сикс лгал не только рапторам, но и самому себе. Он слышал приглушенные вопли и крики наиболее изменившихся братьев, и не мог позабыть то, что ему пришлось повидать. Нескольких рапторов согнуло почти вдвое удлинившимися позвоночниками, других скрутило неконтролируемым мышечным ростом. Их конечности искривились и разбухли, кожу разорвали костяные наросты, сквозь губы пробивались клыки. У всех были такие же налитые кровью глаза, как его Навара. В детстве ему никогда не снились кошмары. Жизнь в тени шпиля воронов лучше любых материнских слов убеждала, что никакие монстры не причинят ему вреда. Но все же вид дегенерирующих рапторов пробуждал нечто в самых темных уголках его воображения, вызывая первобытное отвращение и страх, которые не могли искоренить даже дисциплина и выучка Астартес. И то, что он был одним из этих монстров, только усиливало его ужас. Мозг и тело Навара больше не могли испытывать страх с точки зрения обычного человека. Но в самой глубине души он ощущал тревогу, не в состоянии выразить словами свои опасения. Казалось, он не мог сформулировать нужные мысли, не мог определить понятия, необходимые, чтобы озвучить свой ужас. Навар поднялся, чтобы немного ослабить давление на крестец, откуда помощники Сикса удалили ему рудиментарный хвост. У него болели колени и бедра, увитые слишком крупными связками и сухожилиями. Он обошел кругом комнату, в которой не было ничего, кроме тонких тренировочных матов, заменявших им кровати. Лучшее, что мог предложить рапторам легион. Навар подошел к двери, и до его слуха долетели голоса. Двери не запирали. Где-то вдали отсюда самых звероподобных рапторов поместили в клетки, в которых Сикс и Орландиас раньше держали подопытных животных. Их нельзя было оставлять на свободе, хотя ни один из них не вел себя агрессивно по отношению к другим гвардейцам ворона. Голоса становились громче, и Навар узнал глубокий тембр примарка. Он позвал других, чтобы те встали и подошли ближе. Разговаривали чуть дальше по коридору, возле входа в лазарет. Уверен, проблема в генетическом шаблоне. Услышали они, как Орландиас отвечает на какой-то вопрос Корокса. В процессе репродукции клеток мы не могли допустить ошибку. Тогда почему с первыми пятью сотнями рапторов ничего не произошло? Спросил Корокс. На каком-то этапе мы все же ошиблись. Наверное, во всем виноват масштаб воспроизведения. Если только дегенерация не проникла в исходный материал, заметил Сикс. Он же находится в стазисе. «Постепенно», ответил Корокс. «Его ведь доставали из стазиса для копирования нового генетического семени. Возможно, после каждого извлечения он понемногу деградировал. Так медленно, что мы просто ничего не замечали». «Это свидетельствует о том, что порог наследственный», предположил Сикс. Он прокашлялся, прежде чем продолжить, явно испытывая неловкость за то, что ему предстоит сказать. Порог не в самом генетическом семени гвардии. С момента создания его проверяли не один раз. «На что ты намекаешь?» спросил Корокс. «Что-то не так с информацией примарха», сказал Орландиас так спокойно, словно обсуждал плохую погоду. «Или с нашими расчетами», быстро добавил Сикс. «Характерные признаки и деформации, которые мы можем наблюдать, по-своему устойчивые, отнюдь не случайные». «Я не смог этого определить», задумчиво произнес Орландиас. «А я увидел», сказал Корокс. «Нам известно, что в информации примарха содержатся некоторые элементы нечеловеческих организмов. Схожие нити закодированы в каждом генетическом семени. Своими особенностями легионеры Астартес в определенной степени обязаны характером других видов, которые император ввел в генетическое семя. Чешуя, рога и прочие наросты показывают, то, что раньше сдерживало их появление, сохраняя равновесие, сейчас прекратило функционировать. Судя по частоте проявления этих признаков, я бы предположил, что самое сильное воздействие они получают во время боя. Похоже, эти изменения были вызваны чем-то в усиленном метаболизме Астартес. От одной лишь мысли об этом мурашки бегут по коже, произнес Сикс. Знать, что в каждом из нас скрыт потенциал для подобной трансформации. Не у всех, заметил Коракс. Прошу прощения, лорд, я не... Я не о наследии примарха, продолжил Коракс. Как ты сам сказал, стандартное генетическое семя гвардии ворона стабильно, но мы сделали нечто, что его дестабилизировало. Если вычленить причины, то возможно нам удастся найти способ обратить вспять изменения в генетическом материале. Это возможно, согласился Орландиас. Я проведу новые тесты, чтобы сравнить первых рапторов с последними и посмотрю, удастся ли найти в них существенные различия. Я постараюсь расположить их со всеми удобствами, добавил Сикс. Если мы не сможем... Сможем, оборвал его Коракс. Они гвардейцы ворона и заслуживают того, чтобы мы приложили все усилия к решению возникшей проблемы. Сообщайте мне обо всем. Мне нужно вернуться в шпиль воронов, чтобы обсудить с командным советом атаку на впадину угрожать что-то еще? спросил Сикс. Мы истребили боевиков, поэтому непосредственной угрозы нет. Но тем не менее, запрещенное гиль техническое оружие игнорировать никак нельзя. Лучше, чтобы нас не отвлекали, пока мы решаем проблему с генетическим шаблоном. Звуки разговора стихли, а затем раздался щелчок закрывающейся двери лазарета. Навар обернулся к остальным. Вы слышали лорда Коракса? спросил он. Он найдет способ сделать нас прежними. Некоторые рапторы улыбнулись, другие лишь печально покачали головами. Навар вернулся обратно в свой угол и сел, не обращая внимания на боль в крестце. Примарк считал, что способ существует, а он обладал блестящим умом. Почувствовав облегчение, Навар прислонился к стене, закрыл глаза и попытался вздремнуть. Обсуждение между командорами и Кораксом затянулось на несколько часов. Бран, последний из членов совета, с облегчением покинул командную комнату, после того, как Примарк подробно расспросил его о нападении мятежников и с тревогой в сердце вернулся обратно во впадину воронов, чтобы следить за возведением укреплений. Примарк ни в коем случае не хотел изменять время атаки на Нарсис. Если рапторов нельзя будет включить в состав сил, участвующих гвардии Ворона придется изменить стратегию. Сам же Бран хотел взять для захвата идеальной цитадели всех доступных воинов, поэтому и отправился во впадину воронов, чтобы поторопить Сикса и Орландиаза. На полпути к лифту в док Альфа его встретила диспетчер Эфрения. В руке у нее был инфопланшет, что совсем не обрадовало Брана. «На секунду, командор!» сказала Эфрения. «Пройдись со мной!» ответил Бран, миновав ее. «Мы обнаружили несколько странных сигналов, командор!» сообщила она. Бран замер. «Канал командора Агапита?» тихо спросил он. «Нет, командор, не в этот раз!» ответила Эфрения и протянула Брану инфопланшет. В повседневном трафике Легиона обнаружилось несколько закодированных сообщений. Их скрыли в инфопульсации между шпилем и впадиной, прикрепив к ним, чтобы обойти блокировку связи. Похоже, они исходят из нескольких мест на Киаваре. «Значит, мы поняли, как гильдийцы общаются между собой. Хорошая работа. Мы сможем остановить их?» «Уже сделано, командор!» Эфрения чувствовала себя уязвленной. Одной из расшифрованных передач оказалась загрузка стандартной подпрограммы из лазаретного ядра во впадине воронов. Во время расшифровки сплетенных кодов стало ясно, что лог ядра был взломан. Сначала к логу получили доступ, а затем всю информацию о проникновении грубо стерли. «Доступ к этому логу имеют всего несколько человек», произнес Бран. «Кто же это сделал?» «Судя по цифровым маркерам, командор Агапита тихо сказала Эфрения. Она подошла ближе к Брану, хотя тот с легкостью мог услышать ее шепот. Я собиралась рассказать лорду Кораксу, но так как вы уже здесь подумала, что вы сами захотите во всем разобраться». «Благодарю, диспетчер», ответил Бран. «Я разберусь». Командор развернулся и направился обратно к центральному подъемнику, который шел на всю длину шпиля воронов. По какой-то причине Агапита не получил доступ к инфологам генотеха, но это не объясняло, зачем он хотел скрыть свои действия. Командор тихо закипал, направляясь к личным покоям брата. Не постучав, он толчком открыл дверь, готовый сходу потребовать от Агапита разъяснений. Комната была пустой, ни единого признака, что Агапита вообще возвращался сюда после командного совета. Бран активировал вокс. «Управление шпиля, можете найти командора Агапита?» «Секунду, командор». Бран с нетерпением принялся мерить шагами гостиную Агапита. Ему на глаза попался планшет, лежавший на подлокотнике дивана, и командор подобрал его. Активировав устройство, Бран вывел на экран последнее открытое изображение. Оно повторяло файлы, которые вручила ему Ефрения всего 10 минут назад. Его коммуникатор запищал. «Командор Агапита запросил пилота и грозовую птицу, командор», ответил ему офицер в комнате управления. «Курс проложен на впадину воронов». «Когда?» резко спросил Бран. «Два с половиной часа по таранскому стандарту, командор». Бран отключил связь и бросил оба инфопланшета на пол. «Что же ты делаешь, брат?» спросил он у пустой комнаты. Через два часа Агапита окажется во впадине воронов. Бран выбежал из комнаты, направляясь в Альфа-док, где его уже ждал громовой ястрик. Монотонно пищал сканер. Каждый импульт сопровождался изменением изображения на экране перед Альфарием. Он развернулся в кресле и проверил аудиоприборы, но услышал только завывание ветра. После атаки в орудийной башне постоянно дежурили расчеты. Альфарий со своим отделением был здесь в момент рассвета. Ничего не происходило, ни единого признака активности мятежников за последние двадцать часов. Под Альфарием затрещало кресло, когда он откинулся на спинку и заложил руки за голову. В комнате управления позади него сержант Дор чистил болтер, разложив на панели ткань и инструменты. С ними также был Марко, следивший за станцией связи. Время для визуальной проверки, бросил Дор, не отрываясь от занятия. Альфарий без слов поднялся и направился к укрепленной двери. Он ввел код безопасности. Створка выдвинулась вперед и скользнула в сторону. Альфа-легионер вошел в шлюз и закрыл за собой дверь. Затем снял с пояса шлем и надел на голову, прежде чем открыть внешний замок. Внутрь ворвался ветер, принеся с собой едкую вонь загрязненного воздуха. После того, как Альфарий вышел на бастион, он посмотрел на впадину воронов. Прожекторы на башнях и стенах он заметил бронированные фигуры, которые патрулировали стены под ним. Их глазные линзы напоминали ярко-желтые точки в сумраке. Сняв с плеча болтер, Альфарий прошелся по бастиону, скрытой тенью гигантской двуствольной пушки на вершине башни. С помощью усиления авточувств он осмотрел ворота, двери армориума и другие точки входа. Гвардейцы ворона неустанно патрулировали либо стояли на страже. Для усиления гарнизона и шпиля воронов выслали тысячу когтей, которые заняли место рапторов, подвергнувшихся генетическому искажению. Альфарию больно было смотреть на зараженных легионеров. Некоторые корчились в муках и все они стали искаженным подобием Астартес. Милосерднее было бы убить их. Когда придет время, Альфа-легион дарует им быстрое избавление от мучений. Гвардейцы Ворона были врагами, но Альфарий в последнее время стал уважать воинов освобождения, с которыми ему пришлось делить все тяготы и невзгоды. Он продолжил обход, направившись на внешнюю сторону башни, чтобы осмотреть радиационные пустоши. Из сенсорных отчетов Альфарий уже знал, что ничего там не увидит. Но гвардия Ворона с подозрением отнеслась к дельтеху и решила ничего не пускать на самотек. Возможно, мятежники владели чем-то, что могло замаскировать их от сенсорного сканирования. Смотреть было не на что, кругом простиралась пустошь из сросшихся землей зданий и изрытых воронками скал. Альфарий зашагал к двери, чтобы закончить обход турели, но резко остановился на углу и посмотрел вдаль. В пяти километрах к северо-востоку из тумана, словно пальцы тонущего человека над поверхностью воды выступали окраины Найрхаба. На крышах мигали посадочные огни, между которыми иногда проносились гигантские светлячки бронированных дирижаблей. Альфарий уже собрался отвернуться, когда заметил сумраки у основания одной из башен мерцания. Туман озарила череда вспышек. Спустя пару мгновений полыхнул дирижабль. Искореженные обломки гондолы рухнули на город. Через несколько секунд Альфа-легионер услышал приглушенный, но различимый треск тяжелых орудий, разнесшийся над впадиной воронов, а за ним грохот взрыва корабля. Он ошеломленно наблюдал за тем, как из нескольких небоскребов в центре города вырвался трассирующий огонь, а затем новые взрывы раздались в жилых кварталах Набрика. Поначалу Альфарий подумал, что мятежники начали новую атаку, направленную теперь против механикум. Но затем произошло сразу несколько событий. Одну из высоких башен сотрясли два мощных взрыва, разорвав ее почти надвое. Верхние этажи начали сминаться и разваливаться, посыпавшись на улице огромным облаком огня и обломков. Первым делом Альфарий подумал, что это бомба. Но его удивление только возросло, когда на фоне растущего столба пламени показалась гигантская фигура. Высотой она была под 90 метров. Правая рука оканчивалась массивной многоствольной пушкой. Левая невероятно огромным орудием, сияющим синим блеском плазменных генераторов. Ее бронированный корпус усеивали турели, которые вели по городу лазерный и орудийный огонь. Титан типа император. Наблюдая как император изверг из плазменного аннигилятора шар полыхающей синей энергии, Альфарий услышал по воксу крик Марка. Тревога! Всем занять позиции! Непосредственная угроза! Активируя оборонительное орудие, сообщил Дор. Слова сержанта утонули в грохоте макропушки над головой Альфария. Его накрыло ударной волной после выстрела сдвоенных стволов. На визоре полыхнули янтарные и красные предупредительные конки. Пара снарядов размером с танк с визгом унеслась вдаль, разорвавшись в нескольких километрах от впадины воронов. Одновременно со звуком взрывов в черепе Альфария раздалось тиканье. Двойная пульсация, отличная от той, которую он ощущал раньше. Он моментально понял, что это означает. Омегон активировал функцию отслеживания. Имплантат теперь реагировал на такие же устройства других альфа-легионеров. Началось с бешено колотящимися сердцами, подумал Альфарий. Альфа-легион сделал свой ход. Ему нужно выйти на позицию и встретиться с остальными. Увеличив разрешение, Альфарий увидел четыре колонны пехоты и техники, вьющиеся через руины, куда попали выстрелы, огибающие пламя и поднимающийся дым от двойных взрывов. Там были транспорты и танки. Их сопровождали бронированные шагоходы высотой в 20 метров. Один из псов войны. Шагоходы определенно были разведывательными титанами. Был окутан мерцающим куполом пурпурного и черного, когда его пустотные щиты упали под обстрелом макропушек. Еще два пса войны подняли оружие и открыли ответный огонь. Снаряды второй орудийной башни с воем понеслись от впадины воронов и врезались в металлическое тело титана. Альфарий бросился на ракритовый пол за миг до того, как все вокруг него накрыло орудийным огнем, засыпав каменными осколками и фрагментами усиленной пластальной арматуры из башенной стены. Из тумана сверкнули два белых луча, пробив бронированный корпус макропушки. Альфарий поднялся на ноги и ринулся к двери, когда его осыпало бурей искр и летящих сверху горящих обломков, плюющихся и колотящих под оспехом. Он резко распахнул внешнюю дверь и ворвался внутрь, захлопнув ее за собой, как раз перед тем, как бастион, где он стоял еще пару секунд назад, изрешетило залпом снарядов. Норд и Фалька погибли, ввел его в курс дела сержант Дор. Пушка выведена из строя. Отходим к центральному комплексу. Тут мы уже ничего не сделаем. Башня задрожала от новых попаданий, когда шлюз перешел в режим фильтрации. Пару секунд Альфарий нетерпеливо ходил по отсеку, ожидая, пока откроется внутренняя дверь. Башня погрузилась во мрак, озаряемый лишь искрами на разбитых пульта. Дор и Марка стояли возле лестницы, соединявшей уровни башни. Что с остальными? спросил Альфарий, бросив взгляд на лестничный пролет наверху. Автоматические системы огнетушения уже наполнили орудийный отсек белым пыльным дымом. Мертвы, уходим, приказал Дор, направившись к лестнице. Точка сбора на четвертой станции. Альфарию ни в коем случае нельзя было попадать на главный сбор. Согласно инструкциям Примарха, ему следовало добраться до центральных ворот. Давай, Альфарий указал Марка следовать за Дором. Гвардейц Ворона повернулся спиной к Альфарию и Альфа-легионер, обнажив боевой нож, ударил ботинком под колено Марка и одновременно вонзил нож ему в шею. Пилообразное лезвие рассекло плоть, едва не обезглавив гвардейца Ворона. Почему стоите? крикнул Дор снизу. Альфарий опустил труп Марка на пол и снял с пояса гранату, после чего подошел к перилам. «Лови!» крикнул он, бросив гранату. Дор инстинктивно поймал ее. Лишь через секунду он понял свою ошибку. Граната выпала у него из рук, но было слишком поздно. Взрыв сбил сержанта с ног. Бритвенно-острые осколки пронзили его доспехи. Альфарий знал, что одна граната не могла убить легионера и перепрыгнул через перила, выхватывая болтер. Он приземлился на площадку, когда Дор сумел подняться на одно колено и достать цепной меч. Из лопнувшей трубки на доспехах с шипением вырывался газ. Маслянистая смазка псевдомускульных фибросвязок смешалась с кровью, текущей из живота сержанта. Первый болт Альфария угодил в левую часть шлема Дора, где находилось устройство связи, чтобы не дать ему послать предупреждение. Дор взревел и прыгнул на Альфария, но тот ушел в сторону за миг до того, как вращающиеся зубья цепного меча отсекли бы ему руку. Он сделал несколько выстрелов и грудь сержанта прошили болты, отбросив его обратно на пол. Альфарий стремительно последовал за ним и еще одним болтом прострелил глазную линзу покореженного шлема Дора. Уже поврежденный шлем раскололся на части, когда болт взорвался внутри, заляпав металлический пол кровью и мозговым веществом. Задержавшись на миг, чтобы поднять цепной меч из мертвых рук Дора, Альфарий направился вниз. Подняв взгляд на колоссальную фигуру Магнус Кассеи, когда Титан типа Император низверг еще одну миниатюрную звезду в центр города, Амигон почувствовал слабую тревогу. Он знал, что Орден Дракона владеет громадными ресурсами, но до сих пор не понимал, насколько сильное влияние они оказали на механику Мкиавара. Примарх ожидал, что они как-то отвлекут магасов, спровоцируют внутреннюю борьбу между храмами. Но Орден Дракона развязал самую настоящую гражданскую войну. Улицы были забиты бегущими от разрушения техножрецами и чиновниками механикум. Сервиторы с пустыми лицами бродили по городу, не в состоянии осознать происходящее, бездумно глядя на взрывы и пламя. Тут и там солдаты в отражающих костюмах отгоняли толпу подальше от мест боев, заставляя их покинуть зону обстрела. Сервиторы притарианцы, получеловеческие боевые машины, размерами превосходящие самого Омигона, следили за исходом, держа на готове ротонные пулеметы, лазерные пушки и акустические разрушители. В город хлынули войска гильдий, тысячи воинов, бронированных костюмах климатической защиты. Сквозь рев огня и панические вопли бегущих людей прорывался отдаленный треск лазерного огня и грохот тяжелого орудия. Кое-где начало рваться дорожное полотно, когда с окраин открыли огонь минометы кроты. Вопли и крики только усилились, когда Магнус Косеев поднял ногу и сделал шаг по длинному бульвару между двумя дымящимися жилыми блоками. Небо над городом прочертили следы кораблей, и оборонительные турели на его укрепленном, усеянном зубчатыми бойницами корпусе открыли огонь. Бегущие гражданские создавали Амигону идеальное укрытие. Он вышел из дверей кузницы и слился с толпой. Его голова была обмотана толстым шарфом, гигантское тело скрыто под тяжелой одеждой. Свои доспехи примарк утопил в химическом отстойнике в пустошах. Сейчас его лучше всего людей, он следовал вместе с ними туда, где бульвар превращался в огромную площадь. Толпа начала расти, а вместе с ней паника. Отделения солдат-механикум с китариев перекрывали все выходы, отгоняя беженцев электрожезлами и предупредительными очередями из автоганов. На перекрестках разместились передвижные орудийные платформы, их кибер-аугметические расчеты были готовы к любой неожиданности. Амигону было достаточно массы тела, чтобы прокладывать путь сквозь толпу по направлению к одной из дорог, ведущих на площадь. Отпихнув плечом какого-то техножреца, примарх подошел к кордону скитариев. Путь ему преградил командир роты. Пластины его панцирных доспехов были покрыты чеканкой в виде рун-механикум. Офицер посмотрел на Амигона искусственными глазами, в линзах которых отражалось пламя, лижущее облакоскреб за спиной примарха. «Капитан Верц из Коктей, дайте пройти», резко сказал Амигон, не дав офицеру возможности заговорить первым. «Мне нужно доложиться во впадине воронов». «Да, сэр», ответил офицер и дал знак своим людям отодвинуть баррикаду, которая перекрывала всю улицу. «У литейной арки собирается колонна из шестого района, чтобы ответить на запрос вашего примарха. Вы можете присоединиться к ним». «Благодарю за информацию», произнес Амигон, обойдя командира скитариев. Он действительно был благодарен за эти сведения, которые намного облегчат ему следующую фазу плана. Он побежал, направляясь через весь город границам радиационных пустошей. Грохот осыпающейся кладки объявил о разрушении еще одной турели. Главное строение впадины ворона содрогнулось от попадания, замерцал свет и завизжали сирены. У Агапита не было времени задуматься о происходящем, пока он бежал по лестнице к Армориуму. На следующей площадке он столкнулся с отделением рапторов, устанавливающих на треногу мультилазер. За последние несколько дней он провел большую часть своего времени с капитаном Норицем, советуя с ним относительно основной оборонительной стратегии, которой придерживались имперские кулаки. В голове Агапита крутили сведения о соотношении потерь, особых зонах поражения и взаимосвязанных схемах развертывания. «Не туда ставите!» резко бросил Агапита. «Если враг проникнет так далеко, мультилазер погоды уже не сделает. Переместите его на южный трансцепт для подходящего сектора обстрела». «Так точно, командор», ответил сержант отделения, пока Агапита торопливо проходил мимо. «Кроме того, подумал он, если все пойдет не по плану, мне понадобится путь для отступления». Когда Агапита оказался в армориуме, там никого уже не было. Лишь несколько сервиторов вокруг бродило, перетаскивая боеприпасы на поддон погрузчика. Они не обратили на пробежавшего командора никакого внимания. Услышав впереди голоса, Агапита поспешно шагнул за мишень кира. Неподалеку раздался звон шагов по металлическому полу, который затем стих вдали. Когда воины ушли, Агапита вновь появился в главном коридоре и посмотрел по сторонам, не следит ли кто за ним. Если его увидят, то, несомненно, попросят взять на себя командование вместо отсутствующего брана. Такую задержку он не мог себе позволить. Командор не знал, сколько у него оставалось времени, но каждая потраченная впустую секунда могла привести к потере шансов. Альфарий уверенно зашел в сторожку и обнаружил там несколько других гвардейцев Ворона. Большинство из них были когтями. Батареями лазерных пушек, прикрывающих дорогу, управляло отделение рапторов. Здесь явно находилось слишком много легионеров, чтобы расправиться с ними так же, как с Дором и Марком. В дверях началась небольшая суматоха. Когда внутрь вошел сержант нестил в сопровождении двух воинов своего отделения. Активировать посадочные маяки, приказал сержант. Подкрепление уже в пути, будьте готовы открыть суб врата, чтобы впустить их. Подавив раздраженное рычание, Альфарий отошел подальше от массивных створок главных ворот. Его задачей было захватить ворота и открыть путь воинам Альфа-легиона. Но чем больше сюда стекалось гвардейцев и бешено тикал, подсказывая, что где-то рядом находится еще один Альфа-легионер. Возможно, в бастионе самих врат. Альфарий не мог рисковать, выдав себя прямо сейчас. Под руководством нестила легионеры открыли засовы на меньших воротах, встроенных в огромные плиты и закованного адамантием ферракрита. Гидравлические поршни настиж распахнули замаскированную дверь, открыв вид на посадочную площадку между воротами и внешней стеной. Скоро в сторожке будет не протолкнуться, поэтому Альфарий направился к лестнице, ведущей на наблюдательную галерею, проходившую над самыми вратами. Там он оказался в компании еще пятерых гвардейцев ворона, сидевших в люльках с засчетверенными болтерами, установленными вдоль внешней стены галереи. Не обращая на них внимания, Альфарий выглянул в пластальное окно метровой толщины. В красноватой мгле виднелась реактивная струя заходящего на посадку корабля. Он узнал очертания громового ястреба, за которым в сотни метров следовал еще один. Приземлившись, черный десант на штурмовый корабль опустил рампы, и из него попарно выбежало несколько отделений легионеров. Едва спустился последний гвардеец ворона, пилот включил двигатели и поднялся обратно в воздух. Едва первая волна подкрепления направилась к открытым воротам, сел второй громовой ястреб. Альфарий растерянно уставился на две шеренги бронированных черных фигур, бегущих к воротам. Второй десантно-штурмовой корабль поднялся, в то время как первый развернулся в нескольких сотнях метрах от стены. Что-то казалось странным в маневре громового ястреба, пока альфа-легионер и с удивлением заметил, что запорные рычаги на ракетах были подняты. Громовой ястреб заходил на атакующий курс. Альфарий бросился назад к лестнице. Четыре практически одновременных взрыва наполнили галерею осколками и пламенем. Ударная волна бросила Альфария в дверь и он покатился вниз по лестничному пролету. В голове звенело, но альфа-легионер все же сумел подняться на ноги, прежде чем его вырубило оглушительным шумом статики. К лестнице внизу попятились двое гвардейцев ворона. Один отстреливался из болтера, другой поливал горящим прометеем из огнемета какого-то невидимого врага в главных воротах. Альфарий прицелился и точным выстрелом свалил астарто с огнеметом. Его товарищ удивленно обернулся, целясь из болтера в альфа-легионера. Прежде чем он успел пепелив половину тела, сжимая болтер в одной руке, трофейный цепной меч в другой, Альфарий принялся медленно спускаться по ступеням, не сводя глаз с двери. Достигнув земли, он остановился и услышал, что звуки боя стихают вдали. Выставив перед собой болтер, Альфарий шагнул через арку. Тиканье в его голове было почти непрерывным. Внезапно он увидел, как по луже горящего прометея на него несется сержант Нестил. По его нагруднику и левой руке стекало пламя. Альфарий поднял цепной меч и прыгнул на сержанта, стараясь угодить в горло. Нестил вовремя заметил атаку и успел увернуться, поймав цепной меч на предплечье, чтобы перевести удар на наплечник. Мономолекулярные зубья свизгом вгрызлись в краску и керамид. Гидра проорал Нестил, в середине взмаха и опустил цепной меч. Нестил также убрал оружие. Нестил поразился Альфарий не в силах поверить, что сержант ветеран действительно был альфа-легионером. Я Альфарий ответил сержант. Орд, я Альфарий. Как и я раздался позади них голос. Какое совпадение? Оба легионера обернулись. Вы, сказал Нестил, недоверчиво покачав головой, один из нас. Командор! Глава шестнадцатая Бомбардировка Киавара Ограбление Месть Сикса Громовые ястребы и грозовые птицы уже вылетали из высокого дока, когда Коракс вышел на посадочную площадку. Диспетчеру Эфрении приходилось бежать, чтобы поспевать за его размашистыми шагами и сообщать ему всю информацию, которая поступала из комнаты управления. Сражение локализовано в двух городах Лорд. Запыхавшись, выдохнула она, прижимая к уху вокс-аппарат. Верховный магас Дилтиари говорит, что мобилизовал для ответного удара Легио Виндиктус. На защиту впадины воронов движется колонна корпуса скитариев. Мануфакторум по производству шестой модели подвергся массированному удару, но пока держится. Верные гильдиям войска осадили кузницу Прим и собираются занять старое гильдийское здание в Сан-Трикстертии. Капитан Норец со своими людьми уже на борту гневного авангарда и запрашивает разрешение присоединиться к контратаке на Киавар. Минутку, лорд, принимаю прямую передачу из впадины ворона. Передаю. Она протянула приемник Кораксу, едва тот остановился у рампы грозовой птицы. Командор Брант спросил он докладывает. Говорит Винсент Сикс лорд раздался голос Апотекария. Командор Брант пока не прибыл. Командоры Агапита и Солара уже здесь но я ни с кем из них не могу связаться. Понял сказал Коракс решив пока не раздумывать над тем куда мог отправиться Брант и чем были так заняты двое других командоров. Какова обстановка? Лорд по нам ведет огонь титан типа пес войны а также несколько мобильных артиллерийских платформ. Думаю наша оборона прорвана но подтвердить этого не могу. Что мы должны делать? Что ты имеешь ввиду? Резко спросил Коракс защищать впадину воронов. Генетический шаблон лорд объяснил Сикс нам нельзя допустить чтобы его захватили гильдийцы. Кто знает кому они передадут его потом. Коракс еле сдерживаясь промолчал оценивая ситуацию. Если мы уничтожим генетический шаблон со всеми результатами исследований то приговорим около тысячи легионеров к жалкому существованию задумался примар. Только с помощью шаблона мы сможем повернуть вспять эффект генетического заражения. Понимаю лорд но можем ли мы им рисковать? Тебе придется действовать на собственное усмотрение главный апотекарий сказал Коракс запечатай комплекс имплантации и организуй охрану из легионеров установи заряды и приготовься в случае необходимости уничтожить генетический шаблон и все что с ним связано. Тебе придется принимать решение самому когда риск станет слишком велик. Я буду во впадине воронов через полтора часа. Вас понял лорд произнес Сикс мы сделаем все чтобы защитить его. Отключив связь Коракс отдал прием некофрении ее слова затерялись в реве громового ястреба который взлетал недалеко от них. Что ты сказала переспросил Коракс командора Гапита лорд повторила диспетчер с командором Агапита связано несколько потенциальных нарушений протоколов безопасности я сообщил о них командору Брану это может быть связано с тем что командоры недоступны нет времени слушать объяснения сказал примарх ступив на рампу отошли приказ Солара взять их обоих под стражу вас поняла лорд подтвердила эфрения я прослежу чтобы всю важную информацию направляли прямиком на канал вашей грозовой птицы я в тебе не сомневаюсь сказал Коракс обернувшись и положив руку ей на плечо ее постаревшее лицо озарилось улыбкой мои командоры могут преследовать собственные цели но я всегда могу положиться на тебя на стуре он сбежал по рампе приказывая пилоту взлетать опустив специально сделанную для него раму фиксатора примарх посмотрел в иллюминатор двигатели грозовой птицы зарычали машина вздрогнула и оторвалась от черной посадочной площадки десантный корабль развернулся и стал удаляться от шпиля воронов открыв вид на Киавар Коракс с подозрением уставился на планету гильдии вернулись обратно словно шип который он оставил гноиться в плоти Коракс так хотел улететь отсюда так хотел принять мантию примарха и присоединиться к великому крестовому походу что недооценил их упорство он казнил себя за собственную непредусмотрительность а еще за то что совершенно не ожидал подобного хода должно быть они прознали о предательстве Хоруса и сочли реальной возможностью вернуть себе власть примарх вспомнил времена далекого прошлого когда он мог закончить все раз и навсегда мы не можем позволить им атаковать снова возражал реквай они способны отправить еще тысячи солдат не считаясь потерями не важно что у нас есть армия людей готовых сложить за это головы нам попросту не сравниться с ними киаварцы будут приходить вновь вновь и вновь пока всех нас не перебьют или не загонят обратно в камеры хотелось бы мне никогда не думать об этом сказал корвус разглядывая киавар через широкое окно офицерской столовой диваны были раскромсаны и залиты кровью резные лакированные столы и шкафы изрешечены пулями и следами лазерного огня это слишком опасно там на планете обитают миллионы людей которые трудятся под гнетом гильдии так же как и мы и которые против нас ничего не замышляли коракс реквай прав заметил натиан субкомандор второго крыла развалился на диване на его груди балансировал графин чистого спирта он сел глотнул из хрустальной бутылки и ткнул пальцем в киовар ублюдки заслужили это я никогда не говорил этого взявился реквай я говорил не о том что они заслужили подобное а лишь о том что это будет самый быстрый способ принести мир ты пьян сказал корвус и пересек тремя быстрыми шагами комнату чтобы выхватить графин из рук лейтенанта он поставил его на порванную бархатную обивку стола для шаросилка мимоходом заметив что в одной из луз лежит отрезанный палец но я не дурак заметил натиан убей всех ублюдков чтобы не осталось никого с кем сражаться вот вам и мир а вы как думаете спросил корвус бросив взгляд на брана и агапита братья сидели за столом который был завален картами киоварских городов не знаю получится ли сказал бран как мы доставим их на поверхность первые заряды мы сбросим по гравитационному коридору на нейрхаб ответил корвус но затем остановился решив не развивать мысль неважно я решил что мы не можем сделать это тогда нам следует опять подготовить оборонительные лазеры сказал агапита последняя бомбардировка отрубила подачу энергии к огневым точкам которые защищают четвертое и пятое крылья мы спустимся туда и пойдем смертью храбрых крикнул натиан воспользовавшись возможностью умыкнуть графин и сделать еще один глоток если до этого дойдет сказал лидер повстанцев каждый из нас готов пойти на жертву мы должны это сделать корвус внимание всех присутствующих обратилось к эфрении которая за время спора не проронила ни слова она сидела на полу с перевязанной ногой положив ее на обломке столика если мы не победим литей никогда не станет свободным как океавар тебе нужно победить корвус если ты погибнешь надежда на победу умрет вместе с тобой тысячи десятки тысяч даже сотни погибнут но миллионы станут свободными корвусу не просто было сделать выбор не имелось никаких гарантий что план сработает и что за смысл в разрушении кеавара обрекающим его население на медленную смерть от жажды и голода если это не принесет победы нужно сломить мощь гильдий настойчиво сказал реквай корвус неохотно кивнул другого выбора не было прекрасно сказал натиан пора выдвигаться нечего терять время все уже подготовлено признался корвус он сел на освобожденный натианом диван вытянув длинные ноги в зонном ковре турман и первое крыло погрузили пять ядерных зарядов в десантные шаттлы системы управления наведены на наирхаб талдриан магна и хаес мне нужно лишь отдать им приказ эфрения застанав от боли поднялась на ноги и проковыляла через всю комнату наконец она остановилась опустилась на пол возле корвуса и положила руку ему на колено время не сделает этот приказ более легким сказала она ласково заглянув ему в глаза вздохнув корвус махнул агапита который достал рацию из кармана куртки и бросил ее через всю комнату корвус легкостью поймал ее и переключил на передачу турман говорит корвус медленно сказал он запускай шаттлы командир партизан выключил рацию и выронил ее на пол он обернулся чтобы посмотреть в окно спустя пару минут во мраке отделявшим ликей от киавара появятся десантные корабли вот дерьмо пробормотал натиан плюхнувшись в кресло он поднял графин в сторону корвуса значит мы действительно собираемся победить баран вставь у главного передатчика приказал корвус рассматривая красноватую сферу киавара над континентом под названием гарус занималась заря корвус представил тысячи людей которые только шли на первую рабочую смену тысячи которым эту смену закончить уже не суждено не было смысла скрывать содеянное хотя корвус знал что вместе с виновными сгорят и невинные когда взорвутся заряды я хочу чтобы ты отправил по всем гильдийским каналам одно сообщение без проблем ответил бран что передать скажи гильдийцам что за века порабощения на лике ископилось 1320 ядерных зарядов я использовал только 5 облака проносившиеся мимо грозовой птицы алыми обрывками скрывали лежавший внизу киавар коракс прибудет во впадину воронов менее чем за полчаса но примарху она казалась вечностью он обеспокоенно сжал кулак раздраженный тем что в последнее время происходило с гвардией ворона имперская истина стремилась искоренить суеверие да и сам коракс никогда не считал себя суеверным но сейчас ему казалось будто его легион прокляли с момента высадки на истване коракс поправил себя они выжили на истване тогда как другие легионы пали благодаря решимости и отваге гвардия ворона выстояла и она переживет нынешние невзгоды звонок коммуникатора встроенного в подголовник кресла нарушил ход его мыслей сообщив о передаче на командной частоте на связи сказал он отвернувшись от иллюминатора коракс слушает лорд коракс говорит бран во имя императора где тебя носит прорычал примар впадина воронов в опасности лорд коракс вам нельзя приземляться во впад еще один звонок оборвал ответ бран и коракс услышал голос эфрении лорд мы зарегистрировали направленный сигнал на впадину воронов с орбиты торопливо доложила диспетчер источник он с мстителя лорд подтверждаю лорд сказал бран когда два канала слились воедино что не понял коракс потому что я сейчас на борту мстителя я загрузил четыре циклонные торпеды и нацелил их на впадину воронов лорд коракс не мог поверить в услышанное у него ушла пара секунд чтобы понять зачем тебе это командор спросил примар его голос был холодным как лед если существует вероятность что гильдийцы завладеют генотехом я уничтожу весь комплекс тихо ответил бран лорд нам и раньше приходилось принимать непростые решения чтобы защитить легион на поверхности гвардейцы ворона командор произнес примар тщательно подбирая слова ты откроешь огонь по своему легиону только в силу необходимости лорд просто ответил бран пожалуйста не приземляйтесь во впадине воронов это лишь все усложнит ты будешь мне указывать командор прошипел коракс это угроза нет лорд мольба сказал бран если вы приземлитесь во впадине воронов я не открою огонь но тогда мы можем потерять геносемя коракс кулаком пробил переборку под портом почему-то не ждал моих инструкций потребовал он я боялся что вы запретите мне лорд ответил бран желание восстановить гвардию ворона целиком поглотило вас оно мешало вам принимать взвешенные решения коракс поднял раму фиксатора и встал закипая корвус ты знаешь меня много лет я всегда был верен тебе зазвучал в приемнике голос командора если нужно мы найдем другой способ выжить пожалуйста не садись во впадине воронов легион император и империум нуждаются в том чтобы ты оставался живым я жду твоих приказов слова проникли сквозь пелену гнева примарха это был тот самый голос который оставался с ним в час спасения ликея и рождения освобождения голос который спокойно передавал его приказы на полях сотен сражений голос который приветствовал его после ужасов выствона голос которому он доверял корокс тяжело выдохнул пульс его участился мысли пребывали в сумятице ему вспомнилось лицо искаженное ненавистью с наполненными злобой черными глазами лицо жертвы темных страстей лицо Конрада Курца ночного призрака которого ему следовало сразить он мог позволить любви к легиону уничтожить его так же как ненависть уничтожила Курца хорошо командор произнес он оставайся на позиции и жди моих распоряжений если впадине воронов суждено быть разрушенной это случится по моему приказу Сикс не знал как именно ему поступить поэтому начал процесс блокировки но пока полностью не завершил протокол ему следовало доставить из армориума несколько термальных зарядов а все отделения сейчас защищали Куртину Солара и Агапита все еще были недоступны поэтому Апотекарий оказался в затруднительном положении покинуть ли ему лазарет чтобы самому достать взрывчатку он решил что пока лазарету ничего не угрожает потому можно рискнуть добраться до него закрыв внешнюю дверь командным ключом Сикс торопливо направился к лифту клетки на этаже не оказалось поэтому он принялся дергать подъемный рычаг внезапно двери распахнулись и Апотекарий удивленно отступил назад лицом к лицу столкнувшись с командором Солара с ним была пара легионеров их черные доспехи блестели в синим сиянии обнаженного силового меча командора как раз вовремя сказал Сикс командор мне нужно Солара без лишних слов вонзил меч в грудь Сикса из горла Апотекария потекла кровь превратив его удивленный возглас в бурлящий гнев из алых пузырей Солара вытащил меч и Сикс рухнул на пол возьмите цифровой ключ бросил Солара направившись в коридор один из легионеров присел возле беспомощного Сикса и сорвал с шеи цепочку когда Апотекария поглотила тьма последней его мыслью было сожаление о совершенной им ужасной ошибке почему стоим спросил Нексен Орландиас распахнув верхний люк краулера техножрец повернулся в бронебашню чтобы осмотреть колонну танков и транспортеров в тумане позади него кислотный воздух обжег легкие но его модифицированное тело могло справиться с подобным уровнем загрязнения корпус скитариев состоял из двух тысяч кибернетически улучшенных воинов ехавших в восьми бронированных мобильных крепостях доминатор еще пятьсот маршировали по обе стороны колонны рядом с бронированными левиафанами двигалось еще несколько небольших разведывательных краулеров скрытых среди разнообразной техники собранной для обеспечения дополнительной защиты боевые танки имперской армии лемонруз фальчионы хищники которые предназначались гвардии ворона а также три тяжелых шага хода типа железный ангел чьи корпусы ощетинились противопехотными орудиями застряли несколько притарианцев крикнул сержант баллистик с борта четырехместной самоходной штурмовой установки он ткнул пальцем через плечо где из тумана вышли огромные фигуры размерами каждый из них превышал легионера выращенный в баках для единственной цели каждый из десятка боевых сервиторов был вооружен цепным оружием ракетными установками и мультилазерами некоторые виды оружия крепились на бронированных подвесках другие заменяли конечности или были вживлены либо приварены к искусственной плоти притарианцев рядом с ними шагали геракли еще один вид выращенных в баках гигантов закутанных в плотные робы с надвинутыми на головы капюшонами одежду покрывали символы механикум груди и плечи защищались керамитовыми пластинами геракли несли многоствольные пушки и тяжелые лазеры с той же легкостью как скитари и свои лазганы один из геракли остановился возле краулера орландиаза и уставился на магаса скрытыми в тени капюшона глазами остальные также замерли и посмотрели на него десятник пусть они идут дальше крикнул орландиаз человек в тяжелом комбинезоне и в шлеме с визером выкрикнул приказ и сервиторы неуклюже зашагали вперед они находились всего в полукилометре от спадины воронов орландиаз встретил колонну у двух километрового оцепления чтобы сопроводить в безопасную зону пара титанов псы войны обстреливали западную куртину разрывая ракрит из болтеров вулкан и турболазеров артиллерия грохотала почти непрерывно ревущие взрывы медленно разваливали прочный внешний корпус главного комплекса новых зданий орландиаз не видел но густые столбы дыма которые поднимались оттуда где они некогда стояли не сулили ничего хорошего сев обратно в командирское кресло орландиаз выкрикнул приказ в металлическое ухо сервитора водителя краулер рванул вперед а затем забуксовал гусеницы бессильно месили вязкую грязь магас стянул капюшон и надел наушники полковник куэрштант отправьте пять доминаторов к позициям повстанцев сказал магас я пошлю также танки за стенами от них все равно не будет никакого толку ответил командир скитариев а как насчет остальных они пройдут через ворота в центральный двор я пробую связаться с командором гвардии ворона но пока никто не отвечает тем не менее наше сообщение приняли и послали обратный сигнал о безопасности дальнейшего продвижения вас понял магас произнес куэрштант я лично возглавлю контратаку против этих проклятых амнисии изменников конечно ответил орландиас незамедлительно полковник мы не должны позволить гильдийцам попасть во впадину воронов двое замаскированных альфа легионеров охраняли дверь пока солара нестил и орд собирали все что относилось к проекту генотеха орд и солара проверили архивы базы данных и скопировали на кристаллические чипы тысячи файлов пока нестил с помощью ключа сикса проник в санктум генетического шаблона он точно знал что делать открывая стазисную камеру у него до сих пор оставался стазисный контейнер в котором когда-то находился генетический вирус и куда он сейчас положил гласитовую колбу с материалом примарка теперь он выглядел иначе стал более темным и плотным удалить все произнес солара достав из разъема в главной базе архива информационный кристалл ничего не оставлять орд принялся ходить от пульта к пульту включая программы очистки а нестил стал собирать предметные стекла из микроанализатора запихивая их в поясную сумку солара активировал терминал и ввел код командного доступа громовые ястребы еще на посадочной площадке сказал он там будет точка нашей эвакуации остальные легионеры сформировали оцепление чтобы не позволить скитариям добраться до нас когда мы прибудем на место остальные отступят по отделениям и сразу убираемся отсюда я дам сигнал Бетти выходить на орбиту для нашей встречи то что ты притворяешься командором еще не делает тебя главным усмехнулся нестил а у тебя есть план получше резко спросил солара у нас нет времени для игр успокойся произнес нестил гвардия ворона понятия не имеет что мы здесь просто пройдем до главных ворот стараясь не привлекать к себе внимания в ухе нестила затрещала вокс бусинка эфрит гидро омега всем контактам доложить о прогрессе раздался искаженный и приглушенный голос примарха контакт три докладывает сказал орд все три контакта встретились с группой поддержки задание выполнено ищем путь отступления легион может гордиться вами произнес примарх вы опередили график поэтому поручаю вам последнее задание мы готовы сказал орд гвардия ворона перенесла склад генетического семени во впадину воронов чтобы ускорить процесс имплантации прозвучали слова омигона он расположен в хранилище рядом с лазаретом да верно сказал нестил повертев цепочкой с цифровым ключом сикса на пальце у нас есть ключ код что от нас требуется уничтожьте все отключите стазисное поле и уничтожьте все генетическое семя я хочу чтобы гвардия ворона больше не сумела оправиться от этой атаки вас понял ответил Солара но прежде обеспечьте безопасность генетических данных передайте их кому-то из группы поддержки пусть он оставит их в оружейном шкафчике в восточном конце северного коридора я пришлю за ними еще одного оперативника еще одного не понял орд но все мы здесь это уже не твоя забота легионер выполняйте приказ как пожелаете лорд сказал Солара он взял с ближайшего стола коробку и открыв крышку вытряхнул на пол длинные шприцы кладите все сюда поторопил он вы слышали примарха впадина воронов вздрогнула от очередного взрыва из потолка посыпалась пыль навар с остальными сидели скрючившись в кругу посреди комнаты при каждой встряске поднимая глаза им приказали оставаться здесь но их выводило из себя ничего неделания когда на впадину воронов напали удар по двери привлек внимание рапторов навар встал и жестом приказал другим приготовиться осторожно предупредил кхарва сверкнув заостренными зубами навар кивнул и поднял когтистую руку готовый ударить другой он взялся за дверную ручку хотя из-за когтей ему удалось это нелегко открыв дверь он тут же отступил в сторону когда в комнату ввалилось окровавленное тело это же Винсент Сикс воскликнул навар присев на колени возле раненого главного апотекария из раны на груди текла кровь пропитывая белый халат какой-то миг безумный взгляд Сикса метался по потолку пока вокруг него собирались остальные рапторы предатели прошептал Сикс лазарет защитите защитите генетическое семя покрытый запятнанной кровью рукой он оттянул ворот под которым оказался черный нательник на поясе находилась кобура с болт пистолетом навар понимающий кивнул и достал оружие нет тяжело сказал Сикс он откашлялся кровью и слабо указал на внутреннюю часть одежды там карман заметил Харва и потянулся внутрь он достал оттуда треугольную металлическую пластину с отчеканенным на одной стороне гербом гвардии ворона это командный ключ лицо Сикса исказилось от боли но он заставил себя приподняться на локте оружейные шкафчики седьмой отсек сказал апотекарий достаньте заряды мы пришлем кого-то за тобой пообещал навар поднимаясь генетическое семя прошипел Сикс ваше будущее мы защитим его сказал бенно держа Сикса за плечо своей чешуйчатой рукой будь сильным рапторы вышли в коридор впереди шагал навар с болт-пистолетом они приблизились к следующей двери и открыли ее с импровизированных коек на них смотрели еще пятнадцать деформированных рапторов Хеф возьми с собой пятерых и принеси оружие мы собираем остальных братьев сказал Бенна который до имплантации был командиром отделения он указал на дверь ведущую в лазарет Харва стой на страже рапторы разделились без лишних возражений навар взял у Харва цифровой ключ он с радостью размял ноги бросившись по коридору вместе с Марлсом Хора Тандрадой Микой и Халой когда они добежали до двери под ними пророкотал мощный взрыв за которым последовал грохот падающей кладки похоже обрушилась вторая орудийная башня сказал Мика нам лучше поторопиться толкнув дверь навар огляделся по сторонам и затем посмотрел в коридор перед ним крепко сжимая пистолет Сикса обеими руками у арки ведущей к погрузочному отсеку над армориумом он заметил гвардейца ворона легионер удивленно обернулся и вскинул болта все в порядке сказал Хора поднимая руки рапторы на лазарет напали берегись закричал Марли врезавшись в Хора когда легионер вдруг открыл огонь болт задел Марлсу руку разорвав кость и плоть чуть ниже плеча навар без раздумий выстрелил в ответ и первый снаряд попал легионеру в грудь из-за чего следующий выстрел предателя угодил в стену позади Хора и Марлса следующие два раскололи наплечник легионера заставив того покачнуться легионер прицелился в навара и время как будто замедлилось раптор почувствовал как по телу пробежал холодок когда он прицелился в лицо легионера и вновь спустил курок он почувствовал отдачу и одновременно заметил дульную вспышку болтера легионера навстречу друг другу понеслись два пылающих заряда болт навара попал долей секунды раньше пробив решетку шлема прежде чем взорваться мгновением спустя его бок пронзила боль ответный выстрел вырвал кусок плоти у него из груди оставив сросшихся ребрах осколки раскаленного белого металла навар пошатнулся но Мика и Тандрат успели его поймать он взглянул на рану дыру размером с кулак прямо под грудной мышцей на левом боку проверьте его резко сказал Кхора ткнув пальцем на упавшего легионера почему он стрелял спросил Марли что происходит если это наши легионеры как нам узнать кто на нашей стороне просто идем в лазарет произнес Кхора Сиг сказал что они там придется рискнуть вперед за оружием а я помогу Навару Навара передали в руки Кхора который опустил его на пол и прислонил к стене все не так уж плохо ухмыльнувшись заметил Кхора Навар посмотрел вниз рана уже зарубцевалась клетки Ларомана в крови затянули ее почти мгновенно боль перешла в тупой зуд когда в кровеносную систему хлынули другие вещества похоже быть монстром не так уж плохо сказал Навар он жестом попросил Кхора помочь ему встать чувствуя как силы возвращаются к нему другие рапторы вернулись через пару минут попарно неся пластальные ящики с оружием и боеприпасами сумки с гранатами и прочим снаряжением перекинутым через плечи открыв один из ящиков рапторы достали из него болтеры и по нескольку магазинов обвязав патронташе вокруг бедер и рук чувствуя себя уже лучше и почти забыв о ране Навар открыл другой ящик в нем находились мелтаган и несколько запасных цистерн с сожжатым газом я возьму его быстро сказал Кхора и схватил оружие он посмотрел на других словно ожидая возражений но времени на споры у них не было закрыв ящики рапторы направились обратно к камерам где их уже ждали остальные глава 17 атаковать отступить снова атаковать отсечь голову правда похоже ни одного командора не было на месте но гвардейцы ворона справедливо славились своей независимостью и инициативностью сержанты без приказов старших офицеров самостоятельно организовали отделение для обороны впадины ворона Бальсар Куртуре оказался в сводном отделении с семью другими легионерами которыми командовал сержант Кабен сейчас они брели по окутанным туманам радиационным пустошам к месту атаки над головой то и дело свистели макроснаряды уцелевших орудийных башен им отвечала артиллерия лазерный огонь и плазменные заряды вражеских титанов сопровождающих колонну радиация искажала работу авточувств Бальсара из-за густого тумана он почти ничего не видел и не мог воспользоваться тепловым или широкоспектральным сканированием бывший библиарий отключил сенсоры доспехов решив довериться собственному усиленному зрению в сумраке вокруг него вырисовывались смутные тени воинов в черных доспехах хотя благодаря транспондерам их местоположение отражалось на схематической карте на визоре Бальсара сержант Кабен шел впереди и именно его потрескивающий от помех голос первым раздался в воксе движение 50 метров впереди и правее рассредоточиться вправо на 30 метров дружественных сил здесь нет при визуальном контакте огонь на поражение Бальсар забрался в груду шлака озираясь по сторонам как просто было бы сейчас открыть иное зрение высвободить потенциал разума чтобы обнаружить врага а затем с не меньшей легкостью испепелить его психическим ударом соблазн воспользоваться своими силами стал почти неодолимым в легионе больше не осталось капелланов которые бы следили за соблюдением никейского эдикта и Бальсар вспомнил слова Коракса на пороге хранилища положение дел изменилось и против предателей следовало использовать все доступное оружие Бальсар до сих пор не мог понять что тогда произошло он явственно почувствовал связь с психическим замком на двери невыразимо прекрасным и непреодолимым его словно изнутри подтолкнули использовать свои силы и если бы Бальсар решил соповедать кому-то о случившемся то сказал бы что им руководил сам император ему казалось будто на пару мгновений его мыслями управлял кто-то другой и памятая о сложности печатей на двери Бальсар не сомневался что самостоятельно снять их он бы не сумел если тогда решил вмешаться император что казалось вполне вероятным тогда почему бы Бальсару не воспользоваться своими силами сейчас в тумане слева от него возникла тень гвардеец ворона подавил желание прощупать ее с помощью мысли вместо этого он поднял болтер и тремя снарядами прошил фигуре грудь враг предупредил он по воксу минус один он открыл огонь по другим силуэтам решив для себя что не ему оспаривать решение императора в тамбуре царил жуткий холод стены были покрыты ледяной коркой пятеро альфа легионеров притворявшихся гвардейцами ворона охраняли коридор пока орд с нестилом отключали генераторы стазисного поля в главном хранилище салара стоял рядом с цифровым ключом беззаботно ковыряясь пальцем покрывавшим клавиатуру льду почему так медленно спросил салара заглянув орту через плечо другой легионер у открытой панели силового реле покачал головой это действительно необходимо спросил орд примарх ясно выразился ответил салара просто отключи его даже не знаю продолжил орд отойдя от реле одно дело вывести гвардию ворона из войны другое полностью ее уничтожить когда хорус победит императора нам ведь понадобятся союзники для восстановления империума ты идиот бросил нестил выдергивая трансформаторный переключатель гвардия ворона никогда не станет служить хорусу особенно после иствана корок слишком упрям когда мы победим они просто исчезнут как всегда делают и продолжат борьбу ты хочешь годами озираться думая когда гвардия ворона придет за нами мы видели что мутаген сделал с рапторами заметил ор это скверно неестественность а несущее слово мы видели их на истване а я к тому же еще и на круцеаксе не думаю что за этой войной стоит только хорус здесь замешано кое-что похуже вы знаете о чем я нестил обернулся сжимая в руке пучок проводов тогда они еще глупее произнес он я знаю о чем ты говоришь все мы слышали речь корокса нравится или нет но войны было не избежать и нам следовало выбрать сторону лучше оказаться на стороне победителей нежели проигравших войскам императора нанесен тяжкий удар на истване а ведь это мы могли оказаться между несущими слово и железными воинами радуйся тому что близнецы примархи сделали верный выбор уже слишком поздно что-либо менять сказал Салара то что решили совершить несущее слово их проблемы нам до них больше нет дела пусть забавляют со своим колдовством в конечном итоге оно их погубит а мы будем смеяться последними кроме того произнес нестил вернувшись к работе с помощью генотеха альфа легион станет тем кто сохраняет баланс сил мы не ларгард не ангрон и даже не хорус орд ничего не ответил он подошел обратно к защитной панели и принялся отключать кабели что это было вдруг спросил нестил посмотрев на дверь Салара также услышал выстрел прозвеневший на фоне непрерывной канонады возможно тупым гильдийцам все же удалось преодолеть куртину произнес орд нет это было внутри к тому же неподалеку сказал Салара внезапно из коридора раздался рев болтеров продолжайте работу крикнул он направившись к выходу охранявшие их альфа легионеры стреляли в правом коридоре оттуда в ответ свизгом неслись болтерные снаряды достав болт пистолет и силовой меч Салара вышел из комнаты и увидел как с пробитыми доспехами падает один из легионеров со стороны лазарета на них шла группа уродливых воинов прячась за опорами выступавшими из перебора каждую пару метров Салара увидел десятки наполненных яростью глаз лица изуродованные рогами клыками и бивнями некоторых из нападавших покрывала красная или зеленая чешуя другие представляли собой чудовищные нагромождения мышц бугрящихся под одеждой все воины были вооружены и град болтерного огня только усилился когда из двери в конце коридора и комнат соединенных с лазаретом хлынули новые нападающие снаряд рикошетом чиркнул по наплечнику Салара выбив осколки керамита отставить резко крикнул он нырнув обратно в хранилище мы опоздали пора уходить орд и нестил схватили болтеры отложенные в сторону пока они работали с силовым реле и встали позади Салара который приблизился к двери и сделал пару выстрелов приближающихся рапторов мы вас прикроем сказал один из альфа-легионеров загнав болтер новый магазин когда опора за которой он прятался содрогнулась от взрыва бегом рявкнул Салара взмахнув силовым мечом пока нас не отрезали трое диверсантов выскочили в коридор и не оборачиваясь бросились прочь от рапторов Салара рискнул бросить взгляд назад лишь когда они достигли дальних дверей осталось всего двое альфа-легионеров самоотверженно вставших между отступающими собратьями и рапторами тем не менее гвардейцы ворона также понесли потери в коридоре лежала по меньшей мере дюжина тел идем к посадочной площадке сказал Нистил когда перед ними с шипением открылась дверь едва они переступили порог орд развернулся и выстрелил в панель управления и дверь с грохотом опустилась теперь они нас точно не догонят сказал он ты бросил там наших воинов они погибнут в бою заметил Солара свернув вправо нужно выбираться отсюда альфа легионеры помчались по верхнему уровню в сторону лестницы у главных ворот которые как надеялся Солара еще удерживали их братья перепрыгивая по три ступеньки за раз они поспешили вниз по лестнице направляясь к караульному помещению спустившись легионеры остановились и осмотрелись по сторонам во дворе за воротами стояло несколько гвардейцев ворона хотя было непонятно настоящие ли это сыны Коракса или те кто выдает себя за них ворота охраняли несколько сервиторов претарианцев с горсткой воинов геракли механикум сюда сказал орд указывая болтером на помещение охраны в восточной башне теперь теперь спокойно шепнул салара не нужно спешить защитник оворот не обратили внимания на троих гвардейцев ворона идущих к сторожке но салара все равно испытал облегчение когда они скрылись из виду и куда дальше спросил нестил галерея разрушена ответил орд наши громовые ястребы постарались на славу мы сможем оттуда спрыгнуть не уверен что стоит оставлять здесь генотех друг сказал салара что если другой оперативник не сможет изъять его поздно возвращаться произнес нестил мы сделали как приказано нужно эвакуироваться салара согласно кивнул и они направились к внутреннему лестничному колодцу от верхнего этажа остались засыпанные обломками руины среди которых лежали осколки разбитого стекла туман снаружи вновь сгустился но поднявшись на груду искореженного ферракрита салара разглядел на посадочной площадке две громоздкие тени как я и думал громовые ястребы еще здесь сказал он пряча силовой меч и пистолет альфа-легионер ухватился за перекрученную пласталевую арматуру торчащую из обломков стены и перелез через разрушенную галерею пошли в нескольких метрах от земли им пришлось прыгнуть но поблизости не оказалось ни одного гвардейца ворона вой и грохот падающих артиллерийских снарядов перемежался громогласной стрельбой макропушек но гильдийцы похоже атаковали впадину воронов с противоположной стороны небеса рассекали грозовые птицы и громовые ястребы из всех орудий обстреливая колонну врагов Салара заметил поднимающийся над куртиной синее пламя очевидно из поврежденного плазменного реактора пса войны чем ближе они подходили к первому громовому ястребу тем большее беспокойство испытывал Салара он активировал вокс-канал чтобы вызвать пилота но ему никто не ответил приблизившись к машине почти в упор он сквозь туман увидел что кабина расстреляна а в корпусе зияли несколько дыр будем надеяться что другой уцелел сказал нестил пройдя под правым крылом громового ястреба надежда слабость раздался позади них голос она первый шаг на пути к разочарованию будьте вы гвардейцами ворона то знали бы это Салара развернулся доставая на ходу оружие на краю посадочной площадки стоял легионер в черных доспехах на плече он держал лазерную пушку направленную на альфа легионеров от оружия вился кабель к блоку питания рядом с воином одной ногой он опирался на восьмиугольный контейнер с металлической рукояткой по всей его длине на небольшом дисплее у ноги гвардейца ворона последовательно мигали огоньки все кончено произнес воин вам не уйти гневный авангард и триумф скоро начнут блокаду планеты теперь когда Салара узнал голос он смог взять себя в руки Агапита это же я Салара что ты делаешь крикнул он в ответ у тебя может быть его лицо но ты не тот Салара которого я знал сказал Агапита целясь в лже командора я понял это по твоему поведению Агапита ты совершаешь ошибку произнес Салара вложив пистолет обратно в кабуру видишь давай без резких движений что не так с его поведением спросил орд взглянув на других легионеров насчет тебя ничего не могу сказать орд или как там тебя зовут к несчастью для всех вас твои товарищи замаскировались не так хорошо как считали не стил как ты узнал фалангу гвардия ворона никогда не вела современных боевых действий с крепостью имперских кулаков и Салара у кого еще был доступ к моим командным кодам и кто мог воспользоваться моим личным каналом это точно не Бран и не Алони ты здесь один сказал Салара чего ты хочешь ты не сражался за освобождение Салара сказал Агапита потопав ногой по контейнеру он указал лазерной пушкой на устройство странно что ты не узнал ядерный заряд 500 килотонн более чем достаточно чтобы уничтожить впадину воронов со всеми предателями вам не скрыться с генотехом если вы хотя бы попытаетесь я здесь все разнесу ты этого не сделаешь произнес не стил и крепче жав болтер отступил назад Салара вдруг услышал характерный гул и оглянулся в тумане возникли 20 воинов золотых доспехах вдоль лезвия халибард мерцали силовые поля кустодис отрезали альфа легионерам путь к воротам сколько из вас стали предателями к что вам предложили изменники прорычала гопита что пообещал вам воитель за голову нашего примарха нашего примарха насмешливо бросил орд ты ничего не знаешь о нашем пыр Салара одним взмахом меча рассек глупцу глотку прежде чем тот успел еще что-либо сказать альфа легионер рухнул на землю испустив последний вздох окрасив кровью кислотные лужи отвечайте взревела гопита говорите все что знаете и вам даруют быструю смерть если же нет уверен лорд корок сделает для вас исключение и откроет красный уровень местных пыток не выдержит даже астартес альфа легионеры переглянулись и хотя из-за шлемов они не видели лиц друг друга краткие кивки подсказали что они о чем-то договорились с чего ты взял что возьмешь нас живьем прорычал салара резким выпадом он пронзил сердце нестила в то время как сержант спустил крючок и всадил болтерный снаряд в шлем салара они повалились друг на друга а затем рухнули на землю единые в смерти немногочисленных гильдийцев оказавшихся между впадиной воронов с одной стороны и наступающими войсками механикум с другой оттеснили обратно в радиационные пустоши прибывшие из освобождения подкрепления без устали преследовало противника мстя запавших а имперские кулаки под командованием капитана норица присоединились к гвардии ворона битва затянулась до самой ночи небо то и дело озарялось взрывами и лазерным огнем прибывшие титаны из легио виндиктус смогли остановить орден дракона хотя во время сражения целые районы города превратились в руины где среди обломков лежали горы мертвецов с обоих сторон в небеса поднимался дым от тысяч пожаров затмевая звезды и луны воздушные суда механикум сбрасывали зажигательные бомбы и плазменные заряды на гильдийские здания в которых все еще держался орден дракона пока легио обстреливал их снарядами и лазерными лучами впадину воронов по приказу Коракса окружили рапторы и кустодии убили нескольких мнимых гвардейцев ворона которые пытались сбежать под прикрытием творящейся вокруг неразберихи наконец когда генотех был уже вне опасности примарх приказал командору Брану держа торпеды мстителя на готове прибыть на поле боя возле руин главных ворот его встретили Агапита и Аркад в сопровождении телохранителей из числа верных воинов чтобы сопроводить его к примарху я требую объяснений командор причем немедленно произнес Коракс когда они прошли через обломки ворот ситуация очень сложная лорд ответил Агапита впадина воронов надежно защищена но насчет внутренней угрозы я не уверен при подсчете погибших в бою мы обнаружили более 30 легионеров которых нет в наших списках диверсанты прорычал Коракс предатели в цветах гвардии ворона что с Соларой и остальными спросил Агапита почему они предали нас не думаю что они действительно так поступили сказал Аркад Агапита и Коракс непонимающе посмотрели на Кустодия вы стали жертвами гнусного обмана моему легио прекрасно известны способы с помощью которых противник может проникнуть в любую организацию наша первейшая обязанность пресекать подобные попытки полагаю только один легион способен на подобную хитрость Альфа легион вновь прорычал примар это вероломство дело их рук Солара долгое время находился рядом с нами если он и другие это замаскированные воины Альфа легиона как узнать кто остался верен нам спросил Агапита это был сложный вопрос но Коракс уже знал ответ на него мои настоящие сыны будут иметь мою метку ответил примар они дошли до зала где выжившие гвардейцы ворона по приказу примарха сложили оружие и стояли под надзором кустодис и первого поколения рапторов моя генетическая информация сокрыта в каждой клеточке их тел тогда как у диверсантов генетический код другого примарха пусть Винсент Сикс проверит генетические маркеры каждого легионера на сходство с генокодом гвардии ворона Сикс погиб лорд произнес Агапита он умер защищая генетический проект что с орландиазом спросил Коракс он выжил техноадепт сейчас в лазарете оценивает нанесенный урон ответил Агапита вы же не собираетесь продолжать проект удивился Аркад учитывая случившееся мы едва не упустили предателей с генетическим материалом риск слишком велик я не могу этого позволить Коракс остановился задетый за живое словами кустодия он взглянул на рапторов высеченных доспехах которые без колебаний и жалоб сторожили своих боевых братьев а что будет с теми рапторами которые пострадали из-за наших ошибок поинтересовался Коракс разве мы обречем их на жалкое существование избавим их от страданий сказал Аркад в каждом из них хранится семя того чем вы здесь занимались возможно в их изуродованных телах есть то чего вы пытались достичь они такая же угроза как информация которая находится в генетическом хранилище нет возразил Агапита мы не можем их так просто убить разве это награда за ту службу которую они сегодня сослужили легиону Агапита прав сказал Коракс я не могу их хладнокровно убить пусть у рапторов звериный облик но сегодня они доказали что у них сердца гвардейцев ворона примар задумчиво потер лоб не было ли глупостью считать будто он мог исправить содеянное над рапторами он покинул терру с уверенностью в том что сможет восстановить гвардию ворона и несмотря на все случившееся необходимость противостоять хорусу не исчезла Коракс в сопровождении Агапита и Арката вышел из зала и направился в лазарет у каждого лифта и лестницы стояли рапторы в тусклом аварийном освещении характерные контуру доспехов выдавали их с головой Троица двинулась по северному коридору миновав запертые оружейные шкафчики отмеченные гербом гвардии ворона возле одного из таких металлических ящиков стояли на страже двое гераклей их многоствольные пушки отслеживали примарка и его спутников пока те проходили мимо в тени одного из великанов Акалит механикум возился с поясом на одежде из-за того что гарнизон гвардии ворона находился под стражей а подкрепления вступили в бой с гильдийцами в радиоактивных топях защиту впадины воронов обеспечивал Орландиас со своими союзниками если здесь замешан Альфа-легион мы должны предполагать что они намеревались не просто уничтожить свой трофей сказал Аркад когда они дошли до лифта ведущего в лазарет если вы продолжите эксперименты то рано или поздно привлечете внимание Хоруса Корак снял с пояса портативный вокс и открыл командный канал интересно что думает на этот счет командор рапторов сказал примар Бран ты слышал наш разговор так точно лорд прозвучал голос Брана по коммуникатору до последнего слова хотя Агапита и Кустодий говорят правильно я все же придерживаюсь иного мнения если мы продолжим исследование возможно нам удастся спасти рапторов с другой стороны сколькими рекрутами нам придется ради этого пожертвовать лорд я считаю нам стоит навсегда забыть об этой возможности если мы хотим восстановить гвардию ворона то делать это следует способом который мы знаем и которому доверяем разумные слова командор согласился Коракс группа зашла в лифт примарху пришлось нагнуться чтобы не удариться головой о потолок когда кабина вздрогнула он уже принял решение сейчас наше положение ничего кардинальным образом не изменит мы сделали но наших усилий оказалось недостаточно генетический проект будет немедленно свернут а все результаты исследований до которых не добрался альфа-легион уничтожены как быть с рапторами напомнил агапита они ни в чем не виноваты а я ни в чем их не обвиняю ответил примар я не могу и не буду убивать их их приняли воинское братство легионеров астартов и они разделят ту же судьбу что и остальные с честью погибнут в бою против врагов императора вы все еще намереваетесь напасть на предателей спросил аркад ваш легион практически уничтожен примар атака нарсиса начнется как и было запланировано ответил коракс эти события только доказывают то что гвардии ворона нельзя расслабляться мы живем боем а не раздумиями сейчас больше чем когда-либо мы нуждаемся в победе чтобы укрепить дух и выковать новое братство в легионе слишком долго мы были разделены на тех кто родился на Терри и тех кто создал освобождение на тех кто выжил на Истване и тех кто нас спас на ветеранов и рапторов такого больше не будет мы гвардия ворона и мы покажем империуму что мы едины они нашли магаса орландеаза в лазарете на койках лежали раненые в основном рапторы которые сражались с диверсантами без доспехов несколько десятков кроватей занимали неподвижные тела их лица были скрыты под окровавленными простынями Коракс остановился рядом с одним из рапторов с перебинтованной грудью легион в неоплатном долгу перед тобой легионер произнес примар он знал в лицо и по имени каждого своего воина рапторы также не были исключением ты ведь хеф верно навар хеф так точно лорд Коракс ответил навар искривился попытавшись сесть Коракс жестом приказал ему лежать я просто рад что смог пригодиться вам и все еще можешь ответил Коракс он повысил голос обращаясь ко всем раненым кто из вас полагает что способен сражаться раздался хор криков и радостных возгласов за императора и гвардию ворона прокричал Агапита воздев кулак за императора и гвардию ворона в один голос ответили рапторы Коракс кивнул и прошел во внутренний санктум где встретил Орландиаза который как раз разговаривал о чем-то с Аркатом Кустодий сказал что вы хотите провести генетическое тестирование всех легионеров лорд произнес Магас я смогу начать его через пару часов и оно выявит всех подставных гвардейцев ворона спросил Агапита уверен ни один легионер не сможет скрыть свою истинную природу командор отладив терморегулятор Котон Юлиаксис присел прислонившись спиной к стене опустив металлические створки служивший ему вместо век он задался вопросом когда же его освободят от утомительной обязанности управлять Геракли немые чудовища едва ли были достойны компании для ученого вдруг звуковой детектор уловил движение одного из подчиненных открыв глаза Юлиаксис увидел прямо перед собой Геракли ученый взглянул в тень под капюшоном и с удивлением заметил что в ответ на него смотрят наполненные разумом глаза какого гигантский Геракли врезал оружием под подбородок Юлиаксису одним ударом перебив тому гортань и сломав шею другой Геракли просто смотрел удивленный поведением собрата закрыв дверцу шкафчика внутри которого лежало тело Акалита Амегон спрятал в полы одежды коробку с генетической информацией вновь примерив неуклюжую походку Геракли он спокойно миновал северный коридор и направился к воротам как же сильно его одолевал соблазн пристрелить проходящего мимо него корокса но подобный триумф был бы скоротечным Альфа-легион лучше других понимал что зачастую величайшие победы остаются невоспетыми лучше незаметно ускользнуть выполнив задание чем привлечь к себе внимание поддавшей жажде острых ощущений впадина ворона кишела войсками механику поэтому у Амегона ушла всего пара минут на то чтобы смешаться с другими Геракли вскоре он оказался за внутренним двором направляясь на охоту за выжившими гильдийцами едва вокруг сопровождающей их группы скитария взгустился туман у основания его черепа началось равномерное тиканье указывающее что в 500 метрах от него находится боевой корабль с Беттой пришло время оставить Киавар он получил то зачем пришел раздались панические крики когда Амигон открыл огонь несколькими длинными очередями сразив двух Гераклей и их поводырейский тариев оставив их тела в тумане примарх растворился во мгле направившись к ожидающему его транспорту глава 18 крылья ворона хорус получает трофей нарсис в карнивалисе царила мрачная атмосфера ряды легионеров безмолвно провожали взглядами шагающего к помосту Коракса Агапита Бран Алони и Нуран Теск новый командор ястребов стояли по обе стороны кафедры покрытые гравировками воронов присутствовали все гвардейцы ворона включая изуродованных рапторов которые еще могли сражаться Армориум модифицировал подаренные доспехи модели Корвус усилив их в необходимых местах прорезав отверстия для рогов и спинных наростов а также приспособив сочленения и застежки для искривленных конечностей в рядах гвардейцев ворона провели чистку когда Орландиас начал генетическое тестирование воины которые притворялись гвардейцами ворона попытались сбежать или покончить с собой опираясь на знания о геносемене примархов Коракс смог подтвердить что диверсанты были из Альфа-легиона в их крови костях и плоти была метка Альфария и они были обречены независимо от своих действий под почтительные кивки командоров примарх зашел на помост Коракс был облачен полный комплект доспехов одна рука была заключена в перчатку с молниевыми когтями пережившую схватку с ларгаром и курсом в другой же он сжимал силовую плеть который пользовался сокрушительным эффектом во время отступления наистований он поднял обе руки показав оружие собравшимся гвардейцам Ворона Астартес покорили галактику для императора начал было он но запнулся стоило ему взглянуть на ряды своих воинов неужели это последние дни гвардии Ворона ведет ли он их в последний бой примарх тяжело сглотнул вспомнив о лишениях с которыми ему пришлось столкнуться еще в бытность лидером литейских повстанцев тогда задача казалась невыполнимой но все же он победил он не поддался страху ни перед своими врагами ни перед тем кем может стать Коракс начал снова Астартес покорили галактику для императора мы были сотворены его руками воплоти его волей нам вручили лучшее оружие и доспехи которые изобрело человечество но великий крестовый поход стал возможен не благодаря нашему оружию и нам это вера вера в нашу цель в распространяющуюся имперскую истину придавала нам уверенность превыше всяких убеждений и отчаянной храбрости врагов вера в командиров и в самих себя дарила нам силы преодолевать все преграды вера и доверие стали такими же жертвами войны как павшие наистване и во впадине ворона тяжело смириться с тем что воитель Хорус магистр войны избранный самим императором стал отступником сложно принять то что наши братья по оружию легионеры астартес осквернили имперскую истину и предали свои обеты но все же вера и доверие останутся нашим величайшим оружием я всегда учил вас что надежда бессмысленна есть лишь действия и их последствия я до сих пор придерживаюсь этого креда для гвардии ворона не существует надежды мы будем поступать так как сочтем нужным и принимать последствия нам нанесли не один но целых два тяжелых удара первый был подлым но открытым второй смелым но скрытым ни засада наистований ни предательства в самом легионе не сумели уничтожить нас мы извлечем урок и станем сильнее не в нашем характере склонять головы мы не будем сидеть сложа руки в то время как изменники пытаются свергнуть императора сегодня Хорус и его союзники поняли что гвардию ворона пока рано списывать со счетов сегодня мы взойдем на борт кораблей и принесем войну нашим врагам как множество раз до этого кое-кто из вас был со мной с самого начала когда в этом самом зале пролилась кровь людей стремившихся к свободе от угнетателей другие оставили Терру с императором дабы выковать новую империю среди звезд иные же не могут гордиться таким наследием ибо вам посчастливилось попасть в легион уже в более поздние времена а некоторые впервые испытали вкус боя лишь во впадине воронов это не важно все мы гвардия ворона мы воины император будет судить нас не по наградам и похвалам но по шрамам слова эти не банальность но реальность того кто мы есть на самом деле мы живем чтобы сражаться в битвах императора и мы умираем дабы принести императору победу корак сделал паузу и взглянул на группу воинов в желтых доспехах стоявших рядом с гвардейцами ворона имперских кулаков капитана норица его взгляд скользнул по кустодиям арката хорус стремится на теру и к дворцу императора многим предстоит отдать свои жизни ради их защиты и сейчас мы приветствуем их за такую жертвенность но не в наших принципах стоять на стенах ибо мы тень которая убивает скрытая смерть которую никто не ждет хорус и его трусливые союзники полагают будто они в безопасности гвардия ворона докажет что это не так проклятый воитель и его сообщники считают свою победу неизбежной как и то что империум склонится перед их волей гвардия ворона докажет что они ошибаются своей отвагой мы зажжем пламя битвы которая воспылает по всему империуму его жители узнают что их не бросили на произвол судьбы мы покажем им что факел просвещения еще ярко сияет легионеры астартес не будут уничтожены пока жив хотя бы один из нас мы поступаем так потому что человечеству требуется вера хоруса можно победить мы поступаем так потому что человечеству нужно доказать воинам астартес еще можно доверять нас мало врагов же множество но каждый убитый нами изменник станет посланием нашим врагам и друзьям гвардия ворона никогда не сдастся бессловесный рык вырвался из глоток четырех тысяч воинов и звоном прокатился под свочатым потолком карнивалиса энергетические поля затрещали когда к устодии приветственно подняли свои алебарды на зал опустилась тишина стоило из рядов гвардейцев ворона выйти небольшой группе воинов их возглавлял технодесантник Страдан Бинальт который нес нечто огромное накрытое черным стягом легиона что это спросил Коракс повернувшись командором те лишь недоуменно пожали плечами удивленные не меньше примарха Бинальт со свитой поднялись по ступеням и приблизились к Кораксу примарх вышел из-за кафедры и встал перед ними все легионеры преклонили колено кроме Бинальта который встретил пытливый взгляд своего господина на истване гвардии ворона нанесли тяжкий удар произнес технодесантник и четкость сказанных слов свидетельствовала о том что он готовился к этой речи долгое время крылья вороны были подрезаны от нас отвратила свой лик удачи будет правильно если в час когда мы вновь учимся летать ворону вернут его крылья с этими словами Бинальт сдернул стяг явив изысканный летный ранец Коракса который считался утраченным его эмалированная поверхность блестела в огнях Карнивалиса с обеих сторон выходили изящные новые крылья я не смог превзойти мастерство их создателя но надеюсь они вам подойдут лорд продолжил Бинальт склонив голову Коракс принял летный ранец и поднял его над головой завороженно рассматривая устройство он перевел взгляд на Бинальта и благодарно улыбнулся но прежде чем примарх успел что-либо сказать зал взорвался громогласным криком гвардейцев ворона Коракс 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 В покоях воителя царил тот же сумрак что и в последний визит Альфария как и тогда Хорус встретил его в компании Абаддона и Эриба но также здесь находился кто-то еще таящийся в тени за троном воителя на нем были доспехи детей императора сам же он обладал тонким лицом и пронзительным взглядом у тебя есть что-то для воителя раздался голос Эриба когда за Альфарием закрылась дверь зачем ты так говоришь ответил вопросом на вопрос Альфарий разве теперь нужно еще и приносить подношение нашему великому лидеру следи за языком оборвал его Абаддон мы знаем что один из твоих кораблей только что присоединился к флоту хотя ты попытался это утаить от нас даже не помышлял о подобном произнес Альфарий насмешливо разводя руками все мои корабли стараются перемещаться скрытно это залог нашей безопасности я никого не собирался вводить в заблуждение так ты подтверждаешь что твоя операция из гвардей ворона прошла успешно сказал эрик ты получил искомое Альфарий с улыбкой достал из-за пояса информационный кристалл и протянул его на ладони успех конечно не безоговорочный сказал примат кое-кому из гвардейцев ворона включая и коракса удалось выжить но это уже не важно как ты верно предположил мы забрали трофей эрик потянулся за кристаллом но альфарий резко убрал руку только для воителя уже без улыбки сказал альфарий следи за собой альфарий прорычал абаддон своим поведением ты можешь вызвать неудовольствие воителя ты даже и слова не скажешь своему брату хорус спросил альфарий посмотрев на воителя который во время разговора сверлил его ничего не выражающим взглядом или твои приспешники теперь и говорят вместо тебя хорус резко встал и на секунду альфарий подумал что перегнул палку но улыбка хоруса развеяла его сомнения когда тот жестом указал незнакомцу выйти из-за трона это апотекарий фабий сказал воитель ты передашь трофей ему с моего соизволения естественно альфарий бросил кристалл фабию который с легкостью поймал блестящий осколок и посмотрел на него салчной улыбкой мы разгадаем секреты найденные кораксом уверил фабий он поклонился хорусу и отступил обратно в сумрак что-то еще воитель спросил альфарий глаза хоруса подозрительно сузились рассматривая примарха альфа легиона ты отдал его так легко что я начинаю думать будто ты что-то утаиваешь произнес воитель шагнув ближе я должен кое в чем признаться сказал альфарий оригинальный генетический материал я придержал у себя полагаю разумнее будет разделить найденное поровну вы найдете изыскания коракса довольно обширными многое из них я не в состоянии понять но уверен апотекарий фабий также талантлив как о нем рассказывают о так и есть произнес эриф он разгадает секреты примарха и с этой информацией мы уничтожим императора достойное использование для того что получено с таким трудом сказал альфарий он встретил пристальный взгляд брата думаю мы закончили дело конечно если ты не желаешь обсудить что-нибудь еще брат хорус кивнул в сторону двери отпуская альфария и вернулся к трону хорошо сказал примарх альфа легиона теперь когда все улажено полагаю мы можем действительно начать войну уверен император уже с нетерпением ждет нашего визита он обождет сказал хорус война идет уже давно альфарий то что ты в ней не участвуешь еще не означает что другие также бездействуют ультрамарины будут уничтожены а кровавые ангелы присоединятся к нам вскоре мы будем готовы сделать свой ход подобное развитие событий показалось альфарию маловероятным но он ничего не сказал и молча покинул покои на командной палубе мстителя было не протолкнуться вместе с офицерами и должностными лицами гвардии ворона на боевой борже находился командный состав недавно прибывший к агорту периона субцезарь Валерий поднялся на флагман с небольшой армией нотариусов префекторов трибунов и вице-трибунов для обсуждения плана нападения обратный путь стариона был непростым учитывая штормы до сих пор бушевавшие варпи несколько кораблей затерялись по пути больше десятка были захвачены или вынуждены вернуться оказавшись рассеянными на десятки световых лет от основных сил флота невзирая на существующие проблемы Валерий сумел сохранить основную часть авангардных сил и согласно инструкции Корракса отправился с освобождения к Тауриону граничащей с нарсисом в системе предыдущая встреча с Корраксом произвела на Валерия неизгладимое впечатление но теперь как субцезарь он чувствовал себя вправе находиться на совете тем не менее несмотря на повышение он не перестал удивляться стратегическим способностям примарха чтобы уследить за всем Валерий нуждался в советниках и адъютантах в то время как Корракс мог контролировать ход совета лишь с помощью пары заметок в инфопланшете дислокация десятков кораблей и тысяч воинов их вооружение и имена командиров хранились в памяти примарха поэтому он мог быстро вспомнить даже мельчайшие детали боевое построение и маршрут приближения уже согласовали перионцы пойдут в первой волне корабли гвардии ворона с поднятыми отражающими щитами двинуться следом пока все шло так как и ожидал Валерий сражающийся вместе с гвардией ворона в течение нескольких лет на поздних этапах великого крестового похода самая большая проблема состояла в конечном приближении и посадке если я правильно вас понял лорд Корракс предварительной бомбардировки не будет спросил Валерий у его плеча появился пилон со стаканом воды который субцезарь взял без лишних слов он сделал глоток пытаясь успокоиться наши десантные корабли собьют еще в воздухе орбитальная защита будет уничтожена уточнил примар он по привычке стоял в стороне от командоров столпившихся вокруг центрального стола когда мы захватим господство на орбите ты сможешь начать высадку под обстрелом у меня есть три корабля лорд которые способны разрушить наземные укрепления вашему легиону не придется демаскировать себя я гарантирую вам разве это не так капитан вильгельме командир решительного кивнул торпеды сделают свое дело заверил вильгельме а вы гарантируете что при этом не погибнут десятки миллионов людей живущих в городе спросил бранд мы постараемся избегать жертв со стороны гражданского населения валерий покосился на префектора антони который что-то быстро подсчитал на инфопланшете и протянул его субцезарю возможно не больше пяти тысяч это необычный город сказал коракс фулгрим не просто бахвалился назвав его идеальной цитаделью по словам моего брата укрепления должны не просто служить для размещения гарнизона но также защищать население идеальная цитадель не просто территория в городе это и есть город фулгрим рассуждал что население лучше всего защищено если является неотъемлемой частью крепости он использует мирное население как живой щит спросил валерий ужаснувшись от одной лишь мысли об этом тогда он так не считал ответил коракс в случае вторжения они бы стали ополчением и могли бы помочь в обороне это уже не важно там нет разделения между оборонительными сооружениями и гражданскими зданиями в жилых башнях расположены оборонительные лазеры заводы защищены бункерами и замаскированными траншеями строительством дорог занимался пертураба и они проложены так чтобы защитника могли сдерживать атаку и наносить стремительные удары чтобы разрушить крепость придется разрушить и сам город сказал брант чего мы делать не будем добавил коракс жители нарсиса невиновны мы посланники императора они убийцы его подданы мы не можем нести весть уничтожая население сложная проблема согласился валерий он допил воду и отдал стакан пилону после чего пожал плечами признавая поражение по-моему высадка безорбитальной поддержки обернется катастрофой мы приземлимся прямо на их орудия там есть подходящее для посадки место заметил алони выводя на экран план территории вокруг идеальной цитадели он нажал кнопку и на карте появилось перекрестие здесь на холмах к северо-востоку это же в 20 километрах от города удивился валерий поднявшись чтобы внимательно изучить карту у нас нет такого количества танков и транспортов 28 если точнее заметил агапита валерию нисколько не нравилось веселье в голосе командора вы будете атаковать пешим строем сказал коракс вы высадитесь ночью хотя не ожидайте что получите значительное преимущество так как у врага есть сканеры и тепловизоры пройти почти 30 километров ночью чтобы атаковать город-крепость спросил валерий испытывая дурное предчувствие относительно всей затеи он понимал что сейчас нужно говорить откровенно эта стратегия обречена на поражение именно так сказал коракс улыбка примарха встревожила валерия я не жду что вы сами захватите идеальную цитадель вот почему мы здесь на гололитическом дисплее было видно насколько безвыходная ситуация сложилась для глупцов капитан Гастен Лутрис Арманитан из Детей Императора прохаживался по комнате управления в своей башне всматриваясь в каждый доклад и результаты сканирования естественный рельеф северо-востока направит атакующих к воротам восьмой авеню с широкой улицей за ними над которой доминируют три орудийные батареи расположенные через каждые сто метров дальше город превращался в лабиринт пересекающихся зон огня из дотов и ласпушек их глупость станет причиной их поражения сказал он разговаривая скорее с самим собой чем с сервами легионы которые стояли у пультов такая типичная слабость атаковать без должной предварительной бомбардировки чего они пытаются добиться они пересекли второй кордон капитан доложил один из сервов в последнем докладе сообщается о массированном наступлении пехоты враг несет тяжелые потери было неразумно оставлять бронетехнику заметил лутрис все те противотанковые ракетные комплексы будут потрачены впустую пусть их расчеты займут первый кордон так точно капитан ответил помощник лутрис сверился с хронометром до рассвета оставалось чуть больше трех часов по таранскому стандарту первая волна наступающих даже не успеет дойти до стены когда его войска получат полный обзор тогда начнется настоящая бойня окраины идеальной цитадели совершенно не походили на то ради чего их выстроили красивые висячие сады буйно разрослись на крышах и стенах белых домов в воздухе витал аромат цветов украшенные колоннами фасады и выступающие галереи использовались тарионцами как укрытие пока они продвигались к воротам башни возвышающиеся над зданиями впереди дети императора не жертвовали чувством прекрасного в планировке города украшенные колоннами алебастровые строения в равной степени могли служить административными офисами или складами бронетехники по внешнему виду сказать было невозможно Валерий шел вместе со своими людьми решив пробиться как можно дальше в город даже если их операция и была обречена на поражение ему пришлось смириться с бесславной гибелью своих войск наиствований и он не хотел чтобы сейчас все закончилось столь же печальным образом на что бы Коракс не рассчитывал трионцы просто так не сдадутся нескольким шагоходам часовой повезло уцелеть под обстрелом на подступах к городу они двигались в нескольких сотнях метрах впереди разведывая путь для передовых сил численностью в 300 человек Валерий знал все это благодаря постоянным подсказкам трибуна калориума который следовал в нескольких шагах позади суд Цезаря сэр передовой батальон столкнулся с очередной линией обороны сообщил калориум прижимая к уху похожий на чашку приемник ведется огонь с балконов после этих слов Валерий поднял глаза и по-новому осмотрел ряды выступающих над ними галереи все оставалось таким же как и когда они вступили в город на первый взгляд бесполезные архитектурные формы на самом деле представляли собой огневые мешки орудийные позиции или минные поля чувствуя обеспокоенность командира телохранителя Валерия сомкнулись вокруг него плотным кольцом их золоченые панцирные доспехи и белая форма покрылись грязью после длительного марша из зоны высадки возможно нам следует поискать укрытие субцезы предложил вице-трибун каллиста и где же оно резко ответил Валерий он потерял четырех штабистов которые решили укрыться в цветнике усеянном как выяснилось минами каллиста неуверенно оглянулся неважно бросил Валерий продолжая идти посередине дороги его раздражала борьба с невидимыми врагами выходившими лицом к лицу лишь когда отступали к следующей линии обороны ему не нравились подобные стычки без сомнения если воины в пурпурно-золотых доспехах решат вступить в бой они заберут куда больше жизни его солдат немного утешало лишь то что они добрались до самого города обстрел из башен из центра прекратился очевидно чтобы не задеть собственных бойцов передовые отряды несут тяжелые потери доложил калориум запрашивают подкрепление при взгляде на трибуна сердце Валерия екнуло пусть третья и пятая роты выдвинутся из резерва посмотрим смогут ли они обойти вражескую позицию прикажите пятой и шестой сформировать арьергард как дела у префектора Могелия пару секунд трибун говорил приемник затем печально покачал головой вторую фалангу оттеснили назад а она потеряла треть людей ответил калориум сэр поступает информация о третьей фаланге ее уничтожают из укреплений у ворот меньше чем в двухстах метрах взрыв поднял в воздух столб пепла и дыма пару секунд спустя на Валерия и его людей посыпались обломки что это было потребовал он хотя калориум уже отрывисто говорил по воксу макропушки сэр ответил трибун расположено на перекрестке впереди на третьем этаже здания голос трибуна дрожал и оглянувшись на других солдат Валерий ощутил их страх если он продолжит гнать их вперед они сломаются и погибнут это ему нисколько не нравилось хорошо сообщи всем подразделением прорычал он отходим поротно создать рубеж на границе города отступление будет организованным побега и паники я не допущу да сэр судя по облегчению на лице калориума он был несказанно рад решению субцезаря Валерий остановился и уперев руки в бока посмотрел на далекие башни он добрался до города что было уже само по себе достижением но даже его разведка находилась в двух километрах от внутренней линии обороны не важно что намеревался делать коракс дальше сейчас это пахло поражением противник отступает на всех направлениях капитан это просто смешно ответил Лутрис они даже не начали прощупывать нашу оборону есть визуальное подтверждение результатов сканирования противник отступает к внешним границам офицер детей императора медленно прошелся по помещению командного центра отслеживая потоки информации на дисплеях данные подтверждались атакующие отходили по всем фронтам разочаровывающий конец для столь непримечательной атаки вы обнаружили корабли на низкой орбите спросил он устраиваясь в кресле нет капитан прозвучал ответ все вражеские корабли находятся за пределами досягаемости орудий наземной обороны ни единого признака десантных кораблей Лутрису все это казалось бессмысленным вернувшись к трону он решил что глупо оценивать мотивацию меньших воинов без сомнения им отдали приказ атаковать не зная настоящей силы противника с которым они столкнутся он не собирался прощать подобную ошибку стянуть роты для контратаки у третьих и четвертых ворот приказал он удерживая палец на переключателе связи в подлокотнике подготовить в армориуме технику для быстрого окружающего маневра через подземные платформы глупцы ответят за то что посмели напасть на наш город цель операции полное истребление вражеских сил контратака через 15 минут он отпустил переключатель и откинулся в кресле которое изогнулось принимая очертания его тела Лутрис взглянул через плечо на сержанта Турана стоявшего у дверей со шлемом на сгибе локтя подготовь штурмовые войска сержант я лично поведу их в бой как пожелаете капитан ответил Туран и поклонился он надел шлем и ударил кулаком по нагруднику мы найдем этих псов везде где бы они не попытались спрятаться выстрел выстрел из лазерной пушки прошил край балкона испепелив бойца рядом с Валерием измазанный и залитой кровью субцезарь отполз от парапета к разбитому окну калориум по прежнему держался рядом с ним одна его рука висела на перевязи связной ранец стоял на полу неподалеку он посмотрел на Валерия залитыми кровью глазами и покачал головой от префектора Тигуриона ни слова сэр думаю наш левый фланг смят две тысячи человек трибун две тысячи сказал Валерий привалившись к оконной раме никого не осталось в ответ калориум лишь пожал плечами перионцы отступали уже больше часа еще один отражали контратаку детей императора Марк приложил все усилия чтобы уговорить своих командиров сражаться дальше любой ценой удерживая позиции но времени почти не осталось он рискнул выглянуть сняв с пояса магнокуляры наведя их на юго-запад он увидел на дороге несколько десятков фигур в доспехах не более чем в полукилометре пожалуйста уходите Валерий обернулся и посмотрел на старика чью квартиру он превратил во временный командный пункт и куда нам идти прорычал субцезарь моя жена она хочет чтобы вы ушли правда а может она считает что Хорус стал лучшим властителем империума я ничего в этом не смыслю сэр я знаю только что когда сюда доберутся Астартес они не пощадят нас Валерий промолчал он не мог винить пожилую чету за их страх поначалу он и сам боялся затем впал в отчаяние а теперь на него снизошло странное спокойствие несмотря на всю тяжесть ситуации за последние восемь часов погибло около десяти тысяч трионцев но потерь могло оказаться куда больше после утраты связи со второй фалангой его охватило странное оцепенение он уже смирился с неизбежным Валерий перевел взгляд обратно на детей императора они тщательно выполняли свою работу поочередно проверяя каждый дом у дороги над головой рыскали громовые ястребы в поисках целей для своих орудий и тяжелых болтеров после первых атак на бреющем полете улицы утонули в крови этарионцам пришлось укрыться в зданиях к своей чести сколь малой бы она ни была дети императора не стреляли по домам возможно они все еще считали будто защищают людей он достал пистолет казалось важным держать в руках оружие забудь сказал он трибуну посмотрев на вокс установку бери лазерную винтовку калориум отпихнул тяжелый ранец и бросил приемник он вздрогнул когда очередной лазерный луч угодил в лепной архитрав у них над головой оплавив барельеф колесницы несущейся на орду варваров он подполз к мертвому тарионцу и забрал его оружие прежде чем вернуться к валерию ты просил доверять тебе пробормотал под нос валерий выдержать бурю и верить тебе что ж коракс буря уже обрушилась на нас вырезать плохо вооруженных солдат было ниже его достоинства их лазганы оставляли лишь царапины на доспехах легионеров астартес позолоченные бронежилеты не спасали от болтеров лутрис даже не мог сполна насладиться бойней она была слишком однообразной и едва ли могла стать проверкой их технического мастерства или физической силы во главе своего отделения он прошел к широкой лестнице ведущей на верхние этажи гостиницы капитан выстрелил из болт пистолетов человека присевшего за балюстрадой выстрелы легли точно в зазор между опорами отделение анделора третий этаж сказал он выстрелив еще одному солдату в ногу болт разорвал человеку бедро и тот рухнул на пол лутрис даже не замедлив шаг вонзил в него меч отделение колонии четвертый этаж на противоположной крыше тяжелое орудие доложил один из сержантов мультилазер так вызови громовой ястреб сержант ответил лутрис или я буду принимать за вас все решения так точно капитан запрашиваю авиаудар бронированным ботинком капитан детей императора вышиб дверь в конце пролета он быстро проверил комнату но внутри никого не оказалось разочарованно вздохнув лутрис вернулся к лестнице капитан крик раздался снизу не по воксу перегнувшись через перила лутрис заметил отделение аргентия которые пятились по фойе целясь болтерами в наружную дверь один из них закричал и воины одновременно открыли огонь хотя лутрис не видел во что они стреляют что происходит потребовал капитан говорите прежде чем он услышал ответ в его ухе затрещала бусинка вокса капитан обнаружены суборбитальные корабли быстро приближаются откуда как они спустились мы не знаем капитан орбитальное сканирование не дало результатов пытаясь понять происходящее лутрис наблюдал за отделением внизу двух легионеров отбросило назад из зияющих дыр в их доспехах листала кровь другие полили в пустоту но их болты словно отражались от истонченного воздуха взрываясь в пустоте сержант аргентий сделал шаг с ревущим цепным мечом мгновение спустя его рука вместе с головой отлетели в сторону начисто срезанной невидимой силой лутрис не верил своим глазам всего за пару секунд погибло целое отделение их расчленили и обезглавили колдовство пробормотал он поблизости не было библиария которые смогли бы помочь ему подняв силовой меч он встал в защитную стойку наверху лестницы ему почудилось движение и он выстрелил из пистолета снаряд разорвался в паре ступеней от основания лестницы еще миг и в нескольких сантиметрах от его лица возникла пара черных как смоль глаз отшатнувшись он понял с кем они сражались воин был вдвое выше лутриса закованный в заляпанной кровью совершенно черные доспехи с крылатым ранцем за спиной его лицо было белым словно кость волосы не спадали до плеч в одной руке воин сжимал потрескивающую энергией плеть другая же была заключена в перчатку с пылающими когтями призрак оскалился в бессловесном рыке и занес над лутрисом когти за императора прошептал он стремительно опуская руку коракс переходил из комнаты в комнату беспощадно убивая всех встреченных по пути детей императора его когти разрывали их пылающая плеть полосовала блестящие доспехи добравшись до верхнего этажа он вышел на балкон из которого открывался вид на главную улицу подняв глаза он увидел в небесах темные пятна десантных капсул за ними виднелись следы громовых ястребов и грозовых птиц пришло время идти к воротам десантная капсула раскрылась словно бутон железного цветка металлические рампы с лязгом упали на стену навар первым высвободился из подвески и размашистой походкой выскочил наружу находящаяся впереди орудийная позиция была занята обычными солдатами просунув когтистый палец за предохранительную дугу болтера он сразил их тремя выстрелами позади него раздалось рычание и шипение корвала оглянувшись на раптора навар кивнул он понятия не имел что тот пытался сказать но интуитивно догадался о намерении брата легионера за гвардию ворона воскликнул навар и бросился по стене на ходу открыв огонь когда из возвышающейся впереди башни высыпало отделение детей императора между двумя отделениями взревели болтерные снаряды отрывая от доспехов воинов куски керамита на навара упала тень и подняв глаза он увидел парящего над краем стены лорда коракса примарх взметнул плетью и рассек на части двух детей императора за кораксом спустились с вершины башни другие гвардейцы ворона их прыжковые ранцы пылали замедляя падение держа на готове плазменные пистолеты и цепные мечи штурмовое отделение приземлилось в тылу у детей императора за стенами раздалась пальба посмотрев вниз навар заметил слева три отделения легионеров в желтых доспехах которые прокладывали путь по узкому дворику все дальше оттесняя детей императора имперские кулаки капитана Норица никогда бы не согласились пропустить такую победу на крыше чуть дальше по стене раскрылись еще две десантные капсулы из них вырвались кустодии в блестящих золотых доспехах испуская энергетические заряды из копий стражей которые с треском рвали доспехи врагов за стенами начали контрнаступление тарионцы решив отомстить детям императора за убитых собратьев их лазганы были не столь мощными как болты религионеров но благодаря плотности огня и упорству они все дальше оттесняли предателей к воротам лорд коракс пролетел над городом оценивая результаты сражения а затем приземлился перед наваром примарх указал в сторону центра где взмывала в небо трехсотметровая центральная башня идеальной цитадели навар посмотрел туда и увидел как из капсул упавших вокруг башни хлестнули тысячи гвардейцев ворона он узнал клювообразные шлемы корвус первых рапторов которые возглавляли штурм цитадели а также поскакивающих и прихрамывающих воинов последнего поколения болтеры плазма и лазеры выжигали сады и портики вражеских укреплений другие легионеры из ястребов и когтей выпрыгивали из громовых ястребов и открывали огонь с крыш и внутренних стен разя отступающих детей императора в выси медленно кружили грозовые птицы подавляя очаги сопротивления внутри находились резервы гвардии ворона готовые в любой момент вступить в бой это было потрясающее зрелище весь легион действовал как единое целое и навар понял почему его примарх улыбается не такая уж идеальная заметил Агапита корак собрал совещание в бывших покоях командира гарнизона чем-то они напоминали ему офицерскую столовую на Ликее когда он решил взорвать на Киаваре ядерные заряды пол был услан густым ковром стены обиты панелями из красного лакированного дерева на мраморных пьедесталах по всей комнате стояли красивые статуи нам ее не удержать высказался Бран прекрасный алебастровый бюст фулгрима с глухим треском раскололся на полу когда командор нарочно облокотился на постамент бросив взгляд на обломки Бран наступил на них втаптывая в ковер Хорус обязательно нанесет ответный удар на это я и рассчитываю ответил Коракс но нас здесь к тому времени уже не будет так в чем смысл поинтересовался Валерий он был похож на ребенка сидя в глубоком кресле рассчитанном на легионера Астартес и не дотягиваясь ногами до пола его помощник добыл графин с вином и сейчас рыскал по разломанным стенным шкафам и полкам в поисках целого стакана множество тарионцев погибло только для того чтобы отдать планету обратно предателям мы уходим вы нет сказал Коракс скоро прибудет остальная часть твоей когорты около полумиллиона человек легион Виндикатус уже отбыл с Киавара с десятком титанов другие подразделения имперской армии также находятся в пути а это еще около миллиона солдат если Хорус сюда сунется ему окажут теплый прием значит мы останемся чтобы продолжать сражаться спросил Валерий вы уничтожили половину укреплений до этого не дойдет произнес примар он выглянул в окно наблюдая за тем как из вычурных башен и садов поднимается густой дым гвардия ворона уходит но не обратно на освобождение наша следующая цель к Халгорс там располагается гарнизон несущих слова мы ударим по ним прежде чем Хорус узнает о случившемся здесь Коракс обернулся и взглянул на командоров это невеликий крестовый поход больше нет согласия нет гарнизонов мы боремся так как всегда боролась гвардия ворона мы сражаемся и отступаем мы наносим удар и избегаем удара в ответ есть другие кто будет противостоять всей мощи предателей и я поддерживаю их но одним этим способом в войне не победить и мы восстановим былую численность медленно как и прежде но становясь сильнее пока наши враги слабеют изменники позволили гвардии ворона выжить и эта ошибка дорого им обойдется мы будем сражаться с Хорусом при любой возможности пока не истощим его силы мы не можем победить воителя в одиночку но приложим все усилия чтобы он не одержал быстрой победы Эпилог Амигон слепо шел к своим покоям на борту Альфы которую он делил с другими легионерами ноги сами несли его по коридорам и уровням он знал что Хорус получил генетическую информацию и это решало очередную проблему Атикертир ждал его прямо за дверью чужатская климатическая сфера возбужденно дрожала я ощущаю что ты двуличен твое ощущение до раздражительности верно сказал Амигон и присел на кровать наполненная газом сфера теперь висела на уровне его глаз неразумно было передавать генетический материал примарху Хорусу это изменит баланс сил в его пользу ты рискуешь отдать победу в руки изначального уничтожителя тогда нам повезло что в переданном нами материале есть изъян ответил Амигон Фабий не сможет усовершенствовать технологию слуги изначального уничтожителя впустую потратят множество жизней чтобы достичь невозможного я ощущаю что ты гордишься своим выводом ты что-то от меня утаиваешь твои эмпатические способности начинают утомлять заметил Амигон нам больше не нужен посланник Кабала теперь мы можем сами решать свою судьбу это не вариант Кабал должен направить ход войны к правильному окончанию в противном случае возникнет риск отдать победу в руки изначального уничтожителя ты становишься непокорным мы частенько так делаем сказал Амигон и поднявшись быстро схватил сферу антигравитационные двигатели пронзительно взвыли когда шар попытался вырваться из руки Примарха этот сосуд неуязвим для тебя и любого твоего оружия попытки навредить или уничтожить меня бессмысленны я вовсе не собираюсь вредить тебе мой наполненный газом дружок произнес Амигон Примарх подошел к двери и открыл замок покинув покои он направился к ближайшему лифту а Тетертир без устали визжал все время пока они спускались на посадочные уровни но Амигон заранее отдал приказ чтобы персонал покинул палубы территория вокруг четвертого отсека была безлюдной миновав бронированную дверь Амигон направился между рядов закрепленных громовых ястребов по обе стороны взлетной палубы я не понимаю твоих намерений твое поведение неприемлемо я просто отправляю тебя обратно на твой корабль сказал Амигон отпустив сферу а Тетертир выплыл из рук Амигона хрипя непонятные проклятия в адрес примарха я не могу обнаружить свой корабль уверен он появится произнес Амигон шагнув обратно к двери может через пару тройку веков закрыв за собой дверь примарх открыл канал связи управление четвертого отсека говорит ваш примарх немедленно открыть внутренний и внешний шлюз полная очистка атмосферы так точно лорд прозвучал ответ взвыли аварийные сирены и Амигон представил как поднимается бронированный портал взлетной палубы открывая необъятное звездное пространство снаружи воздух ураганом хлынет в космос и унесет за собой назойливого мелкого пришельца уверенный что задача выполнена Амигон отправился назад в покое предстояло еще многое сделать теперь когда генотех находился в хранилище Альфы его воины действительно станут легионом в храм аминь отжима аминь за собой аминь аминь в космос хранилище аминь аминь за собой Продолжение следует...